Роман Сенчин Елтышевы Роман Москва, Эксмо, 2009 год Проза жизни Лучшие современные авторы Глава первая Подобно многим своим сверстникам Николай Михайлович Елтышев Большую часть жизни считал, что нужно вести себя по-человечески И исполнять свои обязанности И за это постепенно будешь вознаграждаться Повышением званий, квартиры, увеличением зарплаты Из которой, подкапливая, можно собрать сперва на холодильник, потом на стенку, хрустальный сервиз, а в конце концов и на машину Когда-то очень нравились Николай Михайловичу «Жигули» шестой модели Мечтой были Что-то, конечно, сбывалось Дали двухкомнатную квартиру Правда, получая ключи, ни сам Николай Михайлович, ни жена не придали значение тому, что квартира эта ведомственная Просто радовались Квартира была просторной, огромной, казалось И двое сыновей, девятилетний Артем и шестилетний Денис, даже носясь по ней ураганом, разбрасывая игрушки, не мешали, не путались под ногами, как раньше Каждому хватало места В звании худо-бедно, но повышали От сержанта до старшего лейтенанта Николай Михайлович продвигался почти в соответствии с выслугой лет И зарплата тоже позволяла подкапливать И в восемьдесят седьмом купили машину Пусть не шестую модель, а третью с рук С пробегом сорок тысяч километров, но все же Плохо, что участок под гараж долго не давали Стояла машина во дворе, постепенно поедаемая Понизу кузова ржавчиной Зато потом Удалось купить гараж готовый Заливной, с печкой, подвалом, смотровой ямой Отличный гараж А когда жигули износились, продали на запчасти Добавили денег, взяли и москвич Двадцать один сорок один Да До поры до времени жизнь текла Пусть непросто, но в целом правильно Как должно быть Вместо черно-белого рекорда появился сначала светной рубин, а потом Самсунг Вместо громоздкого фанерного серванта Высокая, изящная, вместительная стенка Старший сын Артем закончил школу И не восьмилетку, как когда-то Николай Михайлович Вынужден был идти работать Матери четверых детей было не покормить Готовился поступать в пединститут на ИСФАК Младший учился в школе, неплохо Боксом занимался Жена работала в центральной библиотеке города Тот момент, когда, как в сказке про богатыря Нужно было выбрать путь, по которому двинуться дальше Ялтышев проспал Точнее, не момент это был А несколько тягостных и в то же время суматошных Переломных, как оказалось, лет Да и не спал Николай Михайлович А наблюдал, взвешивал, примеривался Не веря, что ход жизни ломается всерьез И появляется шанс вырваться вперед многих Позже, больно сжимая кулаки Николай Михайлович вспоминал Как ему предлагали увольняться со службы Заняться делом, вступить в долю Как появлялась то одна, то другая Возможность действительно изменить судьбу Но он не решался Может, правильно поступил Пять-шесть человек из тех, кто предлагал Быстро не стало, убили Еще нескольких посадили Но некоторые жили теперь так, что не подойти Они на другом уровне Как в сложной компьютерной игре На выигрыш, в которой можно потратить годы Да, не согласившись пойти с ними И испытать опасности, что ждали на пути к настоящему Теперь приближаться к победителям Постепенно росло, обострялось раздражение Раздражало съежившееся от вещей и выросших сыновей Располнявшей жены квартира Раздражало гудение газовой колонки Которые когда-то после житья в бараке так радовались Раздражала служба Однообразная Отупляющая Несмотря на все усилия Не приносящие аномально денег Раздражали дорогие машины на улицах Нарядные витрины Пестрые людские ручьи на тротуарах И самое обыденное раздражало Каждый вечер раздевшись ложиться в кровать Зная, что уснет не скоро Еда раздражала Всякая безвкусная Пресная Но которую необходимо запихивать в рот Разжевывать Попорченными зубами Латать Шнурки раздражали Выщербленная бетонная лестница в подъезде Вот Так все это и будет Долбилась в мозгу чугунной гель Так она и будет Иногда Вдруг пронизывала бы Изливая Почти старческая мысль Лишь бы не хуже Но многие завидовали Николаю Михайловичу После длинной очереди Нешуточной борьбы Ему удалось получить Должность Считавшуюся блатной Дежурный по вотрезвителю И поначалу Елтышев радовался Каждому дежурству Дежурил Сутки через трое Ожидал чего-то чудесного Но приработок был Неизменно мелким Оскорбительно убогим И дежурство В основном уходило На пустую Грязную возню С подзаборными алкашами И в конце концов Он потерял веру В счастливый случай На дежурство Шел через силу С чувством обиды Обиды Хоть и старался В этом не признаваться На самого себя Так, как оказалось Последнее Смена Началась обыкновенно К пяти часам вечера Двадцать четвертого Апреля Две тысячи Второго года Выспавшийся Плотно пообедавший Но какой-то Застарел и устал И Елтышев Вошел в дежурное помещение Вотрезвитель Размещался В самом центре города Но страны Был неприметен Так Одноэтажная Серая зданица С маленькими Пыльными окнами Но знающие Что находится здесь Старались обходить Его подальше Тем более Если были под мухой И только Милиционеры Врачи И родственники Попавших Сошли сюда Прямой дорогой Открывали толстую Деревянную дверь И на время Исчезали В темном Душном Жутковатом Мирке В дежурке По разные стороны Стола Сидели Старлей Пахомин У которого Елтышеву Предстояло принять Суточную вахту И парень Лет двадцати пяти Парень Нахохлившийся Словно замерзший Лицо кислое Ты пойми Негромко Но убедительно Веско Говорил Пахомин Что выйти Отсюда Ты можешь Только уплатив Штраф Э Двести Шестьдесят Четыре Рубля Сто двадцать У тебя имелось При себе Нужно еще Еще Сто сорок Четыре Округляем Сто пятьдесят Э Николай Мы возим Виталий Поехали Обернулся Охрен Стофейной Не уходим Не мешает Чокнулись Пластиковые Стаканчиками Без Неских Минут Пять Появились Двое Сержантов И Врачиха Полная Угрюмая Тетка С мужским Лицом Те С кем Предстояло Елтышеву Отработать Предстоящие Сутки В начале Шестого Вернулся С деньгами Паренек Получил Вещи Квитанцию И был Отпущен Ну Все Выдохнул Пахомин Сложив Бутылки Еду В сумку Счастливо Николай Михайлович Уселся За стол Огляделся Привыкая К помещению Стулу Обстановки Дежурка Невелика Сумрачно И Несколько Ламп Не могут Наполнить Ее Светом Жизнью Стены Шершавые И окрашенные В бледно-зеленый Цвет Два окна Зарешеченные Заросшие Пылью Кажется Черными Провалами Вдоль Стен Скамейки Без спинок Слева От входа Узкий Обезьянник Для буйных Задержанных Стол Стоит Напротив Входа И почти За спиной Николая Михайловича Лестница Скоро По ней Поволокут Пьяных И снизу Будут лететь Крики Рычания Блюющих И матерящих Салкашей Ох Как все Надоело Поморщился Елтышев Рядом С ним Устроилась Врачиха В белом Застированном До серости Калате Открыла Термос Найла В чашку Кофе Она никогда Не пользовалась Казенной Посудой Электрочайником Все Приносила Из дому Брезгуй Брезгуй И Николай Михайловичу Представилось Что она вдруг Заболевает Какой-нибудь Кожной Болезнью Сыпь Раздражение Кнойники Он Выдвинул Ящик Где лежала Оставленная Похоминам Ополовинная Бутылка Колеса Фортуны Стаканчики Шоколадка Позвал Сержантов Ну что Орлы Перед работой По капле За урожай Часов до Десяти Вечера Было Спокойно И скучно ДПСники ППСники Конечно Доставляли Задержанных Но по одному Изредка Все пьяные Были Немолодые Как назло Безденежные Падали На стул Перед столом За которым Сидели Николай Михайлович Врачиха То Помычали Вяло Доказывали Что почти Трезвые Сержанты Обшаривали Их Карманы Снимали Запястью У кого Были Часы Велтышев Производил Опись Вещей Составлял Акт Врачих Отдавало Медицинское Заключение Потом Сержанты Вели Их Вниз Заставлять Раздеться Выдавали Одеяло Запирали В камерах Палатах Возвращались В дежурку Курили Зевали А после Десяти Стало Повеселей То и дело К дверям Подъезжали И уадики И жигули В дежурку Вводили Или втаскивали Клиентов Двое-трое Были В полном Отрубе И при деньгах Хоть и небольших Но все же Радуясь Что их не обобрали При задержании Елтышев Делал Опись Вместо Трех Тысяч Трехсот Двадцати Рублей У одного Записал Тысяча Триста Двадцать Рублей У другого Вместо Двух Тысяч Пятисот Девяносто Восьми Рублей Пятьсот Девяносто Восем Рублей Мысленно Получившись Четыре тысячи Поделил Среди своих По тысяч Пятьсот Им С врачихой По пятьсот Сержант Около Двенадцати Привезли Сразу Шестерых Молодые Парни Дершистые Пьяные Конечно Но больше Возмущенные Задержанием Одному Даже руку Пришлось Заломить Улетучие Мыши Взяли Объяснил ДПСник Там концерт Сегодня Ухих Будет До жопы Вези Вези Покивал Николай Михайлович Всем Мест Найдем С парнями Пришлось Повозиться Признавать Своё Алкогольное Объянение Они Отказывались То Предлагали Договориться То Начинали Угрожать И хамить Тот Кому Заламывали Руку Утверждал Что он Журналист Ну-ка Журналист Не выдержала Обычно Молчаливая Врачиха Присядь-ка Десять Раз Что Я вам Кролик Фамилия Имя Отчество Да с какой стати С такой У тебя на лицо Вторая степень Давай Давай документы Назвавшийся Журналистом Блиткнул И стал Приседать Его повело Завалился На бок Врачих усмехнулся Ну вот А говоришь Нормальный Я устал Просто С горем Пополам Удалось Обработать парней И спустить Вниз Денег При них Оказалось В общей сложности Тысяч пять Но забирать Часть Елтыш Опасался Все-таки Не настолько пьяный Еще начнут Ходить Куда-нибудь Заявы катать Ох Жар Как Выдохнула Врачиха И достала Из пакета Бутылку с водой Лето Совсем Они Все Отопление На следующей Неделе Опять Пхолодание Обещают Без охоты Ответил Николай Михайлович С этой Врачихой Они дежурили Довольно Часто Но бывало За сутки Не обменивались И десятком Фраз Сидели За одним Столом А как бы и Порознь Каждый Выполняя Свою работу В конце Смены Делили Деньги Расходились Когда Елчишев На Елчишев На Огромное Ее Лицо На Толстые Руки Его Окатывало Отвращение Он Жалостью Представлял Мужа Врачихи На Ее Безымянном Пальце Почти Заросшие Кожей Желтелое Обручальное Кольцо Как Он С Такой Бедолага Но тут же Вспоминалась Его Собственная Жена Тоже Полная Тоже Сокаменело Угрюмым Выражением На Лице А Ведь Такой Девчонкой Была Когда Была То Лет Тридцать Назад А Потом Потекло Потекло И Нечего Вспомнить Нечему Удивляться И Не Поймешь Когда Вместо Девчонки От Которой Не Отлипал Рядом Оказалось Привычное Необходимое Но Неинтересное Существо Жена Подвозили Новых Новых Грязных И чистеньких Неуменяемых И на вид Почти Трезвых Агрессивных И тихих Ячейки В сейфе Заполнялись Разным Карманным Барахлишком В основном Убогим И бесполезным Денежных Клиентов Все не было Так Мелочь Мелочь Николай Михайлович Сидел за столом На своей половине То и дело Возвращаясь К подсчетам Сколько уже Удалось За сегодня Наварить Мечтал О приятном Сюрпризе Иногда Подходил К двери На улицу Без охоты Курил Горьковатую Яву Без аппетита Жевал Остывшие Домашние Пирожки С картошкой Пару раз Глотал По полстаканчику Водки Чтобы взбодриться Поглядывал Поглядывал На часы Время Тянулось Изматывающе Медленно А около Двух Ночи Когда поток Задержанных Прекратился Почти Остановился Теперь Если Привезут Кого Тушь точно Подзаборника Обоссанца Вонючего Бичару Ловить Больше Нечего Врачеха Достала Книжку Умятой Обложки Посапывая От удовольствия Стала читать Сержанты Сняли Сейф Нарды У каждого Занятия А он Что Николай Михайлович Елтышев Он Не имел Особенных Увлечений Жил Как-то Все По обязанности А не Для души После Седьмого Класса Пошел Учиться На слесарях Потом Два года Работал На вагоностроительном Заводе Конечно Выпивали С ребятами Ходили на танцы Двое Его свестников Занимались В самодеятельности И как-то Неожиданно И легко Вступили В училище Культуры Еще один Пошел По комсомольской Линии Еще один Занимался Борьбой Стал Мастером Спорта На соревнования Ездил Елтышев Женормально Работал Обыкновенно Отдыхал В девятнадцать Ушел в армию После нее Когда увольнялся Предложили пойти В милицию Он согласился И вот К пятидесяти годам Капитан Майор Если и светит То только Накануне пенсии Такая вот Линии жизни Правда И те Артисты Спортсмен Комсомольцы Исчезли Из виду Потерялись Никто не стал Заметным человеком Но они Пожили Наверное Какое-то время Интересно И ярко Были у Елтышевы Шанс Были Но Прозевал Отказался Слишком Долго Думал Да и Семья Держала Двое Пацанов За них Боялся И не лез в пекло А выросли Старший Никуда Не поступил В увольне Превратился В двадцать пять Ребенок Ребенком А младший С младшим Вообще Беда В драке Бахнул Одного В лоб Кулаком И сделал Клоуном Теперь вот Тот инвалид А сын На пять лет В колонии Знал Николай Михайлович Что шепчутся Об этом соседи Знакомые Сам Мол Мент А сын Сидит Ловил Иногда Усмешливые Взгляды И на работе Но Сдерживался Старался Не замечать Не принимать Близко К сердцу Иначе Боялся Тоже Кому-нибудь Перелобанит В юности Он не выделялся Силой И мощью Может От того Что жила Их семья Бедна Еле Не важно Но Годам К тридцати Пяти Заматерел Ощутил Что в себе Стальной Валун Себе Напоминал Который Если столкнуть Все на своем пути В лепешку Раздавит И сослуживцы Когда собирались В спортзале Тренажеры Помучить Удивлялись Здоров Ты Николай Михайлович Штангой По юности Не занимался А он Отшучился Борьбой Занимался Бесправил Около Четырех Внизу Стали Покрикивать Сначала В туалет Просились И сержанты Сводили Неских Потом Появились Просьбы Дать воды Домой Позвонить Выпустить Шумела В основном Компания Которую Привезли От клуба Летучая мышь Когда Крики Переросли В колочение В двери Скандирование Вады Вады Домой Домой Елтыш Не выдержал Давайте Коих Успокоим Втроем Он и Сержант Спустились Кто Тут Домой Захотел Спросил Николай Михайлович Остановившись В центре Коридора Я Я Сразу Из Неских Камер Добро Вводи Ионов Сержант Ионов Звеня Ключами На большом Кольце Открывал Двери Желающие Выходили В коридор Их Отводили В крошечную Метра Четыре Квадратных Комнатушку С большой Батареей Змеевиком Прутьями Под потолком Сушил Что ли Когда-то Была В ней Техничка Держала Швабры И ведра Мешок С хлоркой А иногда Там запирали Наиболее Буйных Потенциальных Пятнадцатисуточников Но сегодня То ли От собственных Невеселых Размышлений То ли От того Что недовольных Оказалось Так много Елшев Набил Комнатушку Под завязку Четырнадцать Человек Всех Кто требовал Выпустить Постойте Подумайте Сказал И захлопнул Дверь Поднялся В дежурное Помещение Снял фуражку Вытер платком Подсолба Ох Жарат Какая Заметила Его Движение Врачиха Надо На дачу Ехать Вишни Сливы Распаковывать Не дай Бог Сопреют Елтышев Неприязнно Мыкнул Сел За стол Дачи У него Не было Несколько Раз собирался Взять Участок Но начинал Раздумывать Подсчитывать Придется Доски Покупать На забор Домишко Какой-нибудь Строить Чернодиум Завозить И оставлял Эту затею Пережалел Конечно Да поздно Теперь Сдарма Земли Нету Каждая Сотка Какие-то Огромные Тыщи Стоит С полчаса Внизу Было Относительно Тихо Похмельные Стоны Хреплые Матерки Не в счет А потом Дверь Комнатушки Задолбили Дышать Нечем Откройте Уроды Удары Усиливались Елтышев Не выдержал Йонов Прысь С ним Там Перц Через Скважину Что-то Вообще Охренели Сегодня Сержант Ушел Крики На минуту Смолкли Набитые В канатушку Наверное Надеялись Что их Сейчас Выпустят И Возобновились Но Уже Несколько Раз Сильнее Переросли Выворачивающий Кашель Вой Когда Вой Сменился Уж Совсем Нечеловеческими Звуками Врачих Отрывала Сочтение Да Что там Происходит Пускай Поморщился Николай Михайлович Может Вестей Себя Научиться Еще Минут Через Десять По Настоянию Врачихи Дверь Открыли Из Комнатушки Вырвалась Волна Травленого Горячего Воздуха Врачиха Поперхнувшись Отшатнулась На полу Один На другом Корчились Недавние Недовольные Глава Вторая В последнее Время Валентина Викторовна Часто Стала Задумываться О Прошлом Воспоминания Накатывали Неожиданно Как приступ Болезни Придавливали Лишали Сил И приходилось Бросать Дело Каким Занималась Садиться На несколько минут Покоряться Этому Приступу Думать О прошлом По новой Переживать Моменты Жизни Словно От уколов Сдрагивать От мыслей Здесь бы Подправить Здесь И изменить Полвека Позади В общем-то Вся женская Жизнь Впереди Старость Когда-то Девчонкой Она представляла Старость Как счастливое Время Желанный Отдых Она видела Степенных Стариков И старух Достойно Умно Полезно Видит Красоту Листьев По-особенному Вдыхают Воздух Но то ли Это было Ее детскими Фантазиями То ли Старость Перестала Другой Валентина Викторовна Не чувствовала Скорого Покоя Наоборот Жизнь Требовала Отдавать Себе сил Все больше И больше Спешить Торопиться Решать Бесконечные Проблемы Переносить Беды Одну С другой И вот Уж Совсем Катастрофа Переезд Неизвестно Куда Сегодня Путь С работы Давался Особенно Тяжело Ноги Не шли Все Вокруг Люди Светофоры Машины Дома Казалось Враждебным Готовым Накинуться И задавить Или слюняво Взвизгнув Начать Совать И в глаз Ту Газету И город В котором Прожила В общей Сложности Тридцать Два Года Давно Считала Родным Тоже Был Враждебен Был уже Не ее Чужим Пройдя Несколько Метров Валентина Викторовна Почувствовала Слабость Она понимала Что вот-вот Упадет Искала Скамейку Скорее Садилась Крепко Обнимала Пальцами Деревянные Вейки Сжимала Вейки Прячься От Бегающих Перед Глазами Красных Точек Давление Что ли Сидеть Было Лучше Но Тут же Опутывали Стягивали Паути На Воспоминания Как Приехала Сюда В шестьдесят Пятом Учиться На Кого Тогда Не решила Хотелось Одного Вырваться Из Маленькой Темной Деревушки Но И Город В котором До того Была Два Раза Очень Быстро Разонравился Почти Сплошь Одноэтажный Пыльный Тоже Темный Старые Срубы Ограды Деревянные Тротуары Переполнены Такими Как она Вчерашними Колхозниками И Все Они Куда-то Спешили Неумело Толкаясь Ревели Грузовики За заборами Реликоплывана Валентина Викторовна Поступила В педучилище На учителя Русского Языка И литературы Поселили В бараке Общежитии В комнате С еще Тремя Девушками Очень Было Неудобно Стыдно Находиться Всегда На людях Но В педучилище Проучилась Она Всего Полтора Месяца В октябре Из края Центра Приехала Комиссия Набирать Группу Библиотечный Технику Валентина Викторовна Вызвалась Одной Из первых Не из-за интереса Библиотечному Делу Казала Что там Будет Лучше Прошла Теперь Задним умом Она была Уверена Что тогда Совершила Первую Большую Ошибку В жизни Лучше бы Осталась В педучилище Закончила Его И вернулась Домой Стала бы Учительствовать В родной Школе Хотя Скажи Это тогда Пятнадцатый Лет Край Центр Ее Поразил Это Был Действительно Город С Проспектами Скверами Трамваями Огромным Театром Валентине Викторовне И не мечталось Поселиться Там В одной Из Квартир Одного Из Десятков Каменных Семиэтажных Домов С полукруглыми Окнами А наверное Надо было Помечтать И Попробовать Пытали За ней Ухаживать Местные Ребята Она же Напуганная Рассказами Подруг Имена Которых Давно Забылись Про Поматросят И Бросят Про Аборты Сразу Эти Ухаживания Пресекала Даже Не танцевала Ни с кем По пути В деревню На каникулы Она проезжала Тот Городок Где Недолго Учила Спедучилище Видела Что И он Превращается В настоящий Город Из Поднимались Невысокие В четыре Этажа Но благоустроенные Дома Улицы Закатывались Асфальтом Появлялись Газоны Бетонные Столбы С фонарями На окраине Запускали Вагоностроительный Завод И бывшие Деревенские Жители Шли в рабочий Городок Стал нравиться Валентине Викторовне И Когда После Окончания Технику Моей Предложили Место В центральной Библиотеке Так что Отстроенной С новенькими Стеллажами И свежими Книгами Просторным Читальным Залом Она Согласилась Дали Комнату В общежитии Работа Была Несложной Во время Учебы Все казалось Труднее И непонятно В центральной Библиотеке Валентина Викторовна Работала До сих Пор Когда-то По дороге От нее К общежитию Встретила Молодого Сержанта Милиции За которого После полугода Дружбы Вышла Замуж Отсюда Была Уверена В 55 Лет И торжественно Проводит На пенсии Но Оказалось Придется Уволиться Раньше Времени Уйти В неизвестность Невозможно Стало Ловить Враждебные Взгляды Сослужевиц Посетителей Каждый Из которых Знала Ему же Уголовное Дело Долбилось В голове Уголовное Дело Сколько Сил Нервов Сколько Денег Потрачено Когда сына Судили А вот Через Два Года То же Самый С Николаем Если В первом Случа Ей В основном Сочувствовали Мало ли Драк Между парнями Происходит И сын Не ножом Ведь Не заточкой Врага Своего А голым Кулаком То теперь Наоборот А что Николаю Делать Было Эти Буянили Вырывались Другим Трезветь Мешали Вот он И запер В изолятор И как Просчитаешь Насколько Кислорода Хватит Как оно Все Получится Раз Он знал Что Так Пятерых Отек Легких В реанимацию Пришло Скласть Еле Много Чего Могла Валентина Викторовна Сказать Следователям Кажется Способна Была Объяснить Убедить Что ее Муж Не виноват Но ее Не спрашивали Даже Николай Запрещал Об этом Случае Вспоминать Сразу Беленился А как Не вспомнить Не говорить Если Все Теперь Вокруг Этого Крутится Что Успокаивают Себя Что Не посадили А дали Условно Четыре Года Но ведь Все равно Жизнь Рухнула И нужно Теперь Из-под Обломков Выбираться Как-то Восстанавливать Налаживать А ведь Могло Все По-другому Сложиться Останься Она В край Центре Выйди Замуж За одного Из тех Интеллигентных Тонких Юношей Которые Пугали Ты своей Тонкостью Интеллигентностью Принимаем Ею Западловатость И Жила Бо Она Теперь В миллионном Городе И Стала Бо Не И Исключено Заведующей Библиотекой Огромной Светлой Или Вообще Нигде Бо Не Работала Заботилась О доме О Муже Какой-нибудь Директор Завода Дети В институт Уж Окончили Нет Лучше Тогда Было Вернуться В деревню Учить Детишек Надежная Изба На Высоком Фундаменте Огород Королы Давно Она Не Была На Родине И Деревенская Жизнь Представлялась Как Нечто Единственно Правильное Да И Кому Туда Было Ехать Дом После Смерти Родителей Продали Деньги Разделили Между Собою Дети Все Уждавно Жившие В городах Никого Там Уродни Не Осталось Только Тетка Таня Старшая Сестра Матери Пережившая Мужа Своего И всех Троих Детей Может Ее Уж Нет Где-то За Восьмдеся Далеко Надо Бы По-хорошему Съездить Поглядеть Только Как Сейчас О Господи Их Четырехэтажный Дом Один Из Первых Построенных В городе Многоквартирников Сегодня Показался Валентине Викторовне Убогим Покосившимся Особенно Обшарпным Наверное Самозащита Так Работала Ведь Очень Скоро Этот дом Будет для нее И ее семьи Чужим Им тут Скоро Не жить Во дворе Она снова Присела Отдышалась В состоянии Такое Словно Взобралась На высокий Холм Глянула По сторонам Напротив Еще одна Такая Четырехэтажка Путноватые Стекла Балконы Забиты Старой Мебелью Какими-то Досками Расползшими Сокоробками Во дворе Детская Площадка С песочницей Деревянной Поломанной Горкой Качелями Которые Пронзительно Скрипели И есть На них Качались Заросшая Полынью Хоккейная Коробка На растянутых Между полями Веревках Сушится Сероватое Застиранное Белье Безрадостная Конечно Картина Даже Золото Сентябрьских Листьев Не особенно Ее украшает Но ведь Столько Здесь Прожито Здесь Сыновья Ее выросли Через Силу Тяжелым Рывком Поднялась Нужно Идти Ужин Готовить И разговор Предстоит Сегодня Николай С начальником Гува Доверисовым Должен Встретиться Сегодня Должно Стать Ясно Или Все-таки В пропасть Их Семья Полетит Или Еще Есть Шанс Удержаться Сама Открыла Ключом Дверь Вошла В большой Комнате Бубнил Телевизор В ванной Шипел Душ Но Несмотря На живые Звуки Атмосфера Тревожная Гнетущая Вот Покойник В доме Вспомнил С Валентиней Викторов Подговорка Она тут Себя Обругала Испуганно Просящий Добавил Не дай Бог Не дай Бог Хотела Поздороваться Объявить О своем Приходе Как делала Обычно Но не Стала Молча Сняла Сапоги Повесила Навешал К пальто Николай Сидел В кресле На экране Телевизор Скакали Полуголые Худые Девицы Наперебой Пели Слабыми Голосками Отмени Мой Домашний Арест Отмени Мой Арест Сострадание К мужу Тут же Сменилось Раздражением Негодованием Даже И Валентина Викторовна Жестко Спросила Ну что Что Николай Как-то Пугливо Взглянул На нее Взял Журнального Столика Пульт Сделал Звук Телевизора Тише Поговорил С Верисовым Поговорил Не поняв Что ждать Хорошего Нечего Валентина Викторовна Все же Задала Новый Вопрос И Как Как Винов Все Николай Крихтя Пошевелился В кресле В течение Месяца Освободить Площадь Верисов Сам на Иголках Сплошные Проверки Начальник Службы Собственной Безопасности Новый Из края Поставили Он Еще Говорил Говорил Что Бессветная Виновата Тоном Объясняющего Где Загулял Вчера Муженька Но Валентина Валентина Викторовна Не Слушала Мозгу Засела И Повторялась Одна Фраза В течение Месяца Освободить Это Значит Выселяться Со Всеми Вещами Горшками Телевизором С клявом Телевизором На глаза Детский Квартиру Ранее Думать Та Что Эта Квартира Ведомственная Не их И Такой Рано Или Поздно Случилось Бы Не Стало Боя С Нового Взрыва И Тут Как Светом Блеснуло В голове Нашелся Выход Тогда Может Быть Так Деревню Сорок Километров Отсюда В эту Поморщил Лоб Николай В твою Сам Он был Местный Городской Но Давно Растерял Родню А тот Барак В котором Провел Детство Снесли Еще В Семидесятых А Куда Еще Там Тетка Жива Наверное Изба У Нее При Слове Изба Артем Опять Чуть Бол Не Хмыкнул Валентина Викторовна Заметил А Что Что Еще Вот Работал Б Учился Двадцать Пять Лет Мужику А Все Как Этот Но Ты То Работаешь Перебил Муж А Тут Что Ль Мотаться Каждое Утро Уволюсь Не Могу Больше Видеть Их Я Тоже Не Убийца Себя Чувствую Николай Крихтнул И Отвернулся Некоторое Время Молчали Сын Ежился Мерз Но Видимо Понимал Что Взять Пойти Сейчас Одеваться Опасно Разорут Что Ему Все Равно Нужно Дотерпеть Ну Первый Заговорил Валентина Викторовна Как Завтра Возьму Отгул Съезжу Может Может И Ничего Там Уж Нету А Посмотрел На мужа На сына Как Ведь Надо А Они Молчали И Валентина Викторовна Опять Стала Терять Терпение В горле Заклокотал Крик Куда То Ведь Надо Деваться Нам В конце От Концов Сошлись На Ее Варианте Муж Обреченно Сын Казался Равнодушным Валентина Викторовна Переоделась В халат Пошла На кухню Готовить Ужин Достал Из-под Морозильника Размороженный Кусок Свинины Поставила Воду Для Рожек Выбрала Из Корзинки Луковицу Движения Были Четкие Заучные Десятилетиями Повторения Но Стоило Взглянуть На Какую-нибудь Вещь На Кухонный Шкаф На Домаш Не Используем Ручную Соковыжималку На Форму Для Торта И Руки Опускались Каждая Вещь Словно Кричала Вопила Жалобно И Настойчив Возьми Меня Не Выбрасывай Я Пригожусь Вы Представляли Скорые Неотвратимые Часы Когда Нужно Будет Упаковывать Сортировать Вытаскивать Мебель Куда-то Ее Грузить Валентина Викторовна Боролась С желанием Бросить Нож Сесть На Табуретку Зажмуриться Не Быть Пошел Николай Пустоял Необычно Для него Нерешительно Переминаясь С ноги На ногу Потом Предложил Может Я Это За бутылкой Схожу Что-то Трясет Прямо Напряжение Снять Валентина Викторовна Кивнула Сходи Только Получше Купи Какую Ей тоже Хотелось Немного Выпить Глава Третья Деревня Называлась Мураново Протекающей Рядом Речки Муранки Когда-то Двыл Село На Холмике Стояла Церковь Которую В шестидесятых Снесли И поставили На ее месте Похожий На Амбар Клуб Главной Улицей В Муранове Была Дорога В дальнюю Деревню Тигрицкая Дорога Была Асфальтированной Но асфальт Давно Разбила Совхозная Техника Его не Ремонтировали Шофер Когда подгонял Свой Зилок К дому И изматерился Тщетно Пытаясь Объехать Ямы И Рытвины А Валентина Болезненно Морщилась Представляя Как колотится В контейнере Посуда Техника Изба Изба Тетки Татьяна Находилась В самом Центре Деревни Справа Через Три Двора Контора С почтой Еще через Двор Магазины Из которых Работал К1 Остальные Два Наглуха С давних Пор Заперты Слева От Избы Тетки Была Двухэтажная Школа Самая Старая В деревне Здание А почти Напротив Клуб И Воднапорная Башня Последний Месяц Николай Михайлович Несколько Раз Сюда Приезжал Привозил Какие Вещи Сдавал Документы На прописку Слегка Подремонтировал Комнату Где Представило Жить Вроде Б Немного Свыкса В смысле Что Это Теперь Их Дом Но Каждый Раз Теткина Изба Вызывала У него Почти Нечто Похожее На Ужас Ужас Перед Тем Как Перезимуют В ней Сколько Предстоит Сделать За Лето Чтобы Следующую Зиму Встретить В Более Менее Человеческих Условиях Николай Михайлович Приезжал Сюда На Автобусе Москвич По закону Подлости Был серьезно Сломан Ни с кем Из местных Старался Не заговаривать Поменьше Общаться С хозяйкой Она Маленькая Сохшаяся В основном Сидела на Табуретке Возле Непомерно Большой Для такого Домишки Закопченной Полосами Печи Смотрела В пол Выцветшими Стянутыми Морщинами Глазами Поначалу Обнаружив Во дворе Гниловатую Но Пригодную На первое Время Доску Николай Михайлович Обращался К тетке Татьяне Можно ли Использовать Она тяжело Взмахивала Рукой Сучком Вздыхала И Нет уж На что уж И вскоре Елтышев Перестал Ее Спрашивать Почти Не замечал Утепляя Пол Потолок Вынося Из комнаты Развалившийся Стол Его место Должна Была Занять Часть Стенки Из Квартиры Николай Михайлович Не верил Да и Не желал Верить Что теперь Это дом Для его Семьи Теперь Им В этом Покривившемся Срубе Жить Может быть Отсюда И с женой Когда-нибудь Понесут На кладбище Но Был Нанят Зил Контейнер Заполнен Тем Что составляло Обстановку Двухкомнатной Квартиры Ненужные Вещи Оказались На мусорке И водитель Торопил Ехать Когда В последний Раз Обходили Пустые Посветлевшие Комнаты Жена Взвыла Как на похоронах Повалился Николай Михайлович Подхватил Ее Быстро И грубо Вывел На площадке Дал ключ На чхозу ГУВД Подсадил Валентину В кабину Сказал сыну Что ждут Его в деревне Артем Должен был Добираться Автобусом Оглянулся Ногую Не так давно Купленную Стеклянную Тумбочку Шофер Помогать Не вызвался Покуривал Слушал Магнитофон А где же Ручки Пела в кабине Где же Наши Ручки Иногда Выходил Размяться Заглядывал В контейнер И досадливо Кривился Убывало Медленно Тетка Стояла На низком Крыльце Скорбно Наблюдала Как носит Вещи Она Попыталась Была Принять Участие Но не смогла Дойти До ворота Несмотря На середину Буднего дня Улица Была Пуста Хотя Николай Михайлович Казалось Что Изо всех Окон Изо всех Заборов За ними Наблюдают Следят Левопытный И вот Один Не выдержал Появился Подошел Здоровенько Высокий Сухой Запущенный Почти Ставший Уже Бродой Щетиной На голове Черно-рыжий Комок Зимней Шапки С приездом Спасибо Елчу Было Не до разговоров Вытянул из Контейнера Мешок С одежды Понес Комната Заполнялась Быстро Николай Михайлович Сунулся В летнюю Кухню Придется Сюда Че Местный Ждал Машины Помочь Может А то Гляжу Ну Помогите Елчу Предстоял Холодильник Мужик Оказался Слабым Больше Кряхтел Стонал Чем-то Скал И постоянно Комментировал О Вот Табуреточки У меня Такие Шпачки Добрый Полк Люстра На семь Лампочек Николай Михайлович Казалось Что он На аукционе Где распродают Его пожитки Но дело Все-таки Пошло Поживее И приехавший В половине Второго Артем Застал Контейнер Почти Пустым Отнес Одно Другое И все Ну вот Облегчен Будто Потрудился Больше Других Выдохнул Водитель Свел Стальные Створки Лязгнул Засовом Выжидающе Посмотрел Николая Михайлович А Да Тут Понял Достал Бумажник Выбрал Две сотни Держи За перевозку Он уже заплатил В агентстве Но нужно было Отблагодарить Личные Шофера Что Не капал На нервы Не мешал Довез В конце Конца В без Неприятности Благодарю Шофер еще раз Выдохнул Прыгнул За руль И перед тем Как захлопнуть Дверце Пожелал Счастлив Вам И вот Шевкинул Щелкнул Зажигание Тыркнул Трамблер И мотор Завелся Из выхлопной Трубы Вырвался Синеватый Столб дым И когда Зил Тронулся Медленно Но безвозвратно Разрывая Последнюю Нить С прошлой Жизнью Снова Пахарона Завыложена Да Перестань ты Вспылил Николай Михайлович И без тебя И почувствовал Желание Толкнуть ее Тоже Взвоить Сдержался Вцепился Взглядом В коричневый Прямоугольник Контейнера Который Становился Меньше Меньше Дорога Пошла По отгуру И вот Контейнер Исчез Но еще Долго Все трое Елтышевых Муж Жена И их сын Стояли У раскрытых Черных ворот И смотрели В ту сторону Куда уехал Зил В сторону Голода Чего Подул голос Местный Может Это Зановосельца Меня Юрк Звать Я тебя Валентин Помню Помню Как приезжала Валентина Викторовна Обернулась К нему Гляделась Но не узнала Тот вроде Как обиделся Юрк Я Карпов Дядя у меня был Саня Карпов Тоже Вы Сим В одном Классе Да Да Покивала Валентина Викторовна На без эмоций Думая о чем Другом Ну так Чего Отметим А Да Встряхнулся Оторвался От дороги Елтшев Достал Полтинник Хватит Да Да У нас Есть Юрк Принял Бумажку Покрутил Будто Убеждая Что Она Настоящая Кивнул Почти Побежал По улице Магазин Кажется В другой Стороне Удивился Николай Михайлович И тут же Переключил Внимание На другое Сказал Сыну Закрывай Ворот Наблюдая Как Артем Толкает Обвисшие Хрипкие Створки Добавил С грековатой Шутливость Давай Приучайся Сидели За большим Дощатым Столом На кухне Ждали Юрку Жена Разогревала На плитке Приготовленной Утром В квартире Тушеную Картошку С мясом Тетка Татьяна Покачивалась На табуретке Что Тихо Бормотала Словно Ругалась На себя Что Пустила Чужих И теперь Приходит Стаг Ютиц В уголке Пахло Сопревшей Пылью Старостью Лекарствами Бугристая Штукатурка На стенах Казалось Вот-вот Начнет Отваливаться Кусками Толочная Балка Не выдержит И переломится Весь дом Превратится В горку Сухой Звездки И слевшей Пакли Черных Будто Обгоревших Деревяшек И Николая Михалыча До зуда В скулах Потянуло Вскочить Выбежить Прочь Спрятаться В безопасности И в то же время Хотел засучить Рукава Начать Строить Новый Просторный Дом С отдельной Для себя Комнатой На втором этаже Для отдыха Обитая Одеялом Дверь Со скрипом И хрустом Открылась Вошел Пригнув Голову Юрка На лице Улыбка В руках Бутылка Почему-то Без этикетки Заждались Поставил Бутылку На край Печной Плиты Снял Шапку Ударил Ею По колену Отчего По кухне Спанули Капли Чаза Новосельца Да ты-то Чего Тихо Удивилась Тетка Татьяна Но не договорила Закачалась Снова Николай Михалыч Коротко Бодровато Как бывало Дома После смены Выдохнул Велел Жене Давай Мать Накладывай А сам Выставил Рядок Толстенький В форме Спашка Стопки Подсевший Юрка Без церемонии Зубами Выдернул Из бутылки Пластмассовую Пробку Таких Пробок Николай Михалыч Не видел Уж Несколько Лет Стал Разливать Из стопок Сильно Запахло Водкой Елчишев С подозрением Следил С движениями Юрки Бутылка Без этикетки Ядковатый запах Ему не нравились Но пока что Молчал Артем Притулился С краю Стола Позевывал Брезгли Возирался Валентина Викторовна Поставила На центр Глубокую Тарелку С картошкой О Обрадовался Юрка Горяченько Но Вздрогнем Подхватил Стопку Тетя Позвала Валентина Викторовна Исть Будешь Таня Определенно Пошевелила Рукой Исть Усмехнулся Про себя Елтышев Быстро На деревянский Переходим Юрка Торопил Но Пьем Нет Чокнулись Виловато Безрадостно Николай Михайлович Осторожно Отпил Рот Обожгло Вкус Был Ядовитый Через водку Отдавал То ли Керосином То ли Растворителем Что Что это Вы притащили Это Пить нельзя Жена Сын Испуганно Поставили стопки А Юрка Ухнув Быстро Закусил Мотнул Словно После удара Головой И уж тогда Удивленно Пожал Клечами А чего Нормальный Испиртович Через резиновый Шланг Так пропущен От этого Так Да петь Не бойся И стал Наливать Себя По новой Елтуша Задресло Раздражение С сегодняшнего дня Готово было Выплеснуться На этого гостя Взять За шкирятник И вышвырнуть За порог Нельзя Было В магазине Купить Сдерживая Себя Внешне Почти Спокойно Спросил Я отдал Кажется Достаточно В магазине Хе Да в магазине У нас Водки Изгод уж Нету Пива Только Почему Нету Да сертификат Какой-то Не получили Что-то там Такое Юрка Поднял стопку Да ладно Пейте Нормальный Говорю Спирт Неожиданно Пил Артем Хыкнул Придушина Бросил в рот Картошину Глянул на родителей Сказал как-то С вызовом Не умрем Наверное Наверное Верное Николай Михайлович В пятом-седьмом Классах Когда необходимо Быть активным Подвижным Котом к драке Защите своего Я Артем любил Тихие занятия В детском саду Куда ходил С плачем Чаще всего Лепил из пластилина За столиком Катал в уголке Машинки В школе На переменках Сторонился Носящихся Одноклассников Одно время Чувствовал Тягу К книгам Особенно К тем Где описывались Путешествия Исследования Дальних стран Но ни одну книгу От корки До корки Не осилил И стал Выхватывая Взглядом Отдельные строки Даты Фамилии Рассматривал Иллюстрации Родители В виде его тихости Иногда говорили С усмешкой Философ растет Все думает Но Артем Как-то особенно Ни о чем Не думал Мало что Замечал Запоминал Каждый новый день Встречал без радости Еще лежа В постели Представлял Сколько всего Будет за этот день В какой круговорот Только стоит Подняться Он попадет И подниматься Не хотелось Укрыться Одеялом С головой Оставив Лишь узкую Щелочку Чтоб дышать И лежать Там Лежать В полудрем Покой Вбегала мама И начинала тормошить Ты че лежишь-то Будильник ведь Прозвенел А рядом прыгал Брат Тоже донимал Вставай Тяма Погнали В школу Был бы он Артем Каким-нибудь Больным Низкорослым Наверное Было бы лучше Понять Не ему самому Почему он такой Но он рос здоровым Крепким Будет занимался Физкультурой Физкультуру Он не любил Больше всех Других уроков И в то же время Каким-то Однажды Он услышал Слово Поразившее его Слово это Произносили Не в его адрес Но с тех пор Артем часто Мысленно повторял Обращая его К себе Недоделанный Обидное Но точное Слово Лет в четырнадцать Его стало Всерьез Пугать Что он Ничем Не интересуется Нет у него Каких-то Увлечений Пробовал Ходить В кружки В авиамодельный На бокс Руководитель Говорил Что Есть у него Данные Про дочь Слабой Реакции На шахматы К филателистам Но быстро Бросал Неинтересно На шестнадцатилетие Ему подарили Гитару И самоучитель Артем Зажег Стал Разбирать Аккорды Пробовал Копировать Мелодии Известных Песен Дело Шло Медленно На туго И вскоре Артем Забросил Гитару Зато Брат Казало бы Случайно Взяв ее В руки Сносно Заиграл Модную Тогда Песню Группы Кино Звезда По имени Солнце Вообще Денис Хоть и был На два года Младше Артема Постоянно Его обгонял Почти Во всем Первым Научился Ездить На двухколесном Велосипеде Первым Закурил Когда Артем Так почувствовал В этом Потребность Поцеловался С девушкой Даже Два года В армии Его не переделали Со Службой Которой Родители Относились Странно Спокойно Даже Были Ей Рады Ему Повезло Оставили В своей Области И после Учебки Отправили На локационную Станцию Откуда Артем Видел Родной Город Увольнение Давали Часто И разу Два В месяц Его Проведывали То родители То Денис С приятеля В В Тоже Осень Когда Артем Вернулся Призвали Брат Определили В десант Служил Далеко Водскус Не приезжал Родители Извели Каждый День Ждали Писем Смотрели Страшные Выпуски Новостей Как раз Тогда Началась Вторая Чеченская На войну Денис Не попал Но вид Приобрел Бывал Его парня Ходил С перевальцем Долго После дембель Носил Форму Хищно Посапывал Перебитым Носом Всегда Был Настроен Подраться Собирался Наняться То в Иностранный Регион То в Спецназ Родители Хоть и продолжали За него Тревожиться Просили Вести себя Поумереннее Но видно Было Гордились Настоящий Мужейк Получился А в итоге Через Полгода Во время Драки Долбанул Одного В лоб Кулаком И получил Пять лет Страшный Был период Между арестом И судом Когда Артему Казалось Что он Тоже Свихнется Как и тот Которому Брат Раздробил Лобную Кость Но В то же Время Где-то Глубоко В душе Артем Был Рад Случившемуся Будто Перехитрил Не то Чтобы Брата А кого-то Огромного Мудрого Который Всегда Выделял Дениса Дарил ему Силу И смелость И вдруг Увидел Что ошибся Дальше Дальше Спрашивать Но Ты Куда Ты Это Ты Ты Оскорбляло Больше Всего В нем Слышалось Ненаистное Артему Слово Недоделанный Он Постоянно Устраивался На работу Одним Из главных Занятий С двадцати Лет Было Хождение По Объявлениям О найме Продавец Книг На Уличном Развале Разнорабочие Настройки Грузчик На рынке Монтировщик В Дворце Культуры Случалось Его Брали Даже Делали Запись В трудовой Книжке А через Две Три Недели Через Месяц Давали Понять Что Недовольный Еще Через Неделю Предлагали Написать Заявление По Собственному Желанию И Артем Тоже Уж Измучившись С удовольствием Писал Вздыхал Облегченно Забирал В бухгалтерии Расчет Подойдя К дому Изображал На лице Расстроенность И Извиняющим Сетоном Говорил Что Его Уволили И Он Не Знает Почему Скрывался В своей Комте Падал На Кровать Отворачивался К стене И Сныл Слегко И Радостно Как Бывает Когда Чувствуешь Что Выстрел Неделю Другую Родители Его Не Трогали Даже Сочувствовали Что Он Опять Потерял Работу Для Них Десятки Лет Сидевших На Одном Месте И Отказалось Действительно Трагедии Но Потом Отец Начинал Хмуриться Мать Как Тычком Ставила Перед Ним Тарелку С Едой Словно Говорила Этим Вот Тебе Дармоед И Артем Брел По Объявлению Вяло Объяснял В отделах Кадров Что Он Умеет Почему Так Недолго Пребывал На Прежних Работах Обещал Быть Дисциплинированным Не Прогуливать Не Филонить Но Через Он Знал Неважно Хотя Вроде Что Там Знать Родился И Вырос В Центре Центром Ограничивался Город Для Него Скучноватые Четырехэтажные Пятиэтажные Здания Внушительный Пятидесятых Годов Кинотеатр Победа Сквер Вокруг Памятника Ленину Рынок Автовокзал А Вокруг Бесконечные Кварталы Частного Сектора Кривоватые Почвы Болотистые Избенки Огороды В частном Секторе Артем Бывал Редко Сколько Себя Помнил Между Центровыми И деревни Существовала Вражда Когда-то В семидесятые Случались Массовые Побоища С участием Не только Молодежи Но и Взрослых И несколько Человек Обязательно Попадали В больницы На севере Города На так Называемой Горе Хотя Это была Лишь Небольшая Возвышность В конце Восьмидесятых Появился Микрорайон Светло-серых Девятиэтажек Микрорайон Имел свой Торговый Центр Кинотеатр Школу Универмаг Вниз Обитатели Горы Спускались Редко В основном Выходные Работало Большинство Из них На вагоностроительном Заводе Восточной Горы А Некоторые Из центровых Вообще Не бывали В микрорайоне Вы В числе Артем Приятели Там Не жили Интересных Мест Не было И нагромождение Высоких Домов Пугало Казалось Что он Там Запросто Может Потеряться Пропасть Город Окружало Холмистые Вечно Желтые Степи На одном Из холмов Можно было Разглядеть Коробочки Строений Спичку Антенны И похожий На миску Радар Там Артем Прослужил Полтора Года На южной Окраине Города Текла Река Быстрая Холодная Мелкая Купались В ней Лишь Уверенные В своем Здоровье Люди Или Пьяные Которые Довольно Часто Тонули Река Сбегала С Саянских Гор Почти Неразличимых Из города Вверх По течению Моторные Лодки Ползли Кое-как Со стороны Казалось Что они Почти Индивируются И не верилось Как это Век Назад Староверы Тянули Туда Верховье Лодки Совсем Необходим Для Отдельного От всего Остального Мира Существования Они Уходили В тайгу Чтобы Уже Не возвращаться Нигде Кроме Родного Города Артем Не был Иногда Когда Очень Донимала Тоска Ходил На вокзал И смотрел На поезда Знал Те Что Направляются Налево Через День Два Три Будут В Иркутске Чете Хабаровске Владивостоке А те Что Направо Рано или поздно Окажутся В Новосибирске Тюмени Свердловске В Москве Но Зная Это Артем Ничего Не мог Нарисовать Воображение Москва И Питер Ищи Выделялись Каким Знакомым По телепередаче Дворцом Или площадью А остальные Были Просто Кружочками На карте Он Чувствовал Что Растворяется В родных Кварталах Становит Чем-то Вроде Скамейки Фонарного Столба Одного Из многих Деревьев Сквер Мимо Идут Идут Люди И никто Не замечает Не выделяет Его И он Тоже Почти Никого И ничего Не замечает Ничему Не удивляется Панцирь Твердый Окостеневший От пыли И копоти Если Он Будет Жить Вот так Как Живет Будет Видеть Одно И то У него Никогда Не появится Ненастоящего Друга Ненастоящие Девушки Которые Что-то В нем Изменят И изменят Что-то Очень важное Потащивают Вверх По течению Или попив И Наверное Поэт Артем Не сопротивлялся Когда Родители Решили Переезжать Страшно Конечно Было Порой До того Что тянуло Заявить Что никуда Не выйдет Из своей Комнат Не будет Собирать Вещи Это напоминало Много места Для игр Много Неба Ярко-зеленая Теплая Трава В которой Приятно Барахтаться Казалось Что в деревне Всегда Лето Двадцать Пять Лет Верить В это Конечно Было Нелепостью Но Против Воли Что-то Такое В душ Отлело Грело Когда Ехал На Разболтанном Пазике Сидел В заднем Ряду Глядя В пол Кого-то Видеть Давать Повод Разглядывать Себя Не хотелось Вообще Не хотелось Понимать Что Происходит Но С каждым Километром Он Отдалялся Все Дальше От родного Города Он Словно Скатывался Под откос И боялся Что Вот-вот Сорвется В черную Яму И Одновременно С этим Жутким Ощущением Всплывали Не в памяти Даже А где-то За ней Солнечные Блики Сочная Зеленая Мягкая И Широкая Была Крошечная Но странно Крепкая Надежда Уверенность Скорее Что Над ней Ямы В которую Срывается По этой Качковатой Выщебленной Дороге Он Идет Новую Жизнь Какую-то Пусть и Сложную Тяжелую Но Настоящую Кончится Это Медь На Период Полудетства Начнется Взрослость Даже Родители Обязательные Неизменные До этого Сейчас Не Виделись Впереди А Виделась Там Изба Со Многими Окнами В Которые Бьет Солнце Просторный Двор Вкусный Воздух Речка На которой По вечерам Так Хорошо Порыбачить И Главное Силуэта Пока Неизвестных Но Необходимых Для его Новой Жизни Людей Уже Через Несколько Минут После Приезда Артем Догадался Почему Отец Не брал Его С собой Ремонтировать Дом Готовить Место Для Вещи Да Это Была Яма Ее Черное Беспросветно Черное Дно Черное Как Бревна Их Жилищ Проснувшись После Новоселья С тяжелого Хоть и выпил Граммов Сто пятьдесят Похмелья Артем Решил Сразу же Пойти На остановку Сесть В автобус Вернуться В город Там Куда-нибудь Деться Кому-нибудь Из парней Попроситься Пожить За это Время Как-то Устроиться Общежитие Или Гараж Ведь есть С печкой Как здесь-то Он Провел Эту ночь На раскладушке Его Кровать В комнате Не поместилась Родители Спали на диване Совсем рядом Даже Прохода Не осталось Воздух Был Холодный Неживой И Откинув Одеяло Артем Сразу Азиап Затрясся И поскорее Снова Закутался Принял Более-менее Удобную Позу Так Чтобы Железная Трубка Раскладушки Оказалась Меж Ребрами Не очень Давил Слушая Похрапывание Матери Отца С обидой Бессильной Детской Подумал Я Что Пусть Они Решают Устроили Дни Стояли Темные Предзимние Заполняли Их Перетаскиванием Скарба С места На место Поиском Во множестве Коробок Мешков Тюков Какой-нибудь Нужной Мелочи Бабка Татьяна Сидела У печки И наблюдала За малознакомой Родней С подозрительной Покорностью Будто Рылись Они В ее вещах Постоянно Возникали Трудности То Что В квартирном Быте Делалось Почти Незаметно Здесь Разрасталась До серьезной Почти Непреодолимой Проблемы Главной Была Вода Вода Бралась Из колонки Колонка Находилась Рядом На другой Стороне Улицы Но Давление Было Слабым Вода Текла Тончайшей Струйкой И Чтобы Наполнить Ведро Приходилось Тратить Минут Семь На холоде Не очень-то Приятное Время Препровождения Ведра Приносились Домой И Выливались В двадцатилитровый Бак Оттуда Воду Черпали Для умывания Мытья посуды Грязную Сливали В двенадцатилитровое Ведро Под умывальником Приносилось На зады Огороды И Выливалось В заросли Крапивы В первое Время Пока Не научились Экономить Помойное Ведро Приходилось Выносить На зады Раза По три-четыре На дню Мытье Посуды Было Целым Процессом Мыли В большой Металлической Чашке Сначала В одной Воде Горячей Затем Мыли Саму Чашку Стенки Которые Покрывались Слоем Жир Затем Наливали Нагреть Достаточное Количество Даже с помощью Электрочайника Никак Не получалось Эту Вторую Воду Приходилось Менять Раза Два Так Она Опять Быстро Становилась Жирной И Ферри Не Помогала Особенно Тяжело Было Мыть После Горядины В туалет По-большому Артем Не мог Сходить На новом Месте Несколько Дней Так же С ним Было Когда Призвали В армию Да и По малой Нужде Шел В похожую На собачью Будку Сортир Когда Сил Терпеть Не Оставался Отверстие В полу Было Почти Заполнено И Отец Собрался Было Строить Новый Нужник Но Земля Уж Схватилась Морозом Решил Отложить До весны Сказал Кабушутливо Ломиком Будем Сталактеты Оскалывать А потом Помрачнел Вот С банькой Что делать Баня Стояла Между летней Кухней И стайкой С курицами Крошечная Постройка Без предбанника Пол Сгнивший Полок Обрушился Железная Печка Прогорела Мыться Здесь Казалось Невозможным Вообще Невозможно Было Представить Как В этих Условиях Может Существовать И оставаться Человеком Бабка Татьяна Бессильная Еле Передвигающаяся Она Все же Не заросла Грязью В комоде У нее Лежало Чистое Белье В хлебнице Был мягкий Хлеб В подполе Запасы На зиму Несколько Первых Дней Артем Никуда За ограду Не выходил Только За водой Территория По ту сторону Забора Была Враждебной Опасной Хотя Людей Он видел Мало Изредка Пробредали Старики И старухи С матерчатыми Сумками В магазин Быстро Протопывали Мужички Прокатывался На звенящем Велике Какой-то Пацаненок Машин Почти Не проезжало А знакомое Гудение Рейсового Пазика Было Мучительно Сразу Вспоминалось Прошлое Совсем Недавнее И наверняка Навсегда Утрачено Сейчас Сделает Круг Водила Поставит Автобус В гараж Придет Домой В квартиру На пятом Этаже Примет Душ Поезд Пойдет В кресло Перед Телевизор У них Тут Два Телевизора Черно-белые Бабки На рекорд И Самсунг Привезенный С собой Но что Толку Смотреть Не хочется Да и Возможности Нет Все Груда И свалено Тесно Приткнуться Негде Даже Хотелось Быть Одному И Артем Часами Сидел В холодной Летней Кухне На стуле Дело И вид Что-то Разбирается В своих Книгах Кассеты Пластинки Какие-то Бумаги Книги Коробочки Из-под Давно Сломавшихся Фотоаппарата И плеера Все это Было Теперь Ненужно Все Стало Лишним Надо Были Когда Очищали Квартиру Вынести На помойку Зато Того Что Немного Облегчило Нынешнюю Жизнь Не хватало Не Было Удобной Обуви В которой Можно Выбегать Замарать Не было Хорошего Топора Гвоздей Тряпок Фонаря Как только Немного Обустроились Мать Поехала В город Звала С собой Артема Но он Отказался Как сильно Хотелось Убежать Отсюда В первое Утро Так было Страшно Увидеть Теперь Родные Нуж Не Его Улицы А Мать В ту Поездку Окончательно Уволилась С работы Купила Мясо Сосисы Колбасы Водки Вернулась Отчаянно Радостно И словно Избавилась От чего-то Разрубила Мешающий Узел И выпила Тем вечером Так что Еле дошла До дивана Днем Деревня Была Пуста Почти Безлюдно Тиха Зато С наступлением Сумерек Возле Клуба У магазина Начиналось Оживление Слышался Хохот Девичьи Взвизги Трещая Мотоциклы Все Гужбаню Отца Ворчала Бабка Заглядывая За занавеску Но Сейчас Спотеешь Стало А летом Там Уж до утра Не уснешь Бесиво Без остановки Скорее Морозы Удали Артема Звуки Внешней Жизни Тоже Раздражали Но Иначе Хотелось Туда Лучше Уж Если Его Привезли В эту Нору Ничего Чтобы Вокруг Не было Но Вокруг Все-таки Была Жизнь Была Молодежь И Однажды Он Не Выдержал Сбрил Успевшую Отрасти До бородки Щетину Досталось Чемодан На выходные Джинсы Свитер Ты Куда Собрался Тревожно Нахмурился Отец Пойду Тут Погуляю Артем Втянул Голову В плечи Ожидая Что Сейчас Раздаст Нет Никаких Гуляний Пьянь Там Одна Но Мать Перебила Это Отцова Только Осторожней И Не До Ночи Артем Кивнул Ухукнул Вышел В стенки Через Них Во двор У калитки Приостановился Нащупал Деньги В кармане Стараясь Вспомнить Сколько Там Рублей Сто Пятьдесят По крайней мере На билет Хватит Стоять Послушать Музыку На людей Посмотреть Высокое Просторное Крыльцо Клуба Было Заполнено Парнями Курили Шуршали Пластиковыми Стаканчиками Целлофанов Мешочками Закуской Рассказывали Что-то Друг Другу Рассказав Гоготали Заражая Гоготом Остальных Ну Увидели Подходящего Артема Замолчали Как-то Остолбенело Смотрели На него Артем Вспомнил Фильм Про ковбоев Там Так же Остолбенели Когда В салоне Появлялся Чужак И он Подходил Готовый Вот так Получить Удар Пулю Здорово Протянул Один из парней Плотный Мощный То ли с рябым То ли С угреватым Лицом Добрый вечер Артем Коротко улыбнулся Дискотека Сегодня О Тивок Танцы Еще один Маленький Щуплый Хотя Наверняка Заводил Вдруг Оправдывающимся Тоном Объяснил Дядь Вась В запой Опять Кино не кажут Вот танцы Да Сочувствовал Артем И поднялся На две ступеньки Тут же ему Протянули Пачку Примы С выбитым Наружу Концом Сигарет Будешь Он вынул Поблагодарил Прикурил От в отставленной Сжигалки Вообще-то Он не курил Иногда Лишь Выпив Но сейчас Чтобы Расположить Парней К себе Закурить Понял Нужно Слушай Тебя Артем Ведь звать Спросил Плотный Да Я вон там У бабы Тани Живу Да мы знаем Это самое Тебя Случаем Тридцатника Нету Выпить Охота Окончилась Артем Ждал Этого Вопроса И обрадовался Ему Знакомство Двигалось Удачно Он достал Из кармана Одну бумажку Оказалось Полтинь Парни Оживились Плотный Передал Деньги Артему Высокому Камуфляжной Шапочке Болтон Сгоняй Потом Стали Представляться Плотный Оказался Глебычем Щуплый Нямой Еще один Узкоглазый Цоем Вела Редис Вица Продолжали Сыпаться Клички Артему Стало Неловко Отвечать На них Просто Именем Вспомнил Что брат И приятели В городе Звали его Обычно Тяма И Артем Перешел На кличку Во Ням Хмыкнул Глебыч Почти Теск Твой Парни С готовностью Заржали Принесенный Спирт На вкус Был такой же Какой пил Артем В первый день Здесь Отдавал Чем-то Химическим И жены Везины Он Сделал Глоток И передал Стаканчик Нями Тот Поглотил Остальное Причмокнул Вот И была Конфета Морозило Парни В легких Свитерках И Ветровках Не мерзли Казалось Готовы были Стоять Так На кольце Перешучиваясь И поталкиваясь Всю ночь За дверью Слышалась музыка Красивая И нежная Под которую Так хорошо Обнять девушку Затоптаться С ней На свободном Пятачке Приблизить Лицо К ее Восам И Артем Не выдержал Ребят Может Внутрь Войдем Глебович Поморщился А что там Делать Бобью Одно Ну Потанцевать А Догадался Сой Тебе Телку надо Погнали Покажу Кого там У нас Разобраны Но выбрать Есть Вальку Ему Сказал Глебович Парни опять Зажали Вальк Самый То Мягкое И ободрительно Подталкиваемый В спину Артем Вошел В клуб Сразу За дверью Был довольно Просторный Зал На стенах Мигали В разнобой Елочные Гирлянды Слева Стоял Кассетный Магнитофон Из которого Лилос Небо Уронит Ночь На ладони Нас Не догонит Нас Не догонит В центре Зала Танцевали Нескать Девушка И извиваясь Друг перед другом Еще с десяток Сидел на скамьях Вон Та Вон Перекрывая музыку Стал объяснять Глебович Желтыми Волосами В белой Кофте Видишь Вальк Тяпу А других Не надо Пока Может Вот забелись Артем Глебович И Стар Уже И Сдатем Придумал Ту Что бы Казать Вспоминал Как Вливаются В общий Танец Танцевать Та он Почти Не умел Глава пятая Из-под которой еле-еле пробивался Красноватый, не слепящий Глаза круг солнца Девятого Подул не сильный, но ледяной Достающий даже В самой жарко-натопленной Избе ветер Все живое попряталось Замерло, стараясь переждать Перетерпеть этот ровный поток Мертвого воздуха И через двое суток Пытки слегка потеплело А потом повалил Густой тяжелый снег Валил всю ночь И весь день, потом взял Передышку и повалил снова Превращая избы в сугробы Ломая слабые ветки деревьев Руша трухлявые прясла Прогибая плахи Незашифренных крыш Люди ругались Боря с завалами Как по болоту увязали Шли в магазин, в контору И там подолгу обсуждали Последствия этого снегопада Которого, как им представлялось Сейчас еще не бывало Боялись, что поборвутся провода Что дорога в город станет непроезжей Подохнем тут все Без свету и с голоду Но все-таки стало повеселее Поживее Наконец-то пришла зима Снегопада отсрочил поиск Валентины Викторовны работы Казалось, что именно он и мешает Начать новый этап жизни И стоит ему прекратиться Стоит появиться тропинком Ведущим к школе, клубу, конторе И Валентина Викторовна Спокойно дойдет, поговорит Сдаст трудовую книжку И все, наконец, станет опять-таки стабильно Надежно Приезжая сюда в конце лета и осенью Готовясь к переселению Она специально не интересовалась Возможностью устроиться здесь на работу Начнет спрашивать, узнавать, проситься Получит повсюду отказ И переезжать станет страшно А так, так оставалась надежда Первые дни было не до поисков Не свихнуться бы, выдумывая Как сохранить вещи от холода Каким образом все это разместить Чтобы избушка и без того тесная Не превратилась бы в набитый хламом чулан Потом съездила в город Взяла расчет, попрощалась со служивицами Они, кажется, были рады Что Валентина Викторовна уволилась По крайней мере, не уговаривали остаться Еще некоторое время после города Она оттягивала поход по местным учреждениям Уже более убеждая себя Что у нее очень много неотложнейших дел Чем это было на самом деле А потом повалил снег Четырнадцатого утром наконец-то решилась Надела лучший свой костюм Сиреневую юбку и кофту Натуральной шерсти Выходное пальто и норковую шапку Осторожно, чтобы не выглядеть фульгарно Подвела глаза, подкрасила губы Муж сидел на низенькой табуретке Курил, пуская дым в топку, где трещали дрова Тетка Татьяна покачивалась в своем закутке Между столом и буфетом Сын полулежал на теткиной кровати Здесь же, на кухне, листал какую-то книгу Ну, я пошла, сказала Валентина Викторовна Муж поднял на нее тяжелые красноватые глаза Выпил вчера за ужином и слегка перебрал Качнул головой Ммм, давай, а я Это Снег сгрести надо Тетка и сын не отреагировали вовсе Что, мне больше всех надо, что ли? Нахлынуло возмущение И Валентина Викторовна скорее шагнула за дверь Чтобы не вернуться в комнату Не сесть на задницу, как остальные Вернуться и сесть очень хотелось Ведь предчувствовала, что не будет толку от этого похода Да и сил нет никаких Все силы растратились на нервотрепку На переживания, когда Николая по судам таскали И потом на переезд этот А Дениси старалась не думать А то совсем уж Написала в сентябре, что у них произошло Дала новый адрес для писем А до свидания еще больше двух месяцев Первым делом Направилась в контору Где находился главный в деревне человек Управляющий Длинный амбарного типа дом Состоял из коридора По обеим сторонам которого располагались кабинеты Бухгалтерия, агроном, почта, участковый, пенсионный фонд Отделение Захолмовской сельской администрации Кабинет управляющего оказался в самом глубине коридора Словно прятался Но на стук Валентины Викторовны Из-за двери прозвучало довольно бодрое Да Она заглянула с улыбкой, спросила Можно? Вошла За письменным столом с потрескавшимся лаком Сидел мужчина лет сорока пяти Вполне приличный на вид Даже в костюме Перед ним газета Здравствуйте Валентина Викторовна покосилась на стул Но сесть пока не решилась Я к вам Меня зовут Елтышева Валентина Да-да, перебил управляющий Недавно переехали И уже прописались Все в порядке Я вот что хотел у вас узнать Присаживайте Спасибо Валентина Викторовна села Я хотел бы узнать насчет работы Да Бодрость управляющего Мгновенно испарилась Даже веки потяжелели Придавили глаза В каком смысле? Он еще надеялся избежать неприятного разговора Не могли бы вы что-то мне предложить? У меня библиотечное образование Почти тридцать лет проработала библиотекарем Пять лет заведующей У нас есть, конечно, библиотека Не были? Но там Фаина вроде исправляется Кружок ведет для ребятишек У нее образование есть? Не знаю Не я ее устраивал Этим отдел культуры занимается Школа и отдел народного обзывания А по вашей линии есть какое-нибудь? Валентина Викторовна запнулась Решила выразиться культурнее Есть вакансии? Но уже почувствовала холодок Пока еще слабый, пробежавший по спине Увериться в том, что работ ей не дадут Не хотелось, не должно было этого случиться Управляющий пошевелил плечами Отвел взгляд, замер Избражал, что думает Валентина Викторовна ждала Управляющий вздохнул Вытряхнул из пачки сигарету Чиркнул спичкой Прикурил Затянулся и снова замер, глядя в сторону Ну так что? Не выдержала Валентина Викторовна И есть? Можно работницей куда-нибудь Или уборщицей, а? Да нет у меня мест Ничего не осталось А для мужчин? Быстро, чтобы опередить свое отчаяние Перебила Валентина Викторовна У меня сын 25 лет И мужу 50 Но он в милиции 30 лет Капитан Ничего нет Повернулся, сжал взглядом Валентина Викторовна Управляющий У меня местные без работы И мужики И все Скотники Механики Доярки Трактористы Повара В том году ферма еще была А теперь ничего Вообще ничего И Как же здесь Жить? Медленно делаю паузу Между этими короткими словами Спросила Валентина Викторовна А, черт Да на пенсию живет Кто? По инвалидности Пособие На детей По утрате Кормильца Кому? Родня Помогает Кто? Уезжает Нанимается В городе В крае Ох Осторожно Чтобы не порвать Управляющий Затушил Докуренную До половины сигарет Не знаю Пятый год Сижу тут И удивляюсь Я сам Из Енисейск Повезло Вот Сюда Посадили А что дел Черт Че знает Был бы здесь Колхоз Может и Что-нибудь Можно было Поднять А так В Тигрицком Вон живут Держатся Но не отдельно А мышь Часть куста Центр В Захолмове Техника Там Я знаю Всю эту Систему Перебила Валентина Викторовна Я Отсюда Сама Помню Как колхозы В совхоз Объединили Как люди Недовольны были Но я В городе Правда Долго жила И вот На старости Леты Не нужна Оказалась Валентина Викторовна Захотелось Плакать Но жалобы Управляющего Остановили слезы Последних Тридцать Коров В том году В Захолмово Перегнали На ферме Когда-то Говорят Больше ста Человек Работало А теперь Два Сторожа Осталось Коровники Караули Чтоб Шифер Не потаскали Пошивочный Был заводик Мешки Шили Сгорел Поля Были Какие Даже Пшеницу Ростили Нечего Днем Вот Сижу Ты думаю Валентина В библиотеку Халате Подозрительно Прищурился Мне К директору А зачем Валентина Викторовна Покривила Губы По личному Вопросу Познакомиться Да А откуда Вы Какая Вам разница Как Какая Моя Обязанность За порядком Смотреть Случит Чего Говоря Мелко Перемещая Старушка Загородила Коридор Случится И кому Отвечать Я Я хочу Просто Познакомиться С директором Валентина Викторовна Взяла себя В руки Поборола Готовый Вырваться Крик Понимаете Я эту Школу Закончила Много Лет Назад Окончила В краевом Центре Библиотечный Техникум Долго Жила В городе Теперь Вот Вернулась Хочу Познакомиться С директором Меня Зовут Валентина Девич Фамилии Кандаурова Мои родители Здесь И известными Были Людьми Тетя Тетя Таня Матасов До сих пор Живет Рядом Вон В двух Шагах Но Старушку Это Родословно Не впечатлило И что Уроки Идут Нельзя По школе Бродить Директор Тоже На уроке Перемена Прозвенит Пощу Понятно Валентина Я из Тувы Старушка Но в конце Восьмидесятых Как и во многих Республиках Союза В Тувен Начались Национальные Конфликты И украинцы И грузины И русские Все В общем Некоренные Стали оттуда Уезжать Некоторые Степных Деревень И поселков Бежали Почти Без имущества Напуганные Угрозами Перерезать Их Сжечь Заживо Большинство Седало В городе Где жили Елтышевы И было Время Как раз Году В девяносто Третьем Они Шерстили Учреждения В поисках Мест Работ К Валентине Викторовне Тоже Заходили Женщины С умоляющими Глазами Не возьмете Я районной Библиотекой Заведовала Я В школьной Двадцать лет Отработала Хорошо Мы там жили Говорила Старушка Крепко Жили Бор Рядом И никак Тут Сухой А богатые Груздей Бывал Косой Коси Катками Солили Пласт Груздей Пласт Рыжиков Пласт Волнушек Потом опять Грузди И жимость Брусника Зайцев Полно Мой Силки Ставил Всегда Зайчатные Были Собаки Варила Этих Тувинцев Почти Не было А какие Были То Смирные Работящие А избы Одеты Периоды И многими В их Столицы Мой Будет Звонок Гнулись Две Две Вала Палками Говорят Бабушка Строить Лежащие Лежащие На столешинце Кулак Мужа Сжало Обладающие Глава Шестая Зиму Переживали Трудно Иногда Оказалось Что не выдержат Задохнуться В этом домике Склепе Перегрызут Друг друга Теснота Порождала Ссоры Обостряла Раздражение Но Все-таки Как-то Переживали Помогала Тетка Татьяна Она Просыпалась Часов Кло 7 И начинала Шевелиться Медленно Одевалась Долго Тщательно Умывалась Осторожно Тренькой Штырьком Умывальником Растапливала Печь Кипятила Воду Электрочайником Не пользовалась Пила Чай Тоже Долго И тщательно В прикуску С хлебом Словно бы В этот момент Набираясь сил На весь дальнейший день И Действительно В течение дня Она почти Ничего Не пила И не ела Потом Ходила Проведать Кур Отрывала Листок Висевшего На стене Календаря И читала Надев Очки Что там Написано На обратной стороне Листка Готовила Завтрак Ее Медленное Но упорное Каждое утро Продолжающееся Сосществование Заставляло Елташвых Вставать С кроватей Умываться Что-то Делать Преодолевать Очередной Приближающих К весне Освобождению День После Нового Года Который Постарались Отметить С полным Вкусной Еды Столом Стало Появляться На небе Солнце И Мороз Уж Казался Не таким Мертвящим Артем Все больше Пропадал За оградой Гулял Возвращался Поздно Вечером В основном Трезвым И родители Видят Что ему Неплохо Не спрашивали Где он Был С кем Не пьяный Без синяков Довольно Веселый И ладно Значит Нашел Приятелей Встретил Тех С кем Неплохо Проводить Время Какой Никакой Но выход С февраля Николаю Михайловичу Начали Приносить Пенсию За Выслугу Лет Семьсот Тридцать Рублей Копейки Конечно Мелочь Оскорбительная Но все же Хоть что-то На питание Крупу Макароны Мясо Чай Сахар Хватало Картошки И соленье У тетки Татьяны Было Запасено Прилично Даже Не верила Что Это она Еле Передвигающаяся Нарубила Целую Катку Капусты Насолила С пол Сотни Банок Огурцов И помидоров Спустила В подпол Картошку Морков Курить Свеклу Бруснику Засахарила Варенье Наварила Никто Ей Говорило Не помогал Единственной Помощь Огород По весне Трактором Вспахивали Как только Стал сходить Снег В начале Марта Елтышев Отправился Разбираться С машиной Жена Заставила Всю зиму Напоминала Что надо Что-то Решать Или Ремонтировать Или Продавать Иногда От ее Слов Николай Михайлович Был готов Вспылить Ответить Треск Но Понимал Что Она По существу Права Приехал В город Покурил На площади Автовокзала Привыкая К многолюдию За зиму Он был Здесь Всего Два Раза Оформлял Пенсию Скрипя Сердце Встречался С бывшими Сослуживцами Собирал Справки Сейчас То же Дело Предстояло Неприятное Снова Нужно Было Просить Что-то Обещать От кого-то Зависеть Мелкие поломки Елтышев Исправлял Сам Особенно Легко Был Ремонтировать Первую Машину Треху Все Просто Понятно С этим Москвичем Двадцать Первым Измучился Сдуру Купил Поддавшись Кратковременной Но шумной Моде Клюнув На внешние Удобства Современный Дизайн И вскоре Присоединился К большинству Тех Кто Проклинал Эту Модель То Одно Полетит То Другое И даже Профессиональные Механики И диву Даются Как там Все Неудобно Хитро Умно Не разберешься Не подлезешь За те Три Года Что У Елтышева Был этот Москвич Кажется Все Ушломалось Последней Поломкой Стал Мотор В киоск Купил Жетончик Для Таксофона И позвонил Знакомому Механику УВД Тот Иногда Помогал С ремонтом Машин Механик Оказался Дома Удачно Был Свободен От дежурства И домашних Дел И согласился Посмотреть Что там С заразой Все Машин Он называл Заразами Да и правильно Большая часть Его жизни Была посвящена Оживлению Всех Изъезженных Жекулей Уазиков Газелей Огибая Дорогие Сердцу Районы Родного Города Тяжело Было Оказаться Там Гостем Николай Михайлович Направился К своему Гаражу Гаражи В их Городе Образовали Своеобразные Кварталы Выделялись Территории Большие Участки Земли На окраинах Кооперативом Постепенно Вокруг Появлялись Дома И их Жильцы Кому не повезло Купить готовый Гараж Рядом Получали Землю На окраин Тот Кооператив 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 Сидно Угнали Гараж Разорил И не Надо Ломать Голову Как На какие Шиши Ремонтировать Той Тысячи Что Лежало В кармане Наверное Хватит На это Эти Не Последний Ремонт А Тысячи На сегодняшний День Последний Перегонят В деревню Нужно Будет Срочно Строить Гараж Опять же На что А без Него Через Пару Лет Ржавчина И Зайдет И так По низу кузова есть это рыженца. Конечно, жалко терять гараж. Последняя зацепка здесь, в городе. Но придется. Другого выхода нет. По крайней мере, ради денег продать. А поганиной его рьем продать его будет наверняка не так жалко. Избавиться. Но дежурящий возле тяжелого шлагбаума охранник, сперва поглядевший на Николая Михайловича с подозрением, узнал и заулыбался, жестом пригласил проходить. Этим развеял странные желания Елтышева. Нет, здесь все надежно. Начались справа и слева плотные ряды бетонных коробок, тоже надежных, крепких, как бункеры. Сам Николай Михайлович никогда гаражей не строил, но технологию знал хорошо. Много лет, имея машину, но не имея гаража, и мест под него готовился строить. Сперва выкапывается глубокий, но не широкий котлован. Большинство людей его бетонируют, а некоторые забирают досками и сыроковками, лучше всего листьвяжными. Получается погреб. Кто-то плюс к погребу делает и смотровую яму. Дальше сколачивает опалубку и заливает раствором стены. Для раствора надо покупать цемент, привозить песок, глину, щебень, соединять все это в бадье, тщательно перемешивать и, загружая в ведра, переливать внутрь опалубки. По нескольку сантиметров. Выше, выше. Конечно, блатные в советское время пригоняли бетономешалки, нанимали людей для строительства, но в основной своей массе мужики корячились сами, в одиночку, месяцами. Главное было крыша. Одни стелили плахи, другие стальные балки, покрывали толем, засыпали глины, опять-таки заливали бетоном. У кого возможность была, топили гудрон. Были и те, что клали шифер. В общем, каждый по-своему старался сделать крышу наиболее герметичной. Протекающая крыша, а протечь может через год и через пять, самая большая проблема владельца. Тем более, что течь может не только явно, из трещины капает. Самое это подлое, когда влага напитывает сначала крышу, затем стены, дрожает ржавчина, лежащая на полках детали, запчасти, автомобиль сползает в подвал. В конце же строительства бетонировали пол, навешивали ворота, выводили из подвала воздуховодную трубку, ставили печку, протягивали проводку, приводили электрика, который подключал гараж к ЛЭП. Да, не строил Елтышев этот гараж. Не было связано с ним никаких историй и особых проблем, кроме того, что несколько лет назад заменил провисшие обитые листовым железом ворота на цельнометаллический, хоть и тепло не держит зимой, но зато открываются легко, долговечный. Не прикладывал к его содержанию больших усилий. Но сейчас, бродя по нему вокруг промерзшего москвича, оглядывая стеллажи с разными, в основном ненужными вещами, бросовой мелочевкой, вдыхая запах холодной пыли, цемента, чувствовал себя вернувшимся чуть ли не домой. Но дом скоро нужно будет оставить навсегда. Ведь как, действительно, нужно никуда не деться, продавать гараж. И строиться в деревне, бруса купить, кирпича, цемента, еще одну зиму им в избенке не пережить. Николай Михайлович открыл машину, сел за руль, поежился. В салоне было морозно. Да, промерзла. Чтоб немного согреться, закурил. А сыновьям что оставит? Артем с ним более-менее, он наверняка так и будет при них, опять-таки да повзрослеет. А Денис? Вернет с Денисой куда? Хоть гараж здесь будет, сказать ему. Вот, это твое имущество. Извини, что так получил, снова что-то. От этих сбивчивых, панических, хаотичных мыслей, Елтш возхотел зарычать, если донуть со всей мочи по рулю. Каким-то зверем, огромным, сильным себя чувствовал, но попавшим в капкан, из которого не выбраться. И рвись, не рвись, что хочешь, делай. Не поможет. — Эй, есть кто живой? Голос отворот. Николай Михайлович вздрогнул. От неожиданности, конечно. Затыкал окурок в пепельниц, полез из машины. — Здорово! Встретил уже подошедший механик. На нем был темно-синий милицейский бушлат, на голове спортивная шапочка. На плече висела старая вместительная сумка, в которой Елтышев знал, лежат ключи, тестеры, еще разный профессиональный инструмент. — Здорово, здорово, Сереж. — Ну, че опять у тебя? — Да вот. Николай Михайлович засуетился, включая свет в гараже, открывая капот, объяснял оправдывающимся тоном, что вот сначала застучало, а потом мотор заклинил. Уж смотрели, но не специалисты, а он, Сергей, он ведь мастер, золотые руки. И одновременно вспоминалось, как, когда Елтышев служил и от Сергея перед ним заискил. Ну, может, и не особо заискивал, но вот такие вопросы. Че опять у тебя? Не задавал. Да попробовал бы только. Глава седьмая. Весна осваивалась медленно, с натугой. То, казалось, укреплялась, распускала по земле живые нити, то херела, исчезала, гибла в новой волне морозов. В городе война весны зимой не замечалась почти. Лишь самый важный момент. Вот с крыш закапало, вот снег сошел, трава полезла, вот полопались почки, и деревья покрылись зельноватой, словно бы пылью. А в деревне была заметна, важна, необходима, любая мелочь, и ждала эту весну, Валентина Викторовна, как, пожалуй, никогда раньше, даже в детстве. За почти полгода жизни здесь приятельница у нее не появилась, да и у мужа приятелей тоже, раньше, что Юрк. Часто заходил, присаживался, в пороге курил, рассказывал, какая летом тут благодать. С готовностью включался в планы Николая насчет строительств. Да мы такие хромы отгрохаем! Я могу, Михалыш, ты чё? Давай! А перед уходом просил тридцатничек док. Иногда Николай давал, и тогда Юрка расцветал. Тоже предлагал посидеть, раздавить пузырек, а когда следовал отказ в деньгах, надувался, будто его обманули, не заплатив за выступление положенный гонорар. У Юрки было шестеро детей, четыре мальчика и две девочки от тринадцати до четырёх лет. Сам он после закрытия фермы нигде не работал, жена мыла полы в магазине. На что живут, часто недоумевала Валентина Викторовна. Покал свыщетать. Жена получает в лучшем случае тысячи полторых, плюс детские деньги семьдесят рублей в месяц. Может, ещё как-то родственники помогают, хотя вряд ли. Может, тот Юрка нашабашит, что тоже маловероятно. Насколько, наверное, продадут осенью картошку с купщиками? И как? Пусть даже на три тысячи в месяц. Да нет, какие там три тысячи? Меньше. Прокормить, одеть, всю эту рау. Несколько раз она видела Юркиных детей. Старшая тринадцатилетняя Лида выглядела на свой возраст, служена была пропорционально. А уж следующий, одиннадцатилетний Павлик, ростом, фигуркой смахивал на восьмилетнего, девятилетнего. Остальные тоже были низкорослыми, щуплыми, с туповатыми лицами. И что из таких получится? Тех, с кем выросла здесь, кого знала еще до отъезда на учебу, в педучилище Валентина Викторовна почти не встречала. Да и не мудрено. Без малого сорок лет прошло. Но все-таки было не по себе. Казалось, все они вымерли от какой-то страшной чумы или холеры. А те, кто остался, были точно заболевшими или переболевшими совсем недавно. Вялыми, равнодушными до неодушевленности. Валентина Викторовна начинала было рассказывать им о своих бедах, о том, что вот на старости лет приходится все начинать сначала, а они механически кивали, уноуы вздыхали и смотрели мимо ее глаз куда-то в пустую даль и прощались так же бесцветно, как и здоровались, продолжали медленные передвижения по улице. Более или менее тесно сошла с Валентиной Викторовной только с Леной Хариной, той женщиной, что навестила их в середине зимы, предложила помощь, хотя ее семья тогда тоже нуждалась. Ждали контейнер с вещами, а он все не прибывал. Валентина Викторовна посоветовалась с мужем, и они заранее, заочно купили у Харинах бензопилу за две с половиной тысячи рублей. Пробралась как раз такая сумма, почти на полторы тысячи дешевле, чем та стоила в магазине. — Вот-вот привезут, — заверяла Елена, убирая деньги в карман. — Вот-вот. Проблемы там с транспортом были, но уже полученные сведения идет в состав, а пила прекрасная, тайга. Машину удалось наладить, хоть это и стоило денег. В начале апреля перегнали из суда. Гараж пока продавать не решились, все же страшно было терять какую-никакую, но недвижимость в городе оттягивали момент окончательного решения. Николай начал выбирать участок, на котором будет стоять дом. Выбрать, правда, казалось не так-то уж просто. Несмотря на то, что усадьба тети Тани составляла семнадцать соток, двор был крошечный, окруженный строениями, дровяник и угольник, банька, стайки с сеновалом наверху, летняя кухня, за ними сортир, хоздвор, где летом жили куры, теснота построек. Конечно, теснота оправдывалась тем, что зимой, в мороз, из избы до баньки или до угольника можно было добежать за секунды. Но куда тут сунуть дом и гараж? Вот пригнали москвич, он занял почти весь двор. Николай заговорил при тетке, что, видимо, придется ломать дровяник из стайки, спросил ее мнение. Тетка приподняла и уронила тонкую руку. Да, ломайте, ломайте, нет уж, что, мне б дожить как-нибудь. Куриц вот, жалко, как они в зиму под небом останс. Построим новую стайку с улыбкой, но заметно повночнев, сказал Николай. Тетка безнадежно вздохнул. Настрой что-либо переделывать после этого, как заметила Валентина Викторовна, у мужа слаб. Он подолгу сидел на трухлявом чурбане во дворе, чаще стал курить, чуть не одну за одной. Смотрел хмуро на черную покосившуюся избух, на такие же дышащие наладонсораюшки. Во взгляде читалось, «Ну, что делать? Я не хозяин здесь, как мне самоуправничать?» Однажды Юрка привел невысокого, хорошо одетого мужчину в кожаной кепке с папочкой под мышкой. В первый момент, когда увидели из окна, как они заходят в калитку, Валентина Викторовна перепугалась, кольнула в сердце, что о Денисе страшной сейчас сообщат, или сбежал, или что еще хуже. Метнулась была во двор, но тут же остановилась и да, поправила волосы, одернула кофту, пошла медленно. Снова остановилась, решила дождаться, когда войдут. Человек все не появлялся, она все-таки толкнула дверь, выглянула. Муж слушал хорошо одетого, который что-то говорил, тихо, но энергично. Рядом переминался Юрка, заглядывал в глаза то Николаю, то тому, кого привел. Что-то случилось? спросила Валентина Викторовна, стараясь казаться спокойной. Да, вот, Николай растильно покривил губы, предложение тут нам. Здравствуйте, обрадовался человек Валентина Викторовна, глубоко будто поклонился, кивнул, тут же снова повернулся к Николаю. Для самих местных это лучше, спирт качественной, питьевой. А что такое? Перебила Валентина Викторовна, снова тревожа, снова уж по другому поводу. Может быть, в дом пойдем? Мужчина согласился. Да, желательно. Не, не надо, остановил Юрка, там эта бабка начнет опять ворчать. Так вот о чем я. Теперь мужчина больше обращался к Валентине Викторовне. Здесь, как вы, наверное, знаете, в Захолме спиртовой завод, спиртзавод, и есть возможность наладить продажу спирта населению, спирт питьевой, предназначенный для водки. Да пробулю моего, снова покривился Николай, горелая резина до сих пор во рту. Чего? Мужчина мгновение растерялся. А, так это, растянул губу улыбки, это вы ворованные пили, были тут, одни ворованным торговали, мы с ними разбрались. Ого, невесело подтвердил Юрк, сейчас же мы налаживаем сеть по району, чтоб все отцивилизовано. Лицензию на торговлю алкоголем свыше двенадцати градусов магазин снова не получил, значит, люди будут продолжать травиться гадостью, как зэки уже зеленку пьют. Так что вы хотите-то? Устала слушать эту околесицу Валентина Викторовна попросительно взглянула на усмехающегося мужа. Да спиртом предлагают нам торговать, сказал он. Практически да, подтвердил хорошо одетый и зачастил убеждающийся скроговорок. Так в модных магазинах, говорят специально находящиеся в зале люди, все централизовано согласовано наверху. По мере надобности я привожу 30 литров питьевого спирта, тару, вы разводите, я выдам спиртометр. Вода в колонках очень высокого качества, так что можно не кипятить. Отпускная цена пол-литра 30 рублей, а вы можете повышать по своему усмотрению на 10-15 рублей. Практик показывает, что цена в 45 рублей на сегодняшний день людей устраивает, берут. Валентину Викторовну поразило не само предложение этого мужичка, все сейчас зарабатывают как могут, а то, что Николай не обрывает его, не гонит со двора, наоборот, перестав усмехаться внимательно, слушает, что твое подсчитывает, и ей пришлось оборвать самой. Слушайте, вы не знаете, наверное, к кому вы пришли, думаете, живут тут в холупе такой, так не можно не откажутся? У меня муж 30 лет в милиции прослужил на заслуженном отдыхе. Я библиотекарем, как вам не стыдно, Коля, да вы ведь-то его. Подождите, подождите, примирительно поднял руки мужчина. Я же вам ничего преступного не предлагаю, наоборот. Понимаете, люди травят с всякой дрянью, а тут питьевой спирт заводской перегонки, можно сказать, полезное дело. Ладно, уважаемый, действительно, подал голос Николай, мы уж как-нибудь как раньше попрощаемся. Мужчина пожал плечами. Очень жаль, я именно к вам поэтому и пришел, что вас хорошо отзываются, надеялся на ваше понимание. Ну что ж, до свидания. И пошагал к калитке. Юрка, вздохнув, направился за ним. Нагнал, зашипел в ухо, но так, что Валентина Викторовна услышала. Я сейчас еще покажу, те обязанным слосятся. Далеко? Да не, на той стороне. Довольно долго после их ухода елча возмущались. Валентина Викторовна горячо, Николай Михайлович сдержан. Но и сожаление в этом возмущении слышалось. Сожаление, что вот они не могут, как большинство других, торговать спиртом, а бизнес-то прибыльный, способный помочь им выбраться из вдруг обрушившейся полунищеты. А через несколько дней Артем сюрприз преподнес. За завтраком, долго томившись, то беря, то откладывая вилку, отбивая своим мрачно беспокойным видом аппетит, в конце концов произнес. Я, наверное, женюсь. А? Тут так получилось. Жениться нужно. Что? Но не поверив ушам. Уже снувшись, Валентина Викторовна словно была готова к этому. Да не просто готова, обрадовалась, и в мозгу засветила схемка. Встретил девушку городскую, сюда к бабушке приезжает, женится, переедет к ней в квартиру, возьмет за ум, работу найдет, может, и в институт поступит, и все будет хорошо. Уж заявление подали. Так-с, и на ком это? повеселел, но повеселел нехорошо. Николай. Ну, тут познакомился тут с девушкой, но еще зимой. Это ты с ней все пропадал? Ну, да. Интересно. Женюсь. А кто она такая? Стараясь быть спокойной, спросила Валентина Викторовна. Местная она? Ну, да. Ты говори, рассказывай теперь, кто это, с чего, друг? Ну, зовут Валентина, Артем быстро взглянул на мать. Тоже живет с родителями там за прудом. Двадцать семь лет старше тебя, получается. Ну, но немного же. И кто родители? Что за семья? Давай, давай, рассказывай. Николай стал выходить из себя. Валентина Викторовна пихнула его ногой под столом. Да ладно, не пинайся. Мать, не знаю, продолжал бурчать Артем, а отец баянистом в клубе работал. Раньше Георгий и отчество, не знаю, забыл, фамилия Тяпова у них. Это ты про Гошки баянист, что ли, дочку? Очнулась тетка Татьяна. Ну, наверное. Ой, выбрал тоже. А что? Обвернулась к ней Валентина Викторовна. Что такое, тетя? Та язык не повернется. Да ну, перебил Артем, мал какие сплетни. Помолчи-ка. Николай пристукнул кулаком Ампостол. Такими словами не бросаются. Женюсь. Какие бы у вас там порядки ни были, родители должны знать. Ясно. Почему ты нас с ней не познакомил до сих пор? С ее родителями? Пять месяцев где-то что-то опять женюсь. Ну, познакомились. Ну-ка, не ну-ка. Интересное дело взял и поставил перед фактом расхлебывать теперь мать с отцом. Умник. Валентина Викторовна пыталась успокоить. Подожди и не кричи. Пожалуйста, разобраться надо, узнать. Да что-то узнавать уже. Поздно узнавать-то. Жень-то он, видите, и плевать ему, что у нас не рубля сейчас, что на чемоданах сидим. Нет, вот, надо именно в такой момент заить. Николай поднялся из-за стола, схватил с печки сареты, вышел, бухнул дверь. Артем сидел затравленно, поглядывая туда-сюда, втянув голову в плечи. Валентина Викторовна искала какие-то слова, но все они были не те. Все, что приходило на ум, казалось, сейчас только повредит, усугубит. Глава восьмая земля отошла во второй половине апреля. Родители задрапили с посадкой картошки. Об устройствам огорода на бабка Татьяна сказала, что рано, еще будут заморозки, а то и снег. Мать не поверила, поговорила с соседками, те подтвердили. Числах в десятых мая садимся. Огурцы уж, помидоры так позже, где-то в июне. А ты что забыла? Мать растерянно пожала плечами. В городе вроде. Раньше. В городе, в городе все по-другому. В последнее время Артем старался поменьше податься родителям в глаза. На другой день, после того, как объявил насчет скорой свадьбы, мать с отцом пошли к Тяповым знакомиться. Мать, оказывается, знала валентинных родителей. Они были чуть старше, но знакомство их, прерванное на несколько десятилетий, не стало поводом подружиться. Поговорили у ворот, удостоверили, что Валентина беременна, примерно на третий месяц. Покачали головами, тяжело поглядели на Артема, его невесту. Дядя Гоша, правда, любитель выпить, заикнул, что надо посидеть, пропустить за знакомство. Вы ее не услышали, да и сделали вид, что не услышали. На какое число регистрация, спросил Николай Михайлович. Артем покосился на Валю, опасаясь отвечать сам. Двенадцатого мая, сказала она. А ум-то есть в мае жениться, Валентина Викторовна всплеснула руками. Будущая свадь встепенулась. А что такое? В мае жениться, всю жизнь маец, да ладно уж вам, что ладно, не терпится замуж выдать, взвела с Валентина Викторовна. Надо еще экспертизу сделать, от кого, что там. Чудом каким-то не дошла за ссоры. Артем плелся за матерью с отцом и думал, как и в первое утро здесь, в деревне, о том, что надо бежать куда-нибудь, как-нибудь. Что-то страшное завязывается в эти дни. Но куда все-таки? И на какие деньги, даже на автобус до города денег нету? Но так хотелось оказаться в своей комнате, одному на кровати, которая сейчас разобранная, зарастает пылью в летнюю кухню. Одному. Нет, одному теперь не получится. Попал. Сам хотел это, хотя и боялся. И вот попал. Он подробно запомнил первые встречи с Валей. Первый танец. При свете елочных гирлянд, заменяющих цвета музыку, она казалась очень симпатичной и молодой. Артем пригласил ее потанцевать, она коротко удивилась, и в этом удивлении уже было и согласие, и готовность к большему. Тогда Артема это обрадовало, и потом, когда обнимались, целовались на холоде в каком-то проулке, он был счастлив. Валентина жила на краю деревни, в одном из двух квартирных домов, стоявших неподалеку от развалин, сгоревшего несколько лет назад пошивочного завода, довольно далеко от центра. Но после тех танцев и поцелуев Артем почти каждый день бывал у ее дома, бродил перед окнами, зябко ежился, сжимал-разжимал заледеневшие пальцы ног. Вызывать Валю не решался, но иногда она замечала его и выходила. Стояли возле изломанных штакетин пылесадника, натужно разговаривали, привыкая друг к другу, и Артему уж не было холодно, наоборот, обдавал жар. Встречались и в клубе. Больше в деревне пойти было некуда. Валя при людях вела себя с Артемом почти как своим ухажером, брала под руку, смотрела с теплой улыбкой, всегда готова была с ним танцевать. Парни, Болт, Витца, Глебыч подмигивали Артему, кривили в двусмысленной улыбке губы. Как-то когда оказались на кольце без Вали, Глебыч спросил, но как? Подходящую телочку подогнали. Артем уж успел привыкнуть к Вали, может, уже любил ее, поэтому такие слова покоробили. В каком это смысле? Ну, дала уж, нет? Изуметь, как исказилось лицо Артема Глебыч сменил тон. Да не, она, девчонка, нормальная, слабая так на это самое. Ладно, Тяма, давай накатим. Палился в измятые пластиковые стаканчики спирт, парни заговорили о том, что делать после танцев, можно кастрик на проду запалить, посидеть, давайте картошки только надо, да картофана на печь, и Артем слегка успокоился, стоял рядом с ними, выпил немного и незаметно вернулся в клуб. Наблюдал в полутьме завали. Она сидела на лавке, разговаривала с девушками, и о что-то спросили, она усмехнула, сомотнула головой, золотистые завитые локоны качнулись, стала отвечать, судя по выражению лица, оправдываясь, обо мне, что ли? Подумал Артем, и неприятно засосало в груди, он словно слышал, как она раскрывает их секрет, а чего раскрывать-то поймал себя, ничего. Звучала красивая мелодия, хрепловатый женский голос пел по-английски. Никто не танцевал, в деревне не очень-то любят медляки, и вообще парни с девушками на танцах почти не общаются, вроде бы даже не замечают друг друга, зато потом, когда клуб закрывается, разбиваются на пары. и куда-то расходятся. Так произошло и в эту субботу, и Артем с Валей тоже пошли вместе в сторону ее дома. Было прохладно, громко хрустел под ногами оплавленный солнцем, а теперь заледеневший снег, взлаивали за воротами собаки, и тут же, убедившись, что люди идут мимо, замолкали. Валь, не выдержав, остановил и Артем, повернул лицам к себе. Я хочу с тобой быть, хочу тебя. Она серьезно улыбнулась. Подожди немного. Чего подождать? Пойдем. Артем хотел было опять остановить ее, обнять, начать целовать, но обещания сулило больше, и он пошел заварьем. У калитки она сказала, побудь здесь, я узнаю. Что узнаешь, собрался раздраженно спросить, Артем не стал. Послушно прислонился к штакетнику, смотрел на черные пятна домишек за белым пятном пруда, на редкие желтые, синеватые квадраты окон. Было тихо и мертво, и казалось, на всей земле сейчас так, холодно, тихо, безлюдно, тоскли, если бы не надежда на возможную скорую близость с девушкой, Артем опустился бы на корочки и заскулил, а потом завалился бы набок, закрыл бы глаза и медленно, представляя во сне лето, городской какой-нибудь скверик, замерз. Тонко пропела дверь в глубине двора, потом захрустел обледнелый снег, послышал шепот Валь, ног пошел в водку, давай-давай, быстро, ну-ка, трезор, и так же шепотом, Артем, заходи. Он вошел, стараясь рассмотреть, где Валя, где будка с собакой, иди к бане, шепот приказ, прямо вон дверь, захрустел подбру, за спиной шаги Вали, звяк цепи и собачьи ворчань, тихо сказала. Предбанники было тепло, пахло шампунем, ошпаренными березами листьями, мокрым деревом. Артем почувствовал резко удар возбуждений, расстоять стало тяжело, он нащупал в темноте лавку и присел, заскочила Валя, набросила крючок на петлю, свет не будем включать, сказала тихо, словно и могли услышать в доме, тут свечка где-то, сейчас, раздевайся пока. С тех пор этот предбанник стал единственным местом, где случалось их близости. Чаще всего в нем было холодно, баню топили раз в неделю, поэтому одежду не снимали, Артем приспускал джинсы, а Валя задирала груди юбку. О, когда и в предбаннике бывало тепло, и когда же уютно, увидеть девушку обнаженной Артему не удавалось, она не сжигала электричество, все происходило при желтоватом перышке короткой свечи. И знакомство родителей, так или иначе узаконивших положение женьха невесты, не изменило характер встречи. Встречаться для секса, кроме предбанника, было негде. У Вали в трех комнатах без дверей жило четверо человек, кроме нее самой еще мать с отцом и бабка лет восьмидесяти. На лето старшие Валяные сестры привозили своих дочерей и часто наезжали сами. Валя в это время спала на веранде, а везти ее к себе Артем даже не предлагал. Конечно, мечтала оборудовать летнюю кухню под жилище, сделать свои комнаты, но понимал, что это лишь мечты. Сам он не умел ремонтировать, строить, перестраивать, а теперь же, узнав о скорой свадьбе, стал мрачным. Артем почти не замечал, словно Артем его предал. Как-то после одной из торопливых, опасливых близостей, когда сидели рядом на лавке, Артем спросил, это было не пять спустя, а после визита его родителей к Тяпу, «Валь, а у тебя много было парней?» Он почему-то был уверен, что ее это не обидит. Но не задать это вопрос уже не мог. Довели ухмылки пацанов и намеки бабки Татьяны. «Да много!» Спокойный голос. «А что, тебе уже наговорили?» «Ну, почти». И, знаешь, Артем запнулся, подбирая слова, «Хочется знать, свадьба скорой. Будет у тебя с кем-то потом или как? У меня вот до тебя никого не было, так, случайности всякие, да и то... Можешь считать, что у меня тоже случайность?» Оборвала его Валя. «Случайность?» В городе их мог не замечать, а здесь все сразу, во все стороны растекается. Скучно людям, вот и пережевывает чужое. Она взяла стиральной машине какую-то тряпку, вытерла промежность. Артем поморщился, отвел глаза. «А как без этого? Я люблю секс, хочу семью, ребенка и случайности эти...» «Нет», ее голос стал жестче, «это не случайность. Я соврала со всеми, с кем была, собиралась на всю жизнь, но, короче, или бросали, или садились, или убивали их. У нас тут много убивают, летом особенно. Двух парней у меня зарезали, уезжают многие, девчонки тоже уезжают, замуж некоторые выходят, а тут тоже выходят, даже бывает удачно, а у меня вот не получилось никак, я не уехала никуда, пробовала, сестры устроились в городе, а мне помочь, ну, у них там мужья, дети, квартиры тесные, а-а-а, Валя бросила тряпку обратно, улыбнулся Артем, что, одеваться будем или еще? С какой-то брезгливой страстью, молча Артем полез на нее, невеста легла спиной на узкую лавку, сдрала ноги. Глава девятая После Пасхи, недели за полторы до свадьбы, Николай Михайлович пересилил себя, загасил в душе обиду и злобу на сына. Ну что ж, ничего нельзя переизменить, не запретишь ведь жениться, взрослый все-таки человек, но на что жить и главное где? И Николай Михайлович решил торопиться с домом. Денег было в обрез, поэтому решили продать гараж. Узнали цены и приуныли. Средняя стоимость не превышала тридцати тысяч. В городе как раз начали строить два больших подземных бокса, естественно, с отоплением. Землю для кооперативов выделяли легко, легче, чем раньше, потому что доступными стали металлические ракушки. Их ставили те, кто ездил лишь в теплое время года. Что продаем? Вернувшись с очередной поездки в город, спросил Ялтышев жену и сына. Двадцать семь тысяч дают, и оформление документов берут на себя. Ох, ох, вздохнула жена. А что делать? Не судашь его перетаскивать. А так закажем бруса, цемент купим. Ладно, ладно. Николай Михайлович устал уж от планов. И слова цемент, брус, кирпич даже во сне слышались. Значит, продаем. Я предварительно договорился. Продать дело нехитрое, заскрипела тетка. А вот купить, тетя Тань, можем и сами. Погоди. В свою очередь перебил жену Николая Михайлович и обратился к старухе. Ну, а вы что предлагаете, а? И прищурился, точно всерьез ожидал от нее мудрого совета. Да и, кажется, в глубине души действительно ожидал. Но тетка только медленно отмахнулась и, с сохшей узловатой рукой, уставилась в окно, за которым в запущенном полисаднике торчали прошлогодние стволья крапивы. А ты что скажешь? Обратился Елтыш к сыну. Я? Ну, не знаю. Что ты знаешь вообще? Хм. Ладно. Значит, продаем, начинаем строиться. Так? Жена и Артем закивали. Стараясь не замечать осуждающие скорбные взгляды старухи, выходившей посидеть на лавочке возле сенок. Николай Михайлович ломал крайнюю слева стайку, где когда-то, очень давно, судя по всему, жили свиньи. Стайка была засыпной. Как только Елтыш отдирал доски, изнутри стены вываривались иссохшие, спрессованные куски опилы, глины, истлевшие перья, солома, и, упав на землю, рассыпались, превращаясь в душащую пыль. Из всякого мусора строили, морщился Николай Михайлович, и в голове невольно возникала большая користовая изба из желтого бруса, сгорящей на солнце жестяной крышей. Шифером кроить не будем, сейчас железо хорошее есть, можно и под черепицу. Сын помогал, но как все, что он сделал в жизни, виловато, нескладно, отыкался на гвозди, заразил пальцы, шикал, пукал, не так раскладывал доски. Да это пригодится, куда ты трухлявые ложишь, сердился Николай Михайлович, и гвозди вытаскивали, загибай хотя бы. Правда, работа увлекала, и на душе елшего светлела, появился даже азарт, какой он редко физически работавший давно не испытывал. Но разборка стайки двигалась медленно, и через несколько дней азарт сменился чуть не отчаянным. Вот расчистят место для дома, еще предстоит снести дровяник и угольник, точнее, на другое место перенести, а дальше нужно копать яму для подпола, заливать фундамент, да, похоже, даже если материалы все будут в достатке, за одно лет не поставить дом, людей приглашать, а кого? Юр Крази, нет, людей-то можно найти, только чем расплачиваться-то. Но, допустим, все ж будут деньги, то кто поможет? Николай Михайлович стал перебирать в уме деревенских мужиков. За полгода он успел ко многим присмотреться и поделил их на две части. Больше существующие кое-как в убогих избенках, вечно полупьяные, проводящие дни или на скамейках возле калиток, будто немощной стричью, или с приходом тепла на берегу пруда, над которым зависли жутковатые остатки сгоревшего заводика. Меньшая часть жила в крепких на многие поколения избах. Избы таких мужиков огорожены высокими глухими заборами, во дворах молчаливые, но страшно злые собаки не лают попусту, а сразу рвут, если кто сунется. Эти из меньшей части постоянно возились в своих оградах, держали свиней, коров, кроликов, привозили откуда-то мешки с кормами, по улице сходили быстро, вечно спеша. Такие, казалось, низкие деньги не пойдут корячиться на чужом дворе, разве что, может быть, помогут бревна на верхней венце закатить, а бездельники наверняка с готовностью согласятся, но так наработают, что больше напортят. Трухлявые доски и столбики сразу пилили на дрова, а более-менее крепкие откладывали на всякий случай на опалубку, например. Бензопилу Харина так и не принесли, все никак их контейнер не мог прибыть. Но делать было нечего, тем более, что муж Харин устроил с лесником, по крайней мере, сам так объявил, и обещал помочь жердями, слегами, бревнами. На его участке как раз начиналось обновление противопожарных полос. Много там добрых сосен подсрез наметили. Николай Михайлович в виде аванса заплатил Харину пятьсот рублей. Для подпола свежие бревна были необходимы, подпола подпола планировал сделать в ближайший месяц. Девятое мая отметили семьей. Еле и выпивали молча. Чувствовалась напряженность. При всем желании Николай Михайлович не мог заулыбаться, хлопнуть сына по плечу, сказать, да ладно, брат, все будет нормально. Погода в этот день стояла солнечная, припекала и тянула идти на улицу. Взять выдергу. В стайке уж не существовало, лишь слой мусора и окаменевший свиной навоз. Дровяник стоял без крыши, но его дальнейшая разборка застоприлась, тетка с тихим упорством наставила, что сперва надо построить новые дровяника и угольник, а дожди пойдут и где топливо убрать сухой. Умом Николай Михайлович соглашался с ней, а душа требовала скорее сломать старое, строить дом, да и не было материалов для новых дровяника и угольника, не с гнилья жилипить. Рядышком, где надо поставить, и сейчас за праздничным столом стала капать старуха, далеко-то я не могу, у меня ноги плохи. «Да зачем вам за углем ходить?» возмущалась Валентина. «Коли есть, тема!» «Я безнадежный, неверящий вздох». Николай Михайлович помрачнел еще больше, налил водки. «Ну, за праздник!» Настроение тетки Татьяны передавалось ему, заставляло сомневаться в каждой мелочи. А то и дело тяжелыми лапищами сдавливали мысли о скорой свадьбе сына, неожиданный, скороспелый, неправильный. С горем пополам договорились со сватами, где будут свадьбу исправлять, во дворе у Тяповых. Двор просторный и ровный, вынести столы, всех рассадить, почему-то сваты предполагали, что гостей будет много. А завтра утром нужно ехать в город за продуктами. Уже список составили, что купить. Два тетрадных листа получился. Гараж Николай Михайлович продал быстро. На оформление документов шло часа полтора, и теперь в подзеркальной тумбочке лежали двадцать семь тысяч. Завтра часть их потратится. Дверь большие деньги, это по нынешним временам. Комметр Броуса Елчев узнавал, почти полторы стоят. На дом нужно венцов пятнадцать минимум. Комметр на венец пятнадцать на тысячу пятьсот двадцать две пятьсот. Лучше все-таки из кругляка дешевле, хотя советоваться надо с людьми. Самое неприятное было в том, что до сих пор не определилось, где Артем с женой будут жить. Этот вопрос обе страны обходили стороной, боялись скандалы. Через два двора от Елчевых стояла брошенная избушка. Николай Михайлович как-то сходил, осмотрел ее, надеясь подремонтировать, приспособить под жилье на первое время, но надежда быстро погибла. Один угол сробы совершенно сгнил, и избушка завалилась с набок, держалась кое-как пока на голимой трухе. Двенадцатого мая утром Николай Михайлович отвез сына с невесткой в Захолмова. Там они расписались. Спровождала их одна из сестер Валентины, немолодая уже, рыхлополная бабенка с волосатым подбородком. Всю дорогу елтышев с неприязнью и любопытством поглядывал на нее, преподнес бог родственничков. Впрочем, виду не показывал. Все-таки торжество, да и природа радовала, как могла. Небо было по-весеннему высоким и чистым, деревья покрылись снежно-зеленой листвой, коровы на ближнем к деревне лугу с аппетитом после месяцев сена и комбикорма жевали так, что вылезшую траву, в обородах рачали тракторы, распахивая влажную землю. Возле распахнутых ворот Тяповых уже ждали человек пятнадцать. Жена Николая Михайлович стояла рядом со сватьей, обе широко улыбались, но в глазах была тревога и озабоченность. Отец Валентины, не просыхающий, видимо, с первого мая, пытался собрать расползающие смехи баяна. В толпе Елтиш заметил и Юрку, приодетого побритого вместе с супругой миниатюрной, стройненькой, будто не рожала шестерых. Были неожиданные харины. Остальных же Николай Михайлович или не знал вовсе, или только встречал на улице, в основном, наверное, родня и подруги невесты. только стали выбираться из машины, тяпов заиграл, сбиваясь на своем баяне, запел с хмельной разудалостью. Вот кто это за горочки спустился, наверное, милая моя идет, и быстро замолчал. Пение мешало поздравлениям, скриком, объятием, праничной суете. рассели запереполненные едой бутылками столы. Молодые были серьезно, даже мрачноватым, особенно Артем. Опускал глаза, старался не встречаться взглядом с родителями. Зато гости веселились на всю катушку. То и дело, кто-нибудь закусив очередной тост, начинал показно морщиться. А колбаса тост горькая! И остальные тут же дурными голосами подхватывали. Горько! Горько! Артем с Валентиной поднимались и целовались. Фадьба смущен через силу, как чужие. Сейчас, имея возможность рассмотреть родителей сестер невестки, Николай Михайлович отметил те общие черты, что делают родственников похожим. У отца Валентины были тяжелые и набрягшие веки. Сначала ел, что это от пьянства, а теперь видел фамильные. И скулы тоже одни островатые, массивные, для мужика может неплохо, а женщин платят. Старшие сестры Валентины были обе полные, приземистые, мать. Сама Валентина еще сохраняла стройность, но это, скорее всего, до первых родов. От матери у дочерей был и нос, широкий, слегка вздемтый, по молодости довольно миленько, наверное, лет в сорок. Да, вот свинечки, вот свинечки, все повторял мысленно Елтышев, и своя жена, сыновья, представляли сейчас настоящими аристократами. Отец Тяпов после каждой выпитой рюмки порывался играть, ронял баян, ругался, сам чуть не падал, потом встал со стула, качаясь, как пруд на ветру, подошел к Николаю Михайловичу. Ну, чего, сваток, приобнял за плечи, будем жить теперь, эх, последнюю дочку выдаю, отпускаю, выпьем, куда уж тебе пить-то, остановила жена, иди, полежи там, ног, последнюю дочь, и вот, Тяпов, обращаясь к елтшу, уткнул жену в бок, и вот с ей останусь тут догнивать, если я мать ее, двадцать лет тут живет у меня, помирать пришла, а все, жена тряхнула муженька баянист, хватит молоть-то, опять, как давний. Николай Михайлович налил водки в первые попавшиеся рюмки, пригласил, как мог, бодрее, давай, Георгий Степанович, за все хорошее, чтоб у детей сложилось, во-во, это правильно, очень правильно, и, забыв чокнуться, Тяпов бросил содержимое рюмки в рот. Как обычно, пьянел елтышев медленно, а сегодня и не пьянел почти, отяжелел душевно, с каждой рюмкой застолье становилось все неприятнее, гость какими-то случайными, ненужными, раздражало, как жадно ест Юрка, без хлеба, как, не дожидаясь остальных, никому не предлагая, наливает водку, глотает, глотает, рвался, раздражали периодически взрывающиеся восторги в адрес погоды. Благодать-то какая, это хороший знак, боженька свадьба наш солнышком благословляет, да, погода прелесть, что и говорить. Николай Михайлович нащупал в кармане пиджака сигареты, отошел к калитке, в закрытой широкой доской будке заворчала собака, собаку надо бы завести, тут же кольнула мысль, машина без призора ночами, дождем с однажды. За столами опять стали скандировать горько, горько. Артем с Валентиной устало приподнялись, не обнимаясь, поцеловались с кончиками губ. Гости захлопали, зазвенели бокалами и рюмкой, и где им первую брачную проводить? Николай Михайлович оказался рядом муж Харина и высокий, сухой, совсем не похожий на деревенского мужчина. К этому очень пошли бачки. Да ведь он из города, вспомнил Елчев. Сигаретку не угостите. Елчев дал сигаретку и сжигалочку. Ни говна, ни ложки, вспомнилось выражение, которое часто слышал от сержантов в дежурстве. Как там, с пилой, спросил. Да вот никак контейнеру дойти не может. С готовностью возмутился Харин. Каждый день звоним, ругаемся, не дай бог, потеряли. Я уж под пол копать собрался. Молодых же селить где-то надо, дом строю. Да, да, правильно, а вы руками ж только копать будете. Я могу с трактористом договориться, захомни у нас приятель на Беларуси с ковшом работать. А, полчаса работ. И сколько это будет стоить? Харин как-то неровно дернул плечами. Так сказать не могу, договоримся, в пару сотен думаю, уложимся. Глава десятая. После свадьбы что-то важное сломалось в семейной жизни. Надламывалось и раньше постепенно. Сначала посадили младшего сына, потом завели уголовное дело и уволили мужа, потом квартиру отобрали. А теперь вот и Артем, как долго державшийся за родителей, слишком долго, как казалось все, продолжавший быть беспомощным ребенком, вдруг взял и ушел. Откололся. И в самый нежелательный для этого момента. Поселился с женой Утяповых во времянке. Димовать там было холодно, но с мая по октябрь жить вполне возможно. Тем более нашелся обогреватель, старенький тарахтящий вихрь, выдувающий из-за решечного отверстия струйку горячего воздуха. У родителей Артем после свадьбы появлялся редко, и это кажется лишь за тем, чтобы взять деньги. Восемнадцатого мая приехал трактор и распахал огород. Отдали пятьдесят рублей и бутылку земской водки. Земля оказалась песчаной, истощенной. Тетка сажала картошку из года в год, удобрять почвы у нее сил не было, что-то собиралась по осени ладно. Пришлось ехать к пустующим коровникам, набивать мешки перегноем. Хорошие нашли целые кучи жирного, черного, даже не заросшего сорняками, хотели во время посадки бросать в лунку понемногу, какая-никакая подпитка. Проходивший мимо мужичок остановился, спросил сердит, на город что ли берете? Николай выпрямился над мешком, приготовился к перепалке. А что, нельзя? Да можно, только соленый он, хуже сделайте. И объяснил, где взять нормальный перегной навоз. А простали мешки, поехали туда, куда указал мужичок. Ей еще хорошие люди, шептала Валентина Викторовна. Спасибо ему. На следующий день сажали картошку. Пришел и Артем, копал лунки, в которые Валентина Викторовна бросала морщинистые с бороденкой ростков клубишки. Николай копал лунки в другой части поля, сам бросал картошку, присыпал землей, иногда обращал внимание на работу сына и сердился. Ну, у тебя глаза есть или как? Че ты кривишь так? И на равном расстоянии лунки делай, не чисти. Тетка сидела во дворе, перебирала вынту из-под пола картошку, отыскивая более-менее крупную на еду. До августа закончив с картошкой, сделав жене парничок под огурцы и несколько гряд, Елчишев вернулся к строительству дома. Доочистил квадрат 10 на 10 метров, наметил место для подпола, срыл землю штыканаты. Оказалось, она вполне пригодна для посадок, и Николай Михайлович отнес ее в огород. Дальше пошел песок. Копать было легко, но соблазнял обещанный трактор с ковшом. Действительно, трактор тут на полчаса работа. Сходил к Харину, напомнил. Да, я узнавал, закивал тот, он обещал в субботу, аванс требует на солярку. Сколько? Харин оглянулся с настоящего сзади жену. На сотню? Не слабо солярку у вас стоит, усмехнул Сьелчев, но делать было нечего, отдал деньги. Жду. Да, да, в субботу, и с бревнами еще будут, нет? Харин вроде бы обиделся слегка. Будут, конечно, я помню, работаю в этом направлении. В ожидании субботы Николай Михайлович съездил в город, купил на рынке пять мешков цемента по 87 рублей, гвоздей, подборную лопату, ножовку, электродрель, продуктов, сахар для варенья. В субботу трактор не появился, уже по темноте зло и уставший от впустую потраченного дня Елтышев снова пошел к Харинам. Калинку открыла Елена. Так всегда радушно завулыбалась. Что случилось, Николай Михайлович? Муж дома? Нет, уехал. Куда уехал? Елена спрятала улыбку. Какая вам разница? Небольшая. Елтышева стала поколачивать. Он мне трактор пригнать обещал сегодня. При тебе обещал? А, да, да, кажется. И как? Где трактор? Харина удивленно скривила губы. Почему это вы меня-то спрашиваете? И таким тоном? Слушайте, Николай Михайлович поморщился с усилием взглатывая. Слушайте, что-то я вас не пойму. Пилу мне с февраля, несете бревна с марта. Теперь вот трактор я. Что вам, лох, что ли, как бабло отстегивать? Вы не выражайтесь, пожалуйста, тоже разлилась Харина. У меня дети во дворе. Я скоро не только вырос. Я мент. Со мной опасно шутить. Я шуток не понимаю. Харин пригнал трактор на другой день к обеду. С Елшевым демонстративно не разговаривал. Вопросы, где копать, на какую глубину задавал тракторист. Был он уж порядком под балдой, еле-еле втиснулся в своем Белоруссии во двор. Москвич перед этим Николай Михайлович переставил на улицу подальше на всякий случай. Долго скреб ковшом сделан на Елшевом до того углубления густо дымил кривой прогоревшей трубой. Наконец ковш словно бы нашел в почве слабинку и стал зачерпывать. Ссыпал землю тракторист беспорядочно и Елшеву несколько раз приходилось указывать куда именно насыпать. Тот утвердительно тряс головой а потом опять валил то направо то налево и сама яма получилась кривой ближняя к трактору стена почти пологой. Дождавшись когда глубина стала метра три Николай Михайлович скрестил перед собой руки хорош и тракторист с готовностью дал задний ход напоследок врезавшись колесом в столб ворот. Да что ж ты делаешь зарал Елтыш дебил трактор чуть развернул Беларусь выехал на улицу и уж не останавливаясь будто убегая помчался в сторону за холмом. Рассчитаемся подошел Харин усмехнувшись заговорил Николай Михайлович достал еще сто рублевку а еще одну это уж одну отдал я помню но двести трактористу и сто мне за что как это за что изумился Харин я ездил в захолму три раза договаривался Елтышев не спеша сдерживая себя закурил посмотрел на Харина а верни сюда этого тракториста своего я спрошу сколько ты ему обещал это мое дело ясно в общем запомни разводить меня у вас больше не получится он выдернул из рук Харина бумажку сунул в карман будут бревна будет пила будут деньги понял теперь не знаю как быть что ты не знаешь да что делать мне что в таких случаях делают голос Харин стал глухим пришел жене стал угрожать милицейские порядки тут не пройдут Николай Михайлович тут деревня таких тут не любят раньше раньше дал бы елчев такие слова в грудак так он и делал когда служил а теперь пришлось терпеть но кулаки чесались действительно физически чесались словно комары накусали даже поскреб ногтями казанки и четко с расстановкой сказал жду машину бревен и бензопилу за которую уже заплачено получу будем разговаривать нет на себя пенять загнал москвич во двор стал возиться с воротами Харин стоял и наблюдал как елтышев поправляет погорежный столб волочат осевшие хлипкие воротины вставляет слегу в железные скобы наблюдал что-то соображал неделю и две Николай Михайлович казалось что Харин вот-вот привезет обещанный все-таки рвать отношения никому не на пользу хотя бы необходимые именно сейчас бревна яма темнела пугала как вырытая могила елтышев обложил ее старыми досками и бревешками чтобы случайно никто не свалился чувствовал себя каким-то разорителем особенно такая с на взгляд тетки Татьяны вот взял и изуродовал двор после ветра и за ним дождя кучи вокруг ямы покрылись зелененькими точками что-то стал там прорастать в конце концов не выдержал поехал в захолмво на пилораму встретили его равнодушно поначалу вроде бы даже не понимали чего ему надо бревна есть спрашивал елтышев да есть конечно вон целые горы и в какую цену мне штук двадцать надо срочно бревна мужики переглядывались да мы их на доски распускаем мне надо бревна купить для погреба но это надо у начальства спрашивать а где начальство да где тут после долгих поисков Николай Михайлович удалось найти начальника пилорамы и он тоже долго не мог взять в толк чего от него хотят доски у нас в ассортименте перечислял упорно горбыль брус мне бревна надо бревна не продаем боже рядом и что елтышев нервно хмыкнул сосны ехать валить ну договориться с кем с лесничем нам невыгодно кругляк продавать мы доски можем горбыль брус обрезь на трава вечером вымотанный до предела опустошенный сидел Николай Михайлович в огороде лесничий он так и не отыскал бревнами не разжился и впервые встретив Юрку сам позвал его выпить как брал дома закуску жене сказал чтобы сидеть с соседом на воздухе Юрка сбегал за спиртом спирт оказался уж не такой ядовитый с устатку даже приятный после сотни граммов стало слегка полегче но настроение не улучшилось смешанный со злобой досада обострился вот полгода больше здесь прожил заговорил Елтышев глядя на синеющие в густеющем сумраке верхушки сосен а никак не привыкну к людям не могу привыкнуть хотя и мало с кем сошелся сначала как-то неприятно было а ты радуюсь меньше думаю меня развели вот скажи повернулся к Юрке зачем этим харинам так в наглую надо было меня и удержался не сматерился накалывать сначала бензопилу втюхивали которой видимо и в природе нету две с половиной тысячи за нее отдал потом бревна обещать наобещал лесником человек работает могу заместить как-нибудь кто лесником перебил Юрк харин что ли ну да он мне еще в начале марта сказал что устраивается бревен наобещал взял деньги да никакой он не лесник Михалыч дома сидит может сулились ему но не взяли Елтышев не мог поверить он мне сам сколько раз точно не лесник да точно я то знаю Юрк быстро плеснул в стопки вздрогнем и когда выпили сразу не заедая стал объяснять его понять можно что он так то а на что им жить тем более с питью детьми я вот местные родни полдеревни все чем ничем а помогут а им приезжим на детские деньги живут картофан едят сплошной вот приходится и большинство здесь таких мне вот думаешь приятно так не совсем же я скотины а стыдно утром просыпаюсь и чего чего делать то тридцать девять лет все вроде умею могу а толку ну умею в смысле что тут где мне требуется все работы перепробовал это всюду знаешь Михалыч за что увольняли не за прогулы и это самое щелкнул себя по горлу а что место закрывалось ну так удобно рассуждать я много такого наслушался когда в трезвике работал возможно как-нибудь и в таких условиях человеком оставаться а как закипятился юг подскажи если знаешь соболей у нас нету чтоб промышлять грибы бруснику сдаем и картошку скупщикам ну это копейки все а так ну вот как мне детей содержать один тут у нас мурущук такой решил когда можно стало всерьез решил гусей разводить штук двести пятисуточных купил комбикорма сколько там мешков вырастил на пруд стал выгонять весь пруд белый был ну первый год хорошо правда с десяток то ли украли то ли еще не знаю ночью забил сдал молодняк подрос ну думаем вот и фермер у нас появился а на следующий год взяли и все его гуси передохли жег жег их потом в огороде жег жег и сарай подпалил под мухой был наверное с сарая на гараж там машина в общем сгорела все года два в бане жил баня у него в стороне стояла у пруда раз раз уцелела пил по черному жена убежала потом парализовала его случайно обнаружили а так бы с голоду помер увезли куда-то не знаю такой вот фермер был у нас да и Юрк снова налил в стопочке да и где денег-то взять на начало на гусят этих или еще на что тут сотни появится и то счастье и ты ее пропиваешь скорее добавил Ялтышев в глазах Юрки блеснула обида но пью допустим я надарма обычно и семьи ничего никогда не тащил зря ты так он пошевелился на штабе ледосок Николай Михайлович показал что Юрк собирается уйти но вместо то он взял стопку и выпил Ялтышев тоже выпил закурил довольно долго молчали Ладно Юр я не со зла то есть со зла но ты тут ни при чем мы с Николай Михайлович путались слова трудно приходили на язык ты посоветуй что с этим Харином делать как деньги вернуть три тысячи должен за пилу за бревна не слабо зачем давал вперед поверил Юрк щекнул и ел что вдруг тоже стало смешно что его вроде бы тертого мужика так облапошили раз и другой что со злой веселостью сказал он видно придется вышибать думаю от лоха нашли нет со мной такой не пройдет и обрадовался что говорит при Юрке пускай передаст да надо вернуть деньги согласил стат это святое может выполнят еще пилот у них есть материалы приводит строить что-то в ограде глава одиннадцатая медовый месяц получил совсем не медовым большую часть дня Артем проводил в тесной времянке с одним тусклым оконцем лежал на кровати прислушиваясь к шагам во дворе голоса выходить включаться в чужую жизнь было неудобно и неприятно как давали звала есть Артем поднимался шел тихо садился на свое место стараясь не глядеть по странам пережевывал что давали питались тяпово не очень разнообразно картошка в основном вареная гречневые рисовые каши соленое сало с толстой кожей иногда мясо с подливкой много белого пористого хлеба соленые огурцы переквашенные капусты почти каждый день на столе появлялись ломти соленого арбуза на вкус Артема редкостной гадости в доме обитала примерно того же возраста что и бабка Татьяна старуха может еще древнее она тоже говорила мало сидела на табуретке в одном том же углу глядела тоскливо исходно выцветшими будто покрытыми бельмом глазами как ее звать Артем до сих пор не понял родители Вали называли ее мать Вали и ее сестры и их дочки старух вроде бы не замечали по вечерам выбрав момент когда Артем находился один во времянку сходил Георгий Степанович оценивающий оглядывал помещение спрашивал ну как оно обживаешься Артем кивал добро давай желание нет пропустить по капле да так в общем-то Артем не был против денег нет чаще Георгий Степанович сочувствующий вздыхал или порядка еще говорил что-нибудь и уходил а случалось доставал из кармана старенького пиджака бутылку у меня имеется выпивали или здесь же или на заднем дворе устроившись на чубаках и отгоняя кур от закуски закуска состояла из хлеба и пирьев лука батуна в начале питья Тяпов любил рассказывать о прошлом я аж один во всей деревне на баяне умею и раньше тоже как что ко мне поиграй жорушка и подгревают стаканчиком накормлен потом до отвалу а когда молодым был ох хорошо песен знал тысячу и душевный и блатный и солдатский парни даже кто старше уважали девки висли гроздья даже знаешь дрались за меня ах каждый вечер праздником был спать как ты вот некогда было днем работаю потом помою с рубашкой наброшу баян подмышку и гулять к трем четырем домой приползаю подремлишь до семи а там снова работать ох покуражился конечно ей что вспомнить когда в бутылке оставалось стрить тема менялась тесть сбивался на настоящее ах Артемка а теперь осталось вспоминать только вот видишь как совпало и возраст такой и времечко когда все покатилось черт куда у нас тут пошивка стояла я на ней считай всю жизнь грузчиком сторожем мешки шили простые но все таки и польза кто-то же должен шить мешки а теперь все было да все прошло сколько девок разных филос а женился он сержант сверхсрочник какой-то а не женщина эх Артемка по-честному так же как и у тебя получился жей жей случайно а потом объявляет что залетела жениться пришлось а гулял до меня дай боже о девке вроде на меня похоже а похоже Артем кивал глядя в замусорную щепками землю такие параллели ему не нравились и любовь к Вале точнее то чувство которое он считал любовью грязнилась грязнилась и странно было зачем честь ему это рассказывает жалко что девки одни нарожались все три скучно без сына ты хоть не подведи заделай мне внука рыбач с ним буду ходить на баянь ночью если Георгий Степанович перебирал в нем просыпался первый парень на деревне он заламывал на затылок кепку надевал баян и приставал к жене какие-то его грехи вспоминал несколько раз Артем становился свидетелем их драк это дралась жена била костяшками пальцев Тяпова по голове он матерился смеялся повторял что она ему всю жизнь поизгадил Валя скорее уводила Артема во времянку включала старенький кассетный магнитофон выбор музыки был невелик несколько кассет с песнями популярными лет 10-15 назад вроде комбинации миража Влада Сашевского сделав звук погромче Валя 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 и утро но это не радовало наоборот то и дело вспыхивало раздражение тем что они постоянно рядом хотя друг к другу по-настоящему не привыкли еще к тому же Валя стала отказываться от ласк ссылалась на беременность на неважные самочувствия я слышал это в начале бывает говорил Артем тошнота токсикоза и у тебя же не было было я старалась виду не подавать и интересно а теперь не стараешься и у Артема возникало ощущение что его обманули Валя прижималась к нему целовала но как-то казалось по обязанности ну что ты шептала жалостю я за маленького боюсь это опасно ведь пятый месяц потерпи ладно ложились на узкую панцерную кровать обнимали друг друга закрывали глаза заснуть в таком положении было трудно поэтому через несколько минут поворачивались друг другу спиной тяжело натужно вползали в сон утром Артем пытался вспомнить что ему снилось но ничего не вспоминалось черная полоска забытья и просыпался неосвеженным как будто спал полчаса одни пустые долгие проходили у него в размышлениях парни имевшие отношения с женщинам всегда представлялись ему словно бы выше его заранее сильнее ведь для того чтобы овладеть женщиной нужно обладать чем-то особенным необыкновенным чего у него не было и все его юношеские попытки сдружиться с девушками добиться секса заканчивались быстро и плачевно девушкам достаточно было перебросить с ним нескими фразами чтобы узнать к нем того кто этим особенным и необыкновенным не обладает и не теряли к нему интерес фраза три или четыре благодаря выпивке неуклюже и общение перерастало в близость но опять же заканчивалась неудача кроме стыда от этих близостей ничего Артем не оставалось когда уединение в предбаннике стало у них с Валей повторяться Артем наконец-то почувствовал себя равным многим мужчинам брату который хоть и был младше на два года повзрослел намного раньше но теперь спустя полгода Артему частенько казалось что может лучше бы их с Валей знакомства не случилось или близость так далеко не зашла переводиночество и там мучительная тоска вспоминались как нечто светлое сладостное невозвратное неприятно было все чаще и чаще видеть выражение страдания на лице жены неприятно было как она придерживает будто охраняет почти не обозначившийся живот но всего тяжелее было ощущение своей запертости здесь в этой время в этом дворе где любое его появление встречается лаем до сих пор не привыкшего к нему трезор никто конечно Артема не запирал не сторожил запирал и сторожило сознание что теперь он должен быть рядом с женщиной которая стала его женой да и куда было идти к родителям где он был заперт до этого к родителям его приводило отсутствие денег ну и слабое желание помочь по хозяйству о к нам гости перцы издевательски воскресал отец проходи рассказывай как медовый месяц медовый месяц про себя повторял Артем дайте пять тысяч будет медовый в месяц отцом поставил новый сортир тупо глядя в яму во дворе слушал возмущение по поводу того что Харина не исполнили своих обещаний ни пилы ни бревен а яма вон осыпается печку надо в бане срочно менять полок новый сколотить а досок нет подходящий и вообще всю баню надо новую хотя бы фундамент дома до осени залить да надо соглашался Артем но по-настоящему не верил что они в силах что-то здесь среди этого старья изменить над сортир он бились четыре дня и получился он кривоватым низеньким тесным отец объяснял это отсутствием подходящего материала но дело было скорее вы их неумение строить да одно дело сортир а такой дом баня событием для родителей стала покупка щенкалайки у школьного учителя труда купили за символические двадцать рублей специально сучку на развод назвали не убирая долгодингой несмотря на щенячьи два месяца она оказалась всерьез злобной знала свою обязанность охранять территорию внутри ограды умела отличать своих от чужих артем она встречала ворчанием переходящим в тонкий но сердитый лай пыталась схватить за ногу молодец динушка хвалил отец и трепал ее за складчатый загривок хорошая хозяйка растет понимая что это глупо артем все-таки обижался нашли замену теперь домой не прийти там лают здесь и вроде бы играя с лайкой он расстрабливал ее чувствительно шлепал по морде тыкал вбок подсекал носком ботинка лапы динга взвизгивала отскакивала но тут же старался отомстить с неумелым рычанием бросаясь вперед главное что тяготило конечно отсутствие денег имел бы он деньги но о больших деньгах старался и не мечтать мечты выматывали хуже самой тяжелой работы а сотню другую можно было перехватить лишь у родителей просить Артем стеснялся нет не то чтобы стеснялся а опасался услышать в ответ что-нибудь резкое обидное видел как они экономят каждый рубль надеются обустроиться на этих сотках только этим казался живут о семейных делах родители с Артем почти не разговаривали задавали вопросы но ответы не требовали видимо не хотели слушать его жалобы боялись сорваться на упреки и запоздало обвинение да и о чем было здесь говорить все ясно и так непонятно только как дальше жить нам это медленно с трудом начинал Артем о том зачем пришел нам в консультацию надо завтра ну насчет ребенка проверить и что понимая к чему это говорится все же спрашивал отец ну на автобус денег нет совсем до города и обратно что-то она часто в консультацию замечала мать не в порядке что ли с плодом да не знаю но какие-то проблемы на самом деле в консультацию да и то не в город а в захолмыв где было гинекологическое отделение они ездили всего два раза на деньги под это Артем брал уж раз пять поэтому и мялся и боялся отводил глаза просил денег и просто на продукт родители ворчали но все ждавали он шел в магазин покупал чего-нибудь вкусненького картошка уж не лезла точнее разнообразного конфет вафель халвы колбасы макарон апельсинов увидев это на столе Георгий Степанович изумлялся праздник что ли какой и не стеснялся налегать на деликатес позже Артем стал сразу уносить их во времянку ел сам и кормил Валю она не возмущалась что не несет продукт на общество уже в середине лета при очередной просьбе дать немного отец сказал пугающе сухо что означало он на грани бешенства слушай сын не пора ли уж в конце от концов самому подумать как семью содержать Артем сжался отвел глаза ну вот я с 14 лет самостоятельно начал жить училище поступил подрабатывал вечерами потом завод потом армия ты-то до каких пор в ребеночка будешь ходить а вы смотрите вот-вот появится все и отец постепенно распалялся что мне тебя до пенсии твоих только кормить и всех остальных а что делать-то не выдержал Артем чуть не впервые открыто заспорил с ним где здесь работать привезли хрен знает куда и что увидел поберевшие глаза замолчал так тебя значит привезли 25 лет человеку а отец смехнулся обращаясь к матери и бабке те поддерживающие закивали привезли его вольнялся потому что в комнате круглыми сутками вот привезли бездельник ты вот что и женили тебя не изменило другой бы каждый день меня тормошил чтоб дом строить семью свою как-то устраивать а ты давай строить подходил Артем я не против давай отец поднялся быстро ушел в комнату чем громыхнул и вернулся с пачкой денег бросил на стол вот десять тысяч строй езжай покупай кирпич цемент доски железо давай строй а я помогу и пальцем подпихнул голубовато белые бумажки в сторону Артема мать сидела странно тихо не останавливала беснующего с отца ничего не предпринимала а ведь это ее идея была суда она вспомнил Артем и почувствовал к матери что-то похожее на ненависть ненавидеть отца боялся ну что и деньги оказались еще ближе к Артему мы с матери уж старые мы тут как-нибудь доскрепим строй переселяй женушку ребенка все в твоих руках ладно пойду Артем медленно поднялся ожидая что его остановят потребует сесть обратно и что-то в итоге решится направился на улицу хорошо что не курю неожиданно порадовался ощупываю пустые карманы в которых не было даже мелочи а то вообще подвешивайся на следующее утро к Тяповым пришел отец вызвал Артема присели на траву у пруда долго молчали глядя в стороны за деревню и покрытые осинником невысокие горы может слепо смотрели ожидая время тяжело нам хрипнул отец и прокашлялся тяжело вот срываемся с мамой что-то заметил на себя не похоже стало не знаю что делать тупик какой-то и сил нету думал переедем зиму перекантуемся а по весне начнем быстро дружно и новую зиму в новом доме встретим ну вздохнул тяжело и действительно как-то весил ну что об этом я всю ночь не спал все варианты перебрал сегодня с мамой поговорили может так правильно пойми может тебе милицию устроиться подумай у меня связи остались все-таки поговорю а ты в армии отслужил тридцати еще нет должны взять сутки дежурить потом двое трое здесь люди так работают или общерить там есть может удастся надо как-то из положения выходить подумай артем не знал что ответить предложение было неожиданным и диким в школе доставалось он за то что отец его мент только когда Денис вошел в силу пацаны успокоились но это предложение обещало просвет впереди слабый правда но все же слава богу отец не давил больше ничего пока в голову не идет пока вот достал из нагрудного кармана рубахи пятьсот рублей держи не транжирь так сильно сам понимаешь и завтра приходи пораньше поедем за пилматериалами заказывать что там дальше а за дом надо браться добро добро мушинально повторил артем и придя в себя добавил бода да конечно давай глава двенадцатая числа с десятого июля большая часть деревни целые дни проводила в бару сначала брали назревшую в лагах жимолость те у кого были мотоциклы и автомобили или был доступ к тракторам забирались дальше в отроги саян где уж начиналась тайга там сто 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 семьдесят рублей чуть позже жимолость появлялись грузди сначала сухие ценились они не очень высоко но лезли из мхаби счисно их собирались радость продаж не продаж но хоть самим в зиму еда солили в банках или катках были семьи где только ими от голода и спасались после сухих наступало время настоящих груздей рыжиков эти на рынке ценились и скупщи за ними охотились на грибной сезон отпирали стоящего магазина сарайчика за год конторы но принимали там дешево на вес килограмм семь рублей добрали червивый изломанный за год контор ушли в основном местные алкаши чтобы заработать на пол-литра или одинокие старуки а к сентябрю поспевала и бруснейка в бару мелковатая редкая которую приходилось брать руками на таежных же прогалинах рясная чуть продолговато размером почти с горошину для такой чуть ли не у каждого был изготовлен грибок фанерный или жестяной лоток с ручкой оканчивающийся тесным рядом стальных зубьев слегка загнутых вверх таким грибком чесали брусничник ягоды и часть листьев всыпались в лоток а стебельки проскальзывали межзубьев с помощью грибка ведро наполнялось на глазах Валентина Викторовна помнила как отправлялись раньше за брусникой транспорта тогда почти ни у кого не было совхозными тракторами и лошадьми пользоваться боялись поэтому уходили пешком несли на спинах огромный фанерный турб брали с собой одеяло и брезен запас еды на три на пять уходили в то время брусника была одним из немногих способов получить приличные деньги а сейчас наверное даже большим спасением от бедности но людей отваживающихся забираться в тайгу находилось совсем немного и в основном пожилые мужчины тощи закалки те что помоложе или вообще не ходили на промысел исключением были грибы брали слегка и быстро при урожае или ограничивались буром на холмах за деревней росла клубника но ее собирали в основном для себя было мало к тому же из-за высокой травы она не возревала как следует зеленоватая водянистая быстро закисающая такую на рынок не повезешь варили из нее варенье или у кого сахара не было сушили чтобы потом добавлять в чай начинять пироги но это как говорится баловство ценилось же по-настоящему то что можно было продать жимолость Елтшева чуть было не пропустили занимались сооружением подпола готовились заливать фундамент Артем раз-другой обмолвил что родители Вали собирают за жимолостью что говорят жимолость в этом году хорошая но на его слова не обратили внимания было не до этого потом пришел сват Георгий Степанович трезвый побритый седовато пеги и волосы причесаны завлыбался увидев в дворе Валентину Викторовну и Николая здравенько и проходя мимо москвича погладил поцарапал крыло шершавой ладонью как оно все конечно семя крапивное отогнал набрасывающуюся на его ботинки дингу да так Николай как раз сколачивал опалубку Валентина Викторовна ему помогала придерживая доску Артема в этот момент дома не было ммм покивал сват значительно словно услышал важный ответ какая если помощь нужна говорить без стеснения родня все ж таки заглянул в обшитую досками сороковками яму подплы глубокий правильно я вот чё ягда ж подошла слыхали слыхали в тоннему ответил Николай и как ехать собирать добрая жимолость в этот год мы с моей по боркам прошли два ведра надергали а в саянах вообще кусты все синие бери не хочу и постепенно словно расшатывая стол принялся убеждать елшевых съездить в тайгу за день ведра по три надергаем часть себе с сахаром передеть остальные на продажу за сто семьдесят ведро десять литров идёт куда с добром Николай честно сказал что у него бензина на дне бака да за холм только доехать в Мураново заправки не было да сват подозрительно охмурился ну так поехали заправимся и завтра утром рванём ждать-то нечего погода вон какая жарень истечёт жимлость и ни ягоды и ни денег елшего согласились рано утром солнце только над горизонтом приподнималось выехали вчетвером молодые остались пускай отсыпаются зевнул сват но его жена тут же привычно стала с ним спорить я дам спать а корову дарить кто будет спать на том свете выспимся как у Вали беременность оборвала её вопросом Валентина Викторовна да нормально не жалуется скорее всего из-за некачественного бензина москвич чихал что-то где-то пухало и Валентина Викторовна с замиранием сердца ожидала что вот сейчас пухнет особенно громко и машина остановится не могла забыть одного случая лет пять назад они с мужем вдвоём поехали за город взяли мясо шампуры и решили пикничок устроить вспомнить молодость а вместо этого пришлось чинить карбюратор на пустынном проселке и комаров как раз туча просто была Николай копался под капотом а намахал над ним полотенце поначалу дорог была хоть в Рытвинах но асфальтированной затем же после крошечной деревушки десяток низких избушек скрытыми толем крышами под названием кустов оказалась едва заметная колея еще с километр и мое место сказал сват так будто открыл великую тайну но километра не проехали почти сразу начались камни вымоенные лужи неизвестно какой глубины здесь здесь на уазик только ползать решил Николай слегка съехав склиз заглушил мотор да ладно Михалыч дальше можно мы тут с Виталькой на Урале ну сравнил Москвич и Урал я под дом пробивать не хочу пешком пройдемся из земли выпирали огромные замшелые валуны а меж ними тесно будто люди в узких коридорах торчали щилые ели суховатые листницы и кусты жимлости ягода действительно висела полным полно правда братья было неудобно ноги постепенно затягивала стоящая под омхом болотистую грязь и каждую минуту другую приходилось переступать хорошо а спаги обули а то бы Георгий Степанович принялся за дело с азартом как-то одновременно всеми пальцами обеих рук захватывал кусты и сдергивал с них ягоды сбрасывал с ладони в зажатое меж ног ведро он очень быстро набрал надергал полное ведро и направился в сторону машины по пути полушепотом но Валентина Викторовна нас слышала предложила Николаю может пропустим пойдем по стопарику мне взято Николай отказался Тяпов так и не вернулся его жена сперва ворчала про себя а потом обращаясь к Елтшим куда его черт-то унесли вечно так начнет и бросит набрав по два ведра пошли к стану Георгий Степанович лежал рядом с москвичом на сухой кочке рядом пустая бутылка объеденной без корок булка хлеба да что ж это такое мгновенно обозрелся Тяпу ты че нажрался опять идиот и бросив ведра чудом они не прокинулись стало трясти мужа тянуть завласок вверх георгий георгий степанович мучал и отмахился но пускай он спит не выдержала валентина викторовна чего уж теперь уйдет несчастный и напоследок Тяпу ударил его кулаком по голове георгий степанович повалился обратно на кучку съездили в целом удачно каждый не считая так и не протрезвившего со свата набрал по четыре ведра вернулись в деревнище засветло на следующее утро только сели перебирать жимолость снова появился георгий степанович бодрый деятельный но чё решили в смысле да с ней кинул на ягоду перекрутием сахаром да куда столько-то литров десяти в зиму за глазах хватит не картошка же повезли Михалыч продади им а Тяпов по-приятельски потолкнул Николая какая-никакая денежка елчево запредставали было ехать торгашами на рынок казалось унизительным но Тяпов продолжал убеждать и убедил все-таки триста рублей а четыре мешка цемент Николай пошел выгонять машину Валентина Викторовна надела свой выходной костюм потом когда уж ничего нельзя было вернуть изменить она час задумывалась пытаясь определить в какой момент началось это не внешне внешне началось давно с арест Дениса а внутреннее сползание на дно жизни сначала моральные нити стали рваться одна с другой недопустимое ранее стало допустимо и в итоге допустимо стало все да чертой стал тот день по крайней мере для нее у Николая машина не завелась и он тыркой ключом зажигания выскакивая из кабины что поправлял подчищал отверткой то ли в карбюраторе то ли в стартере громко кажется впервые не стесняясь посторонних матерился потом появились Тяповы узнали что москвич не заводится решили ехать на автобусе Валентина Викторовна увидела виноватые глаза мужа сказала что ж я с ними обернула ведра наволочками и побежали на остановке толпилось человек двадцать в основном женщины с ведрами муж помог ей забраться в салончик ничьи из головы передал ягоду Валентину Викторовну не возмущали ни тычки ни грубой женщины все происходило словно во сне Вдавки оберегая каждые свои ведра доехали только двери паза открылись ринулись на берегонки на рынок Рынков в городе было несколько но по традиции большинство жителей делали покупки на центральном между автовокзалом и телецентром туда же стремились торговцы для участников были отведены несколько рядов железных прилавков зимой и ранней весной ряды эти пустовали или их занимали продавцы игрушек носков мелких электроприборов а летом за каждый сантиметр прилавка шла настоящая битва ругались заставляли уплотниться стойко держали места для приятелей старались занять пятачки с краю чтобы товар видел большее количество возможных покупателей Валентина Викторовна оказалась на рынке с двумя ведрами в начале десятого в то время когда продавцы уже заняли все места разложили попривлекательнее товар закрепили здесь до вечера стояли или сидели на складных стульчиках ящиках перекладывали пучки укропа редиски первые огурчики прыскали на них водой из бутылок чтобы блестели вяло переругивались с несимпатичными соседями каждого новоприбывшего встречали дружно некуда тут некуда там ищите и неопределенно махали руками да как растерялась Валентина Викторовна куда помогла сватья явно не впервые попавшая в такую ситуацию повела за ряды в брешь рядами добираются добираются как вообще здесь оказались как заканчивают свой день какие мысли у них в голове когда стоят они вот так и час и два и три для нее стало все стремлась работали вместе много лет отношения были не очень гладкие но сейчас они обрадовались встреч как ты живы здоровы спрашивала Наталья да Валентина Викторовна хотела махнуть рукой но передумала как могла приподнято ответила устраиваемся дом вот строить начали молодцы хорошо вам деревни воздух а тут задыхаешься в этом асфальте Наталья взглянула на ягоду это жимлость у тебя жимлость сами брали ну конечно Валентина Викторовна же оскорбилась этим вопросом вчера весь день в тайге и почем тебе за сто пятьдесят отдам такт сто семьдесят Наталья оценивающий поджала губы и решилась а давай наверное как без варенья совсем куда бы только куда Валентина Викторовна растерянно смотрела как Наталья полезла в сумку долго у ней копалась слава богу нашла большой шуршащий пакет проверила нет ли дырок дырок не было и сыпай не лопнет да выдержит подхватила ведро Валентина Викторовна стала нагибать ягода с лежавшими с окомками бухалась на дно пакета погоди-ка погоди испуганный голос Натальи и пакет дернулся она у тебя с мусором что ли с каким мусором нет Валь мне такое не надо это ведь целый вечер копаться да и мятая сок вот дала высыпая брат но Наташа не смея обидеться разозлиться умоляюще протянула Валентина Викторовна но бывший служевец уже будто забыв о ней заинтересованно рассматривала ягоду у другого продавца а тот нахваливала самая ложемлость самая экологичная и перебратая конечно берите сто пятьдесят самый в зиму витамин за полчаса до автобуса сватина шла скупщика согласного заплатить по сто десять рублей за ведро дороже не брали пришло согласиться купив кое-каких продуктов побежали на автовокзал Валентина Викторовна чувствовала себя окунутой во что-то нечистое поганое отчего ее уж не отмыться что ничем не скоблить неворованным торговала так пыталась убедить себя неворованным своим но это не помогало глава тринадцатая лето жаркое душное казалось не кончится радость она доставляла лишь плещущиеся в пруду ребятне да насекомых мухи слепни всякие не давали покоя дождей почти не выпадало даже картошку приходилось поливать а с водой было туго летний водопровод не действовал же много лет трубы полопались краны заржавели люди протягивали шланги их колонкам надевали на носики вешали груз на ручку рычаг кое-как тоненькой стройкой поливали легче было тем кто жил близко к пруду у них трубы были врыты в землю к мосткам подведено электричество на мостках устанавливали моторы каму или агидель качали воду для полива для бань те те у кого не было шлангов или колонка находилась далеко таскали воду ведрами немногие плюнув на свои посадки полагались на погоду бог даст чего-нибудь соберем свободное время а было его достаточно и Артем проводил на пруду там с рассвета до ночи кто-нибудь сидел лежал выпивал дремал в клуб почти не ходили на кино не было денег а танцы не проводились сломался магнитофон единственным местом где можно было относительно приятно убивать дни оказался пруд ну и там без выпивки и девчонок изнывали от скуки как Артемка жизнь семейная спрашивали пацаны да нормально ничего а брат твой когда откинется как-то откинется как всегда в разговоре с местными Артем ожидал какого-нибудь подкола ну освободит через два года долго расспрашивали за что сел какой он вообще Артем расписывал брата крутым бесстрашным от этого самому становилось как-то легче пацаны были все те же Глебыч няма цой вице человек пятнадцать кажется вся молодежь деревни мужского полу что делать ты думаешь после долгой паузы во время которой все дружно зачарованно наблюдали за низкокружащимся над водой коршуном задал Глеб с ухмылкой что сначала они цветочки потом птички потом гусыни курицы овцы а потом свиньи пацаны вяло посмеялись это явно давнишний известный всем шут заспорили действительно певица Валерия до сих пор после всех родов такая сексуальная лет так ее снимают разошлись во мнение ее возрасте одни говорили что лет тридцать другие что далеко за сорок Артем был рад этому обсуждению вопрос о том что он думает делать забылся думали что он и не думал об этом боялся думать в очередной раз начали играть в дурака но быстро бросили играли каждый день уже надоело попихали друг друга к воде и скупнеесь сам и скупнеесь а потом ввиться подлодею траву может попробуем а должна б набраться уж жарень сухо само то пацаны скорее из них желание заторчать от скуки согласились одни в том числе и Артем попали в бор за дровами другие стали рвать на увале верхушки малорослой худосочной конопли развели небольшой для дела костер нашли консервную банку и закрепили ее на рогатине которой рыбаки втыкают в прибрежное дно чтобы класть на нее удилище витцер расщепил расстраиваться хлебчик папирос все равно нету о тям у тебя ж тесть беломор курит не впадлу иди возьми у нее пару штук хоть раскуремся Артем поднялся был он тут же сел обратно на траву нет не могу запрягут опять делами я сказал что к родителям пошел что достали меня все знакомо усмехнулся хлебчик за пар хватает взглянула самого младшего компании что болт сгоняешь до магазина собрали пять рублей отдали болту тот побежал остальные молча наблюдали как он огибает пруд вздыхали зевали подтягивались цой начал тусовать растрепанные липкие карты и бросил до вечера был еще ох как далеко да его родителей и в доме жены появляться Артему хотелось все меньше строительство застопорилось на фундаменте который был залит не полностью постоянно не хватало цемента глины которые возили километров за десять щебня отец с матерью увлеклись собиранием ягод и грибов пару раз ездил с ними Артем но пользы не принес грибы искать получалось плохо не видел он их бестолково бродил между деревьями лишь когда под ботинком мягко хрустело понимал что наступил на прячущийся подомхом грусть жимолость чернику смородину рвать было тошно через несколько минут он начинал чихать мошкара и паути налезли в нос в глаза Артем садился на корточке тер лицо мечтал поскорее оказаться во времянке лечь на кровать не могу я жалобно признавался родителям никак не получается а кто а кто может я что ли могу рыдающий отвечал мать я вообще свалю скоро Артем бурчал в управдании с детства надо к этому приучать а так как ее берут вообще этот аргумент почему-то родителями принимался может быть чувствовали свою вину что не приучали раньше они редко выезжали за город ягоды грибы овощи покупали на рынке не из-за нехватки времени предпочитали рынок дачи лесу а из сознания что могут себе это позволить пойти и купить а теперь все перевернулось Артема перестали брать ездили или вдвоем или с родителями в Аль Артем же дремал и шел на пруд с женой отношения были ровные слишком ровные будто с малознакомой даже спали в последние недели порознь он во времянке она на веранде у Тяповых было шумно и многолюдно валеные сестры и дочки лет по 10 12 иногда наведывались мужья крупные туповатые неразговорчивые однообразно хлопавшие Артем по спине но чё своячок все болтались в доме и ограде изнывая от безделья попивали водку загорали на огороде или на пляже пытались полоть грядки но быстро бросали играли со старым трезором который после нескольких минут тормошения лез в будку иногда начинали бурно ругаться потом мирились при помощи водки и соленых арбузов отсыпались и разъезжались через несколько дней съезжались снова Валя все больше становилась похожа на своих медведеподобных сестер полнела крупнела грубела волос красть бросила и постепенно из золотистых они превратились в сирой на лице появились буроватые пятна это пигменты объяснял они у всех при беременности Артема к ней не тянул он слушал старые песенки из магнитофона и думал а что дальше дальше роды осень холод крик пеленки никогда не оказывался рядом с новорожденными не замечал что они вообще существуют на свете нет нет было однажды было однажды оказался зашел в автобус было бы тогда лет двадцать только-только из армии вернулся и как большинство дембелей хотел скорее найти девушку может и жениться семью создать Артем особо не искал но мысли были желания зашел в автобус ему нужно было проехать несколько остановок заплатил кондукторша сел в автобусе плакал ребенок совсем маленький завернуты в пеленке и плакал так что Артем выскочил раньше времени пошел пешком а уж еще долго раздирал и захлебывающий ааааа теперь этот случай вспоминался чаще и чаще И вот так же будет орать скоро его сын или дочь. Все дети орут, и на этот раз никуда не сбежишь. Не выскочишь, это ж не автобус, это ты простой пассажир. В конце августа Саян подул ветерок. Та кромка неба, откуда дуло, почернела. Люди захлопотали, стали срывать крупные помидоры, выдергивать лук, чеснок. Некоторые копали картошку, надеясь дождей просушить и спустить в подпол. Первые груды туч проходили дальше, лишь грозя обрушить на деревню струи ледяной воды. Но воздух набирался зябкой, едкой сырости. И как только ветер ослаб, начался дождь. Коротко, бурный, почти грозовой, а затем, на многие сутки, мелкие и редкие, казалось, готовый вот-вот прекратиться, но не прекращающий сон. Артем маялся во времянке, как в тюремной камере. Включал дребезжащий обогреватель, дождался, когда он слегка оживит, воздух и выключал. Долго слушать дребезжание треск было невыносимо. Заворачивался в тяжелое одеяло, дремал под ленивые постукивания капель от дерева, железо, стекло. В городе дождь был другим, от него легко было спрятаться, забыть, что он есть. А здесь, даже если уши заткнуть, зажмуриться накрепко, все равно спрятаться не удавалось. Дождем пахло даже в теплой избе. Волей и неволей представлялось, как влага точит доски, брено, разъедает железо, шифер, бетон. Наверняка в подполу родителей вода протекает. Вот и построили за лето дом. Подполы — часть фундамента. Есть такими темпами дальше, то лет через пять до крыш дойдут, а подпол обвалится. Вдобавок к невеселым мыслям и томительному безделью у Артема продуло, что ли, заболел зуб. Сначала он просто почувствовал, что он есть один из многих других верхней челюсти, потом заныл, потом уж заболел по-настоящему, ни на секунду не давая покою. Боль перекинулась на соседние зубы. Артем не выдержал, зашел в дом, попросил анальгина, и анальгина не оказалось. Теща развела соду в теплой воде, велела полоскать. Полоскание не помогло. Наоборот, боль стала стреляющей. Здесь снесло, он бы трещало, лопалось. — Ох, да что делать-то! — досадливо прошала теща, перебирая лекарства в жестяной банке с попечения. — Говорят, йодом надо смазывать. — На ватку? — Не туда ее. Валя сидела в единственном в доме кресле, выпустив живот, и смотрела на Артема, так будто он пустяками морочит всем голову. — Ну, давайте, этот, захлебываясь, грехватой слюной, сказал Артем, йод. Через полчаса безуспешных попыток унять боль он направился к родителям. Решил попросить денег на автобус, чтобы ехать к стоматологу. Еще, не войдя, лишь открыв дверь, уловил запах водки. В последнее время, когда бывал здесь, часто сдавал отца сидящим за бутылкой. Сегодня вместе с отцом сидел Юрк. Бабка Татьяна наблюдала за ними из своего угла. Мать смотрела телевизор в комнате. — А-а-а! — покривил отец губы. — Здорово! Что? Опять за финансами! — Зуб сильно болит, — жалобно сказал он, не решаясь разуться, пройти к столу. Мялся в пороге. — Все перепробовали. Из комнаты вышла мать. — Что случилось? — Да зуб болит, — жалобно повторил Артем. Потер скулук. — Стоматологу надо. — А соды полоскал? — Угу. — Спиртянским надо полоскать, — посоветовал Юрк, то ли в шутку, то ли всерьез. — Спиртянский, он от всего. — Голь, салом снимают, — скрипнула бабка Татьяна. — А, сало надо на зуб положить. — Это Артема, сними там в чулане мешок. Древний солдатский сидор висел на крюке под потолком. В нем как драгоценность сохранилась бабкина соленое сало. Лишь по праздникам и при болезни бабка доставала кусочек. И сейчас все в торжественном молчании наблюдали, как она перебирает обернутые в белые тряпочки бруски, разворачивает, оглядывает. Сало, правда, было неаппетитное, сухое, с рыжеватым от ржавчины налетом в кристалликах соли. — Вот от этого отрежь, — сказал Артема один из брусков, — водой тепленькой коти и положишь на зуб. И Артем исполнил, не очень-то веря в действительность сала, присел на табуретку, стал ждать. — А нам, тетя Тань, выделишь кусочку, — просил Юрка. — Спирт? Сальц любит. Надоело уж хлебом-то заедать. — Да, уже берите, — она оставила на столе самый маленький брусок, — за урожай выпейте хороший нынче год. И грузди, и ягода, и картошки обещается. Боль только усилился. — Ну, так, — скрючился, — закачался Артем. — Бред это солью лечить. От соли хуже только. Она ж разъедает. Он нетерпеливо, чёрный языком пластик, сало по зубу, десне, покусывал его, посасывал. Хотелось выплюнуть и снова начать проситься в город к стоматологу. — А как там? — останавливали вопрос. — В какую поликлинику? Где там деревенских лечат? — Да, урожай! — Горька вздохнул отец. — Два месяца почти на собирательство убили. — А что заработали? — Не стоит овчин к выделке. — Почему не стоит? — удивился Юрка. — Хоть деньги пощупать. — Какие это деньги? — Сто рублей. Пошёл в магазин и потратил. — Непонятно что. — Ну, это понятно. — Давай, Николай Михайлович, чтоб денег столько было, чтоб не считать. — Эх, как Тёма подошла мать. — Лучше? Он поморщился. — Может, телевизор посмотреть хочешь? — Так что-то сильно рябит из дождя, что ли. — Не хочу. — Ладно. — Валентин как? — Ну, так лежит в основном. — Лишь восьмой месяц у неё. — Восьмой? — Угу. — Говорить было и больно, и неприятно, особенно об этом. — Живот большой. — М-м-м, — потёр скулу. — Не проходит совсем. — Погоди, погоди, — откликнулась бабка. — Это не сразу, зато потом долго спокойно будет. У меня вон все поискрошились, а болеть не болят. Я потому что салом чуть что... Действительно постепенно боль сошла, а через час Артём и забыл о зубе. Сидел вместе с отцом и Юркой, попивал, закусал. Разговор особого не вязалось, в основном вздохи, кряхтения, бормотки, напоминающие заговор. Какой-то дождь прекратился, все ведь планы рушат. Неожиданно Юрк притиснул рот к уху Артёма, просил. — Будешь в городе и гондонов купи. — Что? — Ну, не хочу, чтобы жена снова понесла. Сил нет у всех их на ноги поднимать. — Купишь? — Ладно, куплю. — А ты? — Давай, — Юрка хлопнула по плечу. — Рожай! Тыщ, молодой, тебе можно! Стал разливать остатки спирта. — Давайте-ка за детей. Всяко-разно, а они главные. — Да, вздох отца, не поспоришь. Глава четырнадцатая Осень как таковой К какой Елтышев привык в городе, не было. Странно, полста километров. Небольшой перевальчик через елизаметную глядь у гор, А климат совсем другой. Суровый климат. Числа с двадцать пятого августа Как зарядил дождь. Так пошел. И шел, и шел. И постепенно стал сменяться снегом. Снег падал, и, не долетая до земли, таял. Земля еще хранила тепло, Но с каждым днем зима ощущалась все осеннее. В саянах она, наверное, уже хозяйничала вовсю, А это еще полста километров. Не было накурно затянуто тучи, Растения щирели, Листья не жилчили, Видно было, что уж не живые. Картошку, морковку выкапывали из грязи, Сушили в бане, в стенках, На ночь накрывая тряпками, Молились, чтобы не ударил мороз, Для того, как спустят в подпал. — И всегда у вас сентябрь такой, Хмуро покуриваю печки? — Спрашивал Николай Михайлович, Сам не зная, жену или тетку. Отвечал обычно жена. — Да я и не помню. Сколько прошло времени-то? Вроде и солнце бывало. Елчев усмехался. В юности все лучше было. Тетка Татьяна сидела, Слепо глядя вдаль, Наверное, вспоминала что-то свое. — Я не знаю. Как запертый метал с Николаем Михайлович По избушке. Курил без перечи, психовал. Понимая, что природу глупо ругать за дождь, А судьбу за то, что так повернулось, Он часто вспоминал Харинг. Сволочь! Так наколоть! Мог ведь уже сроп поставить, Испнеждал от них. Пила, бревна, цемент, пожалуйста! Два месяца потерял. Иногда присаживался перед телевизором, Но все, что видел на экране, Выводил из себя. Сплошные песенки, Юмористы, Реклама с полуголыми красотками И уверенными в себе мужчинами, Фильмы с перестрелками, Криминальные хроники. Особенно эти хроники беседеют. По всем каналам. Отчаянные грабители, Серийные убийцы, Работорговцы, Наркодилеры с дипломатами денег И килограммами героина. Ел, что вспоминал свою службу в милиции. Тридцать пять лет почти прослужил. Тридцать пять лет! Я ни разу не столкнулся Ни с одним настоящим преступником. Я до бандита не видел. Все какие-то мелкие хулиганы, Семейные скандалисты, Алкаши, Алкаши, Алкаши И в отрезвителе, И до того. Ну, а что? Ворчал про себя Николай Михайлович. А что остается-то? Пить только. Погода, Бессилие и бездействие Тянули к выпивке. В то, что может спиться, В пятьдесят пять лет не верилось, И не допивался ни разу до невменяемости. Но ложиться спать трезвым Становилось тяжело. Да немало крутила бессонница, Раздражалась жена, С которой давно уж у них не было близости. Хотя Елтышев чувствовал себя мужчиной, И здесь, в деревне, Несмотря на постоянную нервотрепку, Как-то странно помолодел. Ну, какая тут, может быть, близость? За тонкой стеной Ворочается старуха. При каждом их движении Скрипит старый диван. Не по углам же Зажимать Валентину. В баню ту вдвоем не пойдешь, Там попусту вдвоем не поместиться. Конора с печкой. Как в эту зиму маться будут? Полог поправил. А толку убогость этим не исправьте. Николай Михайлович надевал баллоневую куртку, Шел за спивтом на другой край деревни. Покупал бутылку, Сидел по вечерам, Неспешно глотая стопку за стопкой. Тетка покачивалась в углу, Все смотрела И смотрела куда-то. Может, мужа своего вспоминала, Умершего лет двадцать назад. Может, своих сыновей И дочку, Уж тоже давно похороненных. О ее родных Елтышев почти ничего не знал И не интересовался. Точнее, не расспрашивал Ни ее, ни жену. Своего ему хватало по горло. Должно было случиться, Назревало. Каждую минуту Николай Михайлович ожидал, Что сейчас вбежит сын И заноет. Вали, схватки, Надо везти скорее, давайте. Но вместо Артема Появилась жена Юрки. День как раз выдался Более-менее сносно Для работы по хозяйству. Ему хоть и было серовато-синим, Но не капало. Ветерок обдул, Подсушил, И Елтышев занялся Перекладыванием Купленных в августе досок. Нужно было подготовить их К зимовке, Накрыть кусками толь, Чтобы они не очень мокли. Теперь, что крестное пригодится, Есть, конечно, Бог даст. Возясь с досками, Николай Михайлович поглядывал на москвич, А тот словно с укором смотрел На него своими мутноватыми фарами. Да, придется ему зимовать на улице. Брезентовый чехол надо купить. Какая-то защита. Так какая защита! Сам себе возмутился Елтышев. Гараж строить надо. Все надо строить. Все новое надо. Надежное, теплое. Вот здесь гараж поставить слева От будущего дом впритык. И прямо из кухни, скажем, Походить к машине. Лучше всего сделать одну печку. Оборудовать водяное отопление С баками в стенах. Во всех смыслах преимущество. Он замечтался искренне, ярко И одновременно сознательно Пытаясь этими мечтами Поправить себе настроение. И тут в калитку застучали. Громко и терпеливо. Динго взлаялась сначала испуганно. И тут же с веселой и злобой Бросился на этот стук. Вот и Артем с родами Опустил доску Елтышев. Но вместо сына За калиткой оказалась женщина. Здравствуйте. Я Людмила, жена Юркина. Я помню. Добрый день. Николай Михайлович. Женщина казалась спокойной, Может быть, даже чересчур серьезной. Но в этом четком выговоре Имени отчества было что-то жутковатое. Елтышев приготовил сказать, Что мужа ее не видел уже несколько дней. Пьет, наверное, но не с ним. Женщина опередила. Николай Михайлович, Юра умер. Юрка лежал на крыльце клуба. Крыльцо было под навесом. И здесь частенько сидели мужички и парни. Раздавливали бутылочку, курили. И сейчас вокруг валялись пустые пачки сигарет, Салфановые мешочки, поломанные стаканчики. Лицо у Юрки было коричневым, Почти черным, Током, что ли, Подумал Николай Михайлович, Останавливаясь, Сливаясь с полукружим людей, Огибающих кольцо. — Вот так от спиртяги сгорают, — Словно отвечая Елчеву, Произнес один из мужичков. — Да, — унылый вздох, А молодой ведь еще. Елчеву удивило поведение окружающих. Стояли и смотрели на труп, Как на что-то обычное. И даже Людмила, Для которой теперь со смертью мужа, Любимого или нелюбимого, Дело другое, Ломалась вся ее, И ее детей судьба не рыдала, Не трясла Юрку, Требуй подняться, встать, И не била его в уступленном отчаянии, А как другие, Стояла и смотрела. Дети тоже были тут, Тоже спокойно. Подошел управляющий, Потом участковый, фейшер. Останавливались, смотрели. — Звонить надо, — Выдавил Николай Михайлович, оглядываясь. — Заявите, что так дозвонили, — Ответил управляющий. — Сказали, хотите, везите, Сами на вскрытие, А нет-к и нет. Свидетельство о смерти Вон Ирина составит. — А чего вскрывать-то? Сказал тот же, Что словно ответил Елчеву. — Сгорел? От спирта и все. Меру не знал. Начался вялый спор, Везти ли Юрку в город или нет, Поглядывали и попросили на вдову. Но та отвечала на эти взгляды Такими же вопросительными взглядами. — Да нет, ну, Как что вы, Очнулся Николай Михайлович От какого-то сонного отспенения. Нужно отвезти, Пусть выяснят причину. Отравление вдруг, Еще что? Подошел к управляющему. — Вы власть здесь или нет? В Средневековье устроили. — У меня машины нет, Быстро отрезал управляющий. — Они не хотят высылать, Говорят, чтоб сами. Очень быстро Елтышев Пожалел, что ввязался в это дело. Проявил инициативу. Оказалось, что везти Юрку Кроме него некому. В деревне не было Ни одной служебной машины. Сопровождать вызвался участковый, Быстро составил протокол, Побежал надевать форму. Николай Михайлович наверняка Отказался бы. Но тут заплакал людьми, Его стало просить. Подталкивал к нему детей, Чтобы тоже просили. Казалось, теперь им очень важно Это вскрытие. Оно способно вернуть И мужа, и отца. Тихо, ругаясь, Елтышев подогнал к клубу машину. На заднем сиденье Расстелили чье-то покрывало, Еле-еле уместили Окоченевшее тело. Хорошо, что в полсидячем положении Окоченел. Николай Михайлович в эти минуты превратился В милиционера, Не раз ворочающего мертвых. Это помогло запихнуть Юрку. Остальные, включая участкового, Помогали осторожно, Бризгливо. Ну вот, Делать мне больше нечего. Обратно его как? Или в городе хранить? Отвезу, и все, И хрен больше. И в то же время Елтышев чувствовал свою вину. Не вину, Но причастность к тому, Что так с Юркой случилось. Последние недели Они часто выпивали вместе. Николай Михайлович ложился спать, А Юрк наверняка шел Искать нового собутыльника. Глотал всякую гадость, И вот сгорел. Слава Богу, Не при мне случилось. Тут же накатывало облегчение О том, сейчас, Что, споил? Юрка, Юрка! Елтышев глянул В зеркало заднего вида И чуть было Не потерял управление москвичом. Мертвый, казалось, Следил за ним Сквозь неплотно сжатые веки. Надо лицо накрыть И салон потом вымыть Как следует. Притопи педаль газа. А через два дня Он снова мчался По этой дороге. На заднем сиденье Постанывала невестка И через схватки. На тетку Татьяну Юркина смерть Произвела неожиданно Сильное впечатление. Она оживилась, Стала подвижной, Разговорчивой, Часто перечисляла. В тот год Витальк Потапов Помер. Еще тридцати не было. Олежку Санаеву и сына Родной дядю убил. Но Олежка Оторва был. Все тащил подряд. Этот Глушков Допился. Мрут и мрут, Мрут и мрут. В войну С нашему Мурану Семнадцать Мужиков погибло. Вон памятник Стоит возле клуба. Семнадцать Фамилии там. Но то война, Пулеметы, Танки. А тут Есть посчитать. За последних Пять лет Больше набьется. И что ж это? Это ведь Так все перемрут, Переубивают Друг дружку. Да ладно вам Тоску нагонять. Не выдержал Как-то Николай Михайлович. Мозгов Просто нет, Вот и мрут. Так ведь Сколько ж можно? Так ведь все. Не все. Есть и настоящие, Но не все же Пьют сутками. Есть хозяйственные. И хозяйственные Тоже страдают. Не сдавалось Тетка. Олежка. Этот Санаев-то, Почитай, Все дворы Облазил. У одного Одно, У другого Другое. Продавал В городе, А то и тут Прямо ходил, Предлагал. И забрался К дядьке своему, А тот Кроликов держал. Ну и Вилами Напырнул. По темноте То не видал, Что племяшет его. Может, Просто напугать Хотел. А пробил Там важное. И скорые Не дождались. И все. В одной Семье И тебе Мертвец. И этот Зак. Семь лет Ему дали, Борис. Он и не Выгоражился. Убил Виноват. А как Выйдет, Дружки Олежкины. Люди Слыхали, Клятву Дали Тоже Его, Если Доживут Сами. Вскоре Тетке Надоело Разговаривать С родней. Она Стала Ходить К другим Старухам. Возвращалась, Долг Копалась В комоде, Перебирала Свою одежду, Что шептала Валентин. Да, Возмущенно, Слезно Перебивала. Ну, Хватит Вам. Перестаньте. Нет, Ты послушай, Упорно Скрипела Тетка. Я хочу, Чтоб По-человечески Был. Прожила Как-то Восемь Десятков, Не хуже Других Прожила. А теперь Помереть Надо Тоже. В землю Лечь Не собак. Перестаньте. Какой Собакой? Вы видите, Какая у нас Ситуация. И вы Ищ. Эх, Валя, Да сказать-то Дай. И Старуха Снова Переходила На шепот. Доелшего Долетали Лишь Отдельные Фразы. Вот, Тут Во что Одеть Я с Уж Валенька. Она Говорила Это Не раз И Не два. Повторяла Вот, Боял, Что Племянница Что-то Забудет. Не Выпадет. Николая Михайловича Бессилийте И попытки Умереть. Она Будто Играла В Изматывающую Ее Саму И Окружающих Игру. Или, Скорее, Не играла Ни во что. Просто Мучила Их В общем-то. Ни с Того Ни с Сего К ней Вселившихся, Стеснивших, Раздражающих, Нагот Вогнавших Ее В угол Между Буфетом И Печкой. Вот Не Выдержала И Начала. Ох, Да Когда Жа! Который Раз Поднималась С Кровать И Потирала От Лежал И Локти Бока. Прогулом Там Свет Ставить Встали, А я Все Тут. Да Прекратите Вы, Тет Тань, В конце От Концов, Перебивал Валентина. Что У вас Болит? Скажите, Я съезжу Лекарство Куплю. Фельдшерицу Вызвать? Ну, Ну, Вот Ничего Не болит. Ось Нет, И Все. Всем Плохо. У вас Вот Правнук Родился. Родион. Имя Красивое, Да? Скоро Сюда Принесем. Увидеть Его, Еще Понянчить. Ох, Ох, Старуха Отмахивала, Собрела К порогу, Собала Ноги В большие Раздавленные Валенки, Натягивала Ватник, Медленно Выходила В сенки, Скрипя Дверью, С улицы В избу, Тек Едкий Перед Зимний Холод. Глава Пятнадцатая Да, Минул Год, Как Елчевы Здесь Оказались. И Изменения Вы В жизни По сравнению С тем Моментом, Когда Выгрузив Из контейнера Вещи Рассовали Их Под Крышами И Сели За Стол На Первый Здесь Обед Ощутимых Не Было. Нет, Внешне Конечно Случилось Немало. Артем Женился, Даже Успел Обзавестись Ребенком. Николай Михайлович И Валентина Викторовна Отошли От шока Скорополитного Переезда. Началось Строительство Дома. Но В бытовом Плане Легче Не Стало. Или Стало. В том, Что Артем Жил В семье Жены Были Плюсы И Минусы. Минусы Не Помогал В повседневных Делах. Появлялся От случаях Случай, Из чего И новый Дом Строился Медленнее, Чем Наверное Могло Быть. А Плюсы Невозможно Было Представить, Что Они Все Втроем До Сих Пор Спят В Одной Комнате. И Так Не Развернуться. Те первые Месяцы, Конечно, Были Ужасны. Но И Теперь Не Лучше. Нет, Не Лучше. Крестьянам Они Так И Не Стали. И Каждый День Как К Тет Чудей С С С С С С С С С Опять, Как И Год Назад Снег Долго Не Выпадал. Мороз Мучил Землю Так, Что Она Трескалась. Не Было Коричнево Серым. Даже В Полдень Невозможно Было Понять, Где Там Солнышко. Мертво Все Было. Тошно. Каждую Мелочь Приходилось С Земляне Вдруг Оказались А на Каком-то Фантастическом Плутоне. Алексея Толстого Такой Роман Пыталась Вспомнить Валентина Викторовна В своем Библиотекарском Прошлом Или Уэллс. Николай Часто Ездил В Бор Привозил В багажнике На крыше И в салоне Валежник И сухостой. Когда приходил Артем, Пилили их На чурки, Потом кололи. Поначалу Сыну Понравилось Колоть дрова, Но после того, Как угодил себе Кулуном По ноге, Охладел К этому занятию. Топлива Было Уж Достаточно, Тем более, Что тетки Татьяне Как Труженицы Тыла Привозили Машину Угля. Николай Жевозил И возил, Пилил, Когда Артема Не было, Пилил Один Ножовкой, Колол, Укладывал В ровный Аккуратнейший Поленец, Словно Спасался Этим От тоски Отчаянник. А тоска Крутилась Рядом. И при первом Удобном Моменте Стоило задуматься, Поддаться Воспоминаниям, Наваливалась, Душила, Сосала Остатки сил. И Валентина Викторовна Тоже Старалась Занимать Себя Чем-нибудь. Даже Когда Дел Вроде Не было. Вышивать Пробовала, Хотя Раньше Относилась К этому Как Баловству. Сейчас же Убедила Себя, Что Вышивать Нужно Рубашечки Для Внука, Наволочку, Платочки. Но Представляла, Какими Были Маленький Артем С Денисом. Какие У них Были Одежонки, Белье, Игрушки И Не Выдерживала. Начинала Плакать. Плакала Тихо, Без Рыда, Не боясь, Что Ее Состояние Передастся Мужу. И Что Тогда Делать? Всем Реветь, Рвать Волосы, В Петлю Лезть? У Дениса За этот Год Она Побывала Лишь Раз. Пропустила Свидание, Хоть Сидела Недалеко, Меньше Суток На Поезде. Затянула Эта Каждодневная Борьба С Неблагополучными Обстоятельствами, Свадьба Артема, Сбора Торговли Ягодой И Груздями, Ожидание Внука, Да И Собственное Самочувствие. Не Одними Только Условиями Жизни Сумрачной Осенью Объяснялась Людьма Странная Слабость. Что То Происходило Во Ее Организм. Все Время Хотел Спить, Но От воды Подташнивало, В горле Скребло Сыдавило, Да И Весь Организм Бил Тревогу, Жаловался, Просил Помощи. Она Боялась Признаться Себе, Что Заболела, Из-за Этой Боязни Не Ехала На Обследование, Надеялась Пройдет, Вот Встанет Однажды Утром И Ощутит Бодрость, И Все Будет Хорошо, И С С Близким. Посылали Сыну Посылки, Денежные Переводы. До Том Свидании Денис Сказал, Что Ведет Себе Нормально, Работает, Но До Срочного Освобождения Пусть И Не Думают, А Администрация Их Каждой Мелочь Придирается, За пустяки В изолятор Тащит. К Известию Об Их Переезде Отнес Скажется С Пониманием, Сказал, Не Пропадем. Вообще Очень он Стал Взрослым За последнее Время. Денис Надежным Таким, Как Мужчины Из Юности Валентины Викторовны, Многие Из которых Воевали. Нынешние Так Велые Парнят, По крайней Мере, Не шли С Денисом Ни в Какое Сравнение. Что Ж, Может Быть Действительно, Он Сделает Так, Что Все У Них Наладится, Приедет, Оглядится, Засочет Рукава Отца С Артемом Подстегнет. Долг Ждач, Правда, Почти Два Года, Хотя, Что Такое Два Года? Вот Год Они Здесь И Как Месяц Цепочка Одинаково Трудно Дней, А дальше Еще Быстрее Они Побегут. Поначалу Ходили К Тяповым Чуть Не Каждый День, Смотрели На Внука, Сюсюкали, Дарили Подарочки, Но По Любому Поводу Возникали Споры Начиная С имени Елчевы Были Против Имени Родион А сваты Очень Хотели Именно Так Назвать У них Видите ли Это Родовое Мужское Имя Спорили И Как Пеленать Каким Питанием Подкармливать И Как С Запорчиками Бороться Елчевы Постоянно Проигрывали Они Были Гостями Внук Жил У Родителей Вали Артем Жил Чем То Вроде Приживал Бесцельно Проводил Время На Кухне Времянка Уж Промерзла И Вехар Не Помогал Иногда Выполнял Какие Нибудь Поручения То Воды Принести Зато Валя С матерью Хлопотали Над ребенком Как На Сетке Елчевы Поглядывали В колыбельку За их Спин И Постепенно Все Меньше Возникала Охота Валентина Викторовна Идти На Другой Край Деревни Меньше Радости Быть Рядом С Внуком Не И 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 Как Не Было Грустно Видеть Черную Бес Снега Землю Похожую На Скелеты Деревья Но При Снеге Стало Еще Грустнее Зима Придавила Постоянно Хотела Спать А Сон Не Шел Да И Невозможно Было Спать По Двенадцать Часов Сутки Телевизор Рябил Звук Уплывал Не Отдых От Просмотра Мука Говорили, что сломался ретранслятор Чинить никто не собирается На доске возле магазина появилось объявление, что можно заказать спутниковую тарелку, которая ловит семьдесят два канала, стоимость три тысячи с небольшим плюс установка и настройка, ел-то, чтобы было не по карману Деньги таяли, таяли, как обычно, незаметно, непонятно, что уходили, на младенца, конечно, потратились, еду покупали, бензин, кое-кую одежду в зиму, но все равно пересчитывали и удивлялись Снег Снег завалил проселки в лес Возить дрова стало невозможно Муж сидел дома, шуршал какими-то старыми газетами, листал книги, домашние библиотеки, подолг курил возле печки Раза три-четыре в неделю приносил бутылку разбавленного спирта и медленно выпивал ее в одиночестве, а потом перебирался на диван Как-то под конец нудного пустого дня Николай, долго ходивший по кухоньке туда-сюда, остановился перед лежащей вторые сутки на кровати теткой Слушайте, заговорил с досадой и раздражением, но и, как послышал с Валентиной Викторовне, с состраданием Слушайте, давайте я в больницу осуизу Чего и нас из себя изводить Там полечат, витамин дадут Решать что-то надо, сколько можно, что это за жизнь получается, как с покойником рядом, постоянно Тетка вроде пыталась подняться Повозился, затихл Потом слабым голосом ответил Да я рада бы, не получается только Я уж тоже Ну вот, в больницу подлечат Коля, потерпи маленько еще, здесь я отойти хочу Здесь всю жизнь прожила, отсюда пускай и вынесут Валентина Викторовна слушала и соседней комнаты Не внешивалась, только дыхание боязливо задерживала Что ж, голос мужа, когда-нибудь всех вынесут Давайте все ляжем и будем ждать Тетка скрипучей без слез заплакала Я, что ли, виновата, что не могу, а? Не жить уж не могу, не помереть Да с чего вздарило в голову-то про смерть Выйдите он, воздухом подышите и снегом На табуретку свою садись Чего лежать так со сложными руками? Тетка уж не отвечала Только сухо всклипывала Будто старалась поглотить что-то застрявшее в горле Николай сел за стол спиной к ней Позжимал пальцы, напрягая кулаки Глядя в неровно оштукатуренную в мелких трещинах стену Потом поднялся, достал из холодильника бутылку Тарелку с капустой, остатки копченой колбасы Ладно, бурмотал то ли примирительно, то ли угрожающе Ладно На другой день тетка встала Отказывалась от еды, даже в туалет не выходила Сидела на своем месте, равномерно качаясь Уже перед темнотой, тепло одевшись, пошла из избы Не сразу от слабости сумела открыть дверь «Ну куда вы опять?» Остановил ее Валентина Викторовна «К Нюре надо, Семеновой, поговорить» «Рос там», — сообщил Николай «Снега по колено, запнете, упадете Да я как-нибудь дойду» «Проводить вас?» — Валентина Викторовна потянула своему пальто «Господи, погоди!» — вскочил вдруг муж «Лучше я!» — да ладно, чего-то я провожу В голосе Николая появилось, что ты заставишь Валентину Викторовну отойти от вешалки Пока он обывалунты, натягивал старый свой милицейский бушлат Тетка ушла, слышно было, как скрипит под ее ногами сухой снег Странно, громко скрипит «Ой, догоняй!» — поторопила Валентина Викторовна «Действительно, свальц ведь!» «И что?» «Тебе такое нравится?» «Спектакли каждый день» Николая развернулся, шагнул в темные сенки Хлопнул дверью так, что облако морозного пара метнулся под потолок Валентина Викторовна прошла по кухне Поправила одеяло на теткиной кровати И села к столу Замерла, прислушиваясь к своему необычному состоянию И тревожно было так, жутковато и торжественно приятно Так с ней случалось в детстве В предновогодние вечера, числа тридцатого, когда уж стоит елка Ждешь скорого чуда Очень хочется спать, но сон перебарываешь А в голове все мешается Ты словно бы видишь краем глаза Прямо посмотреть жутко Что совсем рядом В углу или за занавеской Притаился кто-то Или Дед Мороз, или Бабай Из леса И в любой момент может произойти чудо Или ужас Валентина Викторовна грустно Качнула головой и сказала То слово, что любила повторять В молодости, когда для этого Как оказалось, сейчас не было никаких поводов Нервы Встала, сняла с буфета коробку с лекарствами Отыскала кроволол Накапала в рюмку Развела водой Ушла в комнату Включила телевизор Если у вас не клеится жизнь Пристально глядя с экрана Проникновенным голосом Советовала румяная Средних лет женщина С оренбургским платком на плечах Поймайте лягушку Поставьте ее на ладонь Задом к себе Плюньте ее на спину три раза И бросьте прочь И все на пасть уйдут Вместе с лягушкой Валентина Викторовна усмехнулась Спасибо Переключила программу Но там, как на всех последующих Была рябь Погасила телевизор Вернулась на кухню Может, посуда есть грязная Надо себя отвлечь Нет На столике за печкой было пусто Присела на теткину табуретку Пыльные ходики Раздражающие тикали Маятник равнодушно Покачивался туда-сюда Зачем вообще Тут эти ходики Допотопные Тик-тук Тик-тук Когда есть еще люди Или чем-то занимаешься Их не слышно А сейчас как Молоточком по мозгам Николай пришел Минут через сорок Громко сопя разделся Вынул с кармана бутылку Спирта и банку сайры Выставил на центр стола Потер руки Давай, что ли Пропустим на сон грядущий Солень там есть У нас Льдовая в подпол слажу Удивляясь его не то чтобы веселому А подчеркнуто хозяйскому Какому-то тону Валентина Викторовна Открыла холодильник Огурцы есть Капуста Тетку-то проводил Вот куда она на ночь-то глядь Беда с ней Ладно Пускай Николай загурил И не как обычно у печки А за столом Недолго ей уж Потерпим Доставай там Все, что есть аппетит Разыгрался от мороза, что ли А с ней, кстати, валит Хорошо Они посидели вдвоем Может, за минувший год И не сидели так-то Отдыхая душевно И воспоминания на этот раз Не ранили А наоборот помогали Давали поддержку Когда Валентина Викторовна Взглянула на часы Было уже начало одиннадцатого Тетка-то до сих пор Сбеспокоилась Неужели случилось что? Может, выйдем Встретим все идеи? Николай доразлил спирт Получилось почти по полной стопке Придет Куда она денется? В крайнем случае Прибегут Давай Валь за то, чтобы у нас Все Наладилось Постепенно Медленно, конечно Мешно сдвигается Челкнулись Опьянение ударило неожиданно Столько-то Приподняться Валентина Викторовна Сцедя Себя такой Тихо Посмеиваясь С трудом Добралась до дивана Не раздеваясь Привегла Тут же Рядом казался Муж Обнял Потянул к себе Все Хорошо Будет Мягко Шептал Все Хорошо Глава Шестнадцатая Первые дни После того, как из роддома забрали ребенка Оставили у Артема странное ощущение Вроде и суета Постоянное напряжение Вскачивание По ночам При первом же писке Или наоборот О том, что дыхание не слышно Вроде бы Тяжело до предела Но Тяжесть Это как-то легко Переносилась Наверное Потому, что Это было новое состояние Новая тяжесть Правда Силу Артема Хватило ненадолго Через пару недель Стал валиться На кровать При первой возможности Днем уходил Во времянку Закутывался В тряпье И засыпал И даже угрозу Замерзнуть Не останавливало И Черт с ним Шептал с обидой Прикрывал руками Свитер нос Замерзнуть Не давали Постоянно Ходились дела Его тормошили Давали поручения Достердились Ну что ты Вареный такой Ребенок Заботы требует Твой ведь Ребенок Аль как Артем Сдыхал Тер глаза И ради И ребенка Шел за водой Развешивал Постиранное белье Тащил в дом Дрова Чистил снег Во дворе Когда приходили Родители И начинали Радоваться Родиончику Артем Раздражался Черт стыдился Может Ревновал К младенцу Сам он не чувствовал Ничего Кроме Брезгливости Когда по вечерам Жена С тещей Начинали Делать Массаж Отворачивался В животе Клокотала Тошнота Черт кривишься Ободрял Георгий Степанович Сам Таким же был Хе-хе Похож В элитер Артемка Это Настойчивое Напоминание Что Ребенок Именно его Провоцировало На подозрение А в те Недели Когда Валя Забеременела Они чуть не каждый День были Близки Но большую часть Суток Другого Не видели Вот ладно Она И парни Говорили И бабка Татьяна Гуляла Раньше Ищ как Может В те недели Гуляла Днем С кем-нибудь Из местных А вечером С ним И как они Определяют На кого Ребенок похож А на кого Не похож Пицца Сморщенные Красные Ни нос С толком Не видно Ни губ Ни подбородка Тучно Напоминает Какую-то Личинку Ножки И ручки Словно Связки Сарделек Между Ножек Крошечный Штырек Глаза Угрюмые Внимательные Но взгляд Странный Какой-то Зрачки Разъезжаются В разные стороны Валь Как-то не выдержал Артем Он че Косой что ли Сам ты Косой Это у многих Новорожденных Так Понял Косой Не смей так Говорить Понятно Понятно Больше всего Изумляла И задевала Артема Грубой Жены Почти Каждый Его вопрос Вызывал Такую Редцу Не разговаривала А шпаривала Словами Везда У них Дома уж Не было Да и Артему Уж Не хотелось Ничего Не хотелось Кроме Одиночества Спали В одной Комте С Родиком За тонкой Стенкой Храпели Сопели Родители На кухонной Лежанке Мучилась Бессонницей Старуха Тещина Мать Когда Даже Случайно Артем Ночью Прикасался К жене Она Испуганно Сердит Шипела Ты что Ребенка Разбудишь Мне Потом В субботу В баню Пойдем Ну вот Сделал Маврус Своё дело В который раз Думал Артем Пупса Долгожданного Произвел И Можно Посылать Узнав Что бабка Татьяна Исчезла Ушла Вечером К знакомой И не вернулась Ни через час Ни через неделю Он зачастил К родителям Ложился На пустующую Кровать Мать Конечно Переживала Бегала К участковому Написала Заявление О пропаже Человека Участковый Погулял По улице Поспрашивал Соседей И успокоился Когда в волнении Матери было готово Перерасти В отчаянии Отец осажил Что теперь делать Сугробы перекапывать Люди Когда Чувствуют Смерть Тоже Хотят Уйти И она Наверное Она ж так Томилась тут И нас замучила Но ведь Что ведь Ну что Отец Горячился Ведь если Трезво посудить И слава богу Что так получилось Спять ли бы тут Еще немного Продлись Вертем он хоть Отоспится И постепенно Мать смирилась Недели через две После пропажи Начала маленький Ремонт На кухне Убрала бабкины Склянки Висящий на спин Кровать Стегный халат Сняла С стены Ходики Выбросила Из буфета Разный хлам Еще Через Месяц Ближе К новому Году Остарухи Стали вроде Совсем Забывать Да и мало Что они Напоминало Даже запах Почти Выветелся Помогали Забыть И случавшееся В деревне Происшествие Вот Юркиной Вдове Вдруг начал Сниться Муж Точнее Первым Он приснился Дружку И собутыльнику Ваньки Колышев А потом Людмиле Сны Были Непростые И Ванька С Людмилой Стали Ходить По деревне Об этих Снах Рассказывать А потом Просить Совета Однажды Артем Застал их У родителей Сплю Я Значит Страшно Округляя Глаза Будет Случилось Ток Что Говорил Ванька Ну Немного Принял Вечером Сплю И тут Бац Иду По нашему Кладбищу Гляжу А из Юркиной Могилы Ботинки Торчат Не ботинки А эти Кроссовки Они Называются Сказала Вдова Запомнить Пора Ну Ах И голос Юрки Вань Скажи Людке Что Перебола Я Эти Кроссовки Всегда Ненавидел Носить Отказывался Нахрена Она Меня В них Похранил Я Во сне Чуть В штаны Не наклал Просыпаюсь Весь Мокрый Лежу В темноту Пучус А сон Такой Как на самом деле До утра Не уснул Больше А утром К лютке Побежал Рассказал Все А на другую Ночь Подхватила Вдова И мне То же самое Только Теперь Я сама По кладбищу Шла И каждый Раз Только усну Повторяется Нет Я не Свихнулась Заметила Взгляды Елшевых Нет Это другое Бывает Ведь Я по телевизору Про это Сколько передач Я Кроссовки Ему Лет Пять Назад Купила В город Ездила Там Увидел На рынке Сына Маленькая На вид Симпатичный И купила А он Юрий Ни в какую Пчелан Бросил Сыновья Вырастут Пускай Таскают И вот Когда Хоронили Его В голосе Послышались Слезы Но вдва Пересилила Себя Не заплакала Когда Хоронили Я Решил Надеть Обви Никакой Путной Не было Они Новые Не сохлись Даже А теперь Он И на том Свете Теперь Оттуда Все Заплакала Шепотом Извиняя Стала Вытирать Глотком Глаза Хлюпала Глотая Слезы И мне Покою Не дает С ума Сводит Так вот Мы С Людкой Посоветовались Заговорил Ванька Холошов Тихо Доверительно Еще С людьми Может Эту Изгумацию Провести Ну и Перебудь Как Ведь Делают Если надо К управляющему Ходили Он Хмыкает Только Отмахивается Вот Ему Приснилось Такой Я посмотрел Первым Бо с лопатой Понесся Что Вы Посоветуете Успокоившись Перебил Вдова Вы Все Ж Люди Знающие Можно Такое Сделать Он Меня Доконает Каждую Ночь А у Меня Ребятишки Кто За ними Будет Когда Я В Дурдом Ведь Можно Отец Отец Завел Смешку Пожал Клечами Теоретически Возможно Но Для Эксгумации Нужна Более Веская Причина Ну Чем Сновидение А Сорок Дней Не Прошло Спросила Мать Говорят Пока Сорок Дней Не Пройдет Покойник Рядом Живым Да Кого Сорок Дней Снова Округлил Глаза Ванька Три Месяц Уж Доходит Да Отец Поднялся Взял С печки Сигарету Закурил Надо Как я понимаю Заявление Писать На имя Наверное Прокуратуру Артем Увидел Что отец Советует Набу Сам Не знаю Как поступить В этом случае Или Лучше Перебил И вручай Мать В церковь Съездить Поставить Свечку Отец Готовность Подхватил Вот Вот Посоветуют Со священником Там Опыт Есть Да Надо В церковь Как-то В старушече Покивала Вдова Что ж Спасибо Ей Лет Тридцать Пять Подумал Артем Или Слегка Побольше Выглядит Неплохо От детей Столько Сможем Так И Харина Тоже Никогда Не подумаешь Что Пятерых Нарожал И внизу Живота Неожиданно Напряглось Захотел Женщина Отвернулся Показназим Ну Нужно Было Выспаться Чтобы Утром Появились Силы Выполнять Поручения Жены И Тещи Поначалу Родители Не скупились На траты Для внука Давали Деньги Лично Артему Не спрашивая Для чего На какие Расходы Частик Артем Откладывал Прятал В своих Вещах На другую Часть Как и раньше Покупал Продукты Не Из Обычного Деревенского Рацион Еще Кое-что Отдавал Вале В семейный Бюджет Новый Год Отметили Совместно Двумя Семьями Начали Совсем По-родственному Тепло Желали Друг Другу В наступающем Всего Самого Лучшего Радовались Новому Человечку А потом Уже Прилично Выпив Старшие Елтышевы И Тяповы Стали Планировать Будущие Детей Планы И мечты Быстро Превратились В спор А спор В ссорах Да У нас Торчит Почти Кричала Мать Наукреки Теща А как Ему На нем Лица Не было Что тут С ним Делаете Не знаю Ничего С ним Не делают Так же На повышенном Тоне Отвечала Теща За ребенком Маленьким Конечно Уход Нужен А если Он Привык Свой Дум Им нужен Отдельный Там Пускай Разбираются Перебил жену Георгий Степанович И тот же Получил ответ От отца Так давайте Строить Я начал На помощи Никакой Мне что ли Одному Это надо Можно Подумать Для Вальки С Артем Вы исключительно Строите Теща Готова была Захватать Сами Первые Въедете Вам то Какое дело Я Крестовый Строю Всем Хватит Мест Ах Ах В комнате Заплакал Родик Ну вот Вскочил Иваль Тише Можно Что вы Взбесились Родители Артема Стали Собираться Посидели Попраздновали Ты Остаешься Строго Спросил Отец Артем Виноват С кем Ну Ну Как Знаешь Счастливо Родители Ушли Георгий Степанович Вздыхая Завалился Спать Валя Возилась С ребенком Теща Нервно Убирала С стола Вздряшные У тебя Отец С матерью Сказал Вашливо Знали Бо Раньше Думали Городские Слушайте Артема Прорвало Не смейте Про моих Родителей Ха Поймали Чувака Затащили В предбанник А теперь Я вам Слуга Тут Еще и душу Отводить На ком Охренительно Теща Замерла С тарелками В руках Недумян Таращилась На него Но Быстро Опомнилась Поставила Посуду Прищурилась И начала Поизгивающей Скорговоркой А что На божничку Тебе Поставить Их Ты Трудно Ему Для родного Ребенка Воды Принести Она Мне Трудно Для тебя Тут Готовить Носки Твои Настировать Она Еще Что-то Говорила Говорила Дочь Пыталась Успокоить Меча Сыском На кухню И обратно Что-то Сквозь пьяную Работником Да ну Смахнул Он рукой Надел Пальто Шапку Сунул Ноги В растоптанные Демисезонные Ботинки Выходя На улицу Подумал Ничего Не оставил Переподав В память Да нет Ничего Важного Глава Семнадцатая Сумбурно Прошла Зима Сумбурно И Пусто Пусто Для зимы Это Обычно Когда Снега По пояс Мало Что Можно Сделать Ну После Очередного Снегопада Тропинки Пробить И то Подвиг Дело Не на Один День С крыши Сбросить Спрессованные Плиты Тоже Целая История Таскать В дом Угля Дров Воды Этой Вечно Не хватающей В общем Главное Поддержка Собственного Существования Но Однообразие Дел Создавало Впечатление Пустоты Хотя Этой Зимой Душевного Сумбура Было Предостаточно И Выматывал Он Посильнее Однообразие Конечно Уход Артема От жены Взволновал Но Нельзя Сказать Что Расстроил Когда Летом Он Откололся От родителей Наведывался Получается Лишь За деньгами Была И обиды И даже Страх Что Остались Один На один С новыми Условиями Жизни В тяжелой Ситуации Да еще С обязанностью Поддерживать Почти без Всякой Отдачи Семью Сына Но Ведь Сами Уж Не молодые Совсем Надломленные Переменами Теперь Же Когда Артем Снова Был С ними Вернулось Чувство Что Они Одно Целые Семья Борющаяся За будущее Впрочем Мысли О внуке Который Растет Без них Постоянно Известь Что Невестка И свата Не против Наладить Отношения Но Сами Не делают Первый Шаг Изматывали Морально Конечно По-хорошему Нужно бы Артему Жить Вместе С женой С сыном Но Как Это Устроить В такой Ситуации Николай Михайлович Не мог Представить Себя Женатым Но Под одной Крышей С тещей Да и С матерью Тоже Нет Лучше В общажной Комнатке Зато Отдельно В конце Января Харин Вдруг Пригнал Трактор С тремя Сучковатыми Сосновыми Лисинами Вел себя Так будто Сделал Наконец Одолжение В первый Момент Николай Михайлович Хотел Послать Его Но Тут же Передумал Хоть Шерст И Клок А Остальное Когда Спросил Когда Получится А С пилой Харин Сердито Глядя В сторону Дернул Плечами Отвернулся Стал Помогать Трактористу Отвязывать Трос От Лисин Ладно Еще Разберемся Пообещал Мысно Николай Михайлович Раза Два За зиму Заходил Участковый Спрашивал Не появлялись Ли мысли Куда Могла Деться Тетка Татьяна Сидел На кухне Оглядывался Вроде Рассеян Вздыхал Уныло Слушая Ответ Елтшевых Да Нет Сами Ума Не Приложим Потом Поднимался Надевал Синю Милицейскую Ушанку В феврале Когда Особенно Надавили Морозы Так что Дышать На улице Было Больно По деревне Пронесся Слух Что Могилку Юркину Будут Раскапывать Слух От При встрече Подтвердил Николай Михайлович Управляющий Каким-то Образом Вдове Удалось Получить Разрешение Елтшево На кладбище Есте Не пошли Потом Узнали Что Приезжала Специальная Бригада Отогревали Землю Кострому Из покрышки Долбили Ломами Вскрыли Гроб Переболи Юрку В те Его ботинки Что носил Последние Пару лет Стреснувшей Подошвой И снова Закопали Некоторые Ожидали Что как только Отдерут Крышку Вдова Бросится Рыдая Голося На мужа И потребует Чтобы ее С ним Похоронили Или достанет С подкладки Его костюмчик За ночную Пачку Денег В то Что это Действительно Из-за кроссовок Устроены Люди Не верили Но Все Ограничилось Перебыванием Разочарованные Намерзшиеся Зрители Скорее Разошлись Под конец Стояло Большие Появлялись На улице Здоровались Друг С другом То ли Улыбаясь То ли Жмурясь И ел Тошу Пивселей С нетерпением Ожидали Дальше дни уходил к жене, а как-то не вернулся, и поздно вечером. — Николаю Михайлович пришлось идти узнавать, там ли он. Валентина настояла. — А вдруг кто же пропал, как тетка? Сходи. — Я лучше всходил. Убедил их, что сыну тяплых. Нас в известность ставить не надо. — Ну, — Артем потыпался, — я же здесь, а мы-то откуда знаем? Мать там на стены лезет. — И вообще знаешь ты, определяйся давай. — Что определяться? — Или здесь ты, или строим дом и перевозь жену с ребенком. Сколько тянуться-то может в самом деле? — Туда, суда. Где теплее, туда бежишь. Построим дом, сделаем два входа, две кухни с мам. Так уж. А тут что? Удобно, конечно, устроился, на две семьи жить. И понимаешь, что, говорит, уже лишнее, Николай Михайлович повторил. — Решай, как быть. Я долго это тоже терпеть не намерен. И бегать тебя искать. В общем, решай. И, развернувшись резко, почти как когда-то на строевых занятиях, пошел домой. За спиной было тихо. Он чувствовал, что сын смотрит ему вслед. Потом скрипнула калитка, лязгнул засов. — Остался, — бормотнул Николай Михайлович. — Да. Деньги таяли. Пенсия уходила на продукты, на незаметную, на необходимую мелочевку. Да, деньги именно таяли. И приходилось залазить в сбережения, уменьшать ту сумму, что еще осталось от продажи гаража. Младшему сыну переводы посылали не копеечные. И старший сын снова время от времени являлся с таким видом, что приходилось выбирать или сразу гнать прочь, или идти и доставать из тумбочки сотню-другую. — Это сказка про белого бычка какая-то, — в конце концов не выдержал Елтышев. — Сколько можно? Мы банк тебе, что ли? Снег сошел, тепло, другой бы меня тормошил каждый день. Давай, строй, давай, а ты денег дайте. — Давай, строить, — пробурчал сын без всякого энтузиазма. — Давай, иди замешивай раствор. А как, глины же нет. Ну, привези. Николай Михайлович вспомнил точно такой же разговор прошлым летом. Действительно, про белого бычка. Плюнул, схватил с стола сигареты, дерганно закурил, отвернулся. — Что же мне делать-то? — рыдающий голос Артема. — Как тут? Я не могу. Жить не хочу. Не могу ничего. Не знаю. Вы же меня сюда привезли. А теперь что мне тут делать? Не хочу я тут. Ясно? — Я тебе уже отвечал. Изо всех сил, сдерживая бешенство, ответил Николай Михайлович. — Поехали. Я тебя устрою в милицию. Первое время патрульная служба. Потом... — Да какая милиция? Меня тут, меня зачмырят тут, если узнают. — Ха! Значит, ментом тебе впадло быть. Хорошо, хорошо. — А на какие шиши ты двадцать пять лет жил? Питался, пиво пил, девка мороженое покупал. — А! Не на ментовский. И как ни впадло было! Елчев медленно пошел к сыну. — А! Коля, успокойся! — встала навстречу Валентина. — Успокойся и... А ты... — оглянулась на сына. — Не смей такое нам. Живи своей жизнью. Или не можешь, если уважай. — Спасибо. И подальше от греха Артем быстро вышел из избы. После этого... Не появлялся недели три. Николай Михайлович часто вспыхивал, повторял. — Пускай только явится. Я им покажу. Хрен нам больше денег, помощи. Но в душе ждал Артема, улыбающегося, бодрого, чтоб подошел. Протянул руку. Все, батя, забыли. Давай, строится. Когда возле ворот слегка подсохло, Елтышев стал ошкуривать привезенные Харином лисины. Только увлекся. Только в забытье и работы стало легко. О! Подошла соседка. Как ее звать, Николай Михайлович до сих пор не запомнил. Она жила на той стороне улицы, почти напротив, в небольшом опрятном домике с пестрыми ставнями. В теплое время года сидела с утра до ночи на лавочке у калитки, щелкала семечки, хорошо схранившимися зубами, будто выполняя серьезный ритуал, кивала прохожим. Все, казалось, у нее она всегда установилась. Нет никаких проблем. Все дела переделаны. И теперь она благообразная старушка, только делает, что заслуженно отдыхает. Прошлым летом Николай Михайлович слегка удивился, когда соседка вдруг встала с лавочки и подошла. Он как раз вытаскивал из багажника мешки и ведра с глины. Здравствуйте, сказала она, распев. Глинки привезли. Да, нам небо с полведерочкой не дали, печку подмазать, да там завалинку. Елчев даже сам донес две ворота. Подошла и сегодня. И так же на распев похвалила. Хороший лес, хороший, что ж хорошего. Стволы были кривоватые, тонкие. В нижние венцы сруба они точно не годились. Да не очень-то, легко согласилась соседка. На дрова только или где что подлатать. У меня вот, видата, два столбика. На заднем заборе совсем погнили-то, выгляди, лягет пролет-то. Николай Михайлович молчал, снимал топором кору. Вот, думаю, может, дадите, а отсюда, если отпилить метра подвобы? Соседка подождала ответа. Дадите. Идите в контору. Там просите. Елчев раздражала не сама просьба, а то, что разрушено его хорошее, такое редкое состояние. Что я, в самом деле, снабженец вам? Он работал уже через силу, хотел сбросить и уйти из ворот. — В контору, говорите? По-другому уже, как-то с угрозой переспросил соседка. В контору надо сходить. А вы-то сами где этот лес взяли? Выписывали, что ли? Или как? Видела, как привезли? В потьмах, кратче. И кто привез? Тоже. Харинепт. Он честничо делать не станет. — Знаете, — Елчев выпрямился, поигрывая топором, — идите-ка отсюда, идите. — Ой, господи! Бормотнула соседка, кося сон топор, несколько метров пятилась, а потом развернулась и быстро засеменила к своей калитке. Вечером Елчев отправился за спиртом. Торговали им довольно далеко, на улице, которую называли Загибаловкой. Торговали люди довольно приличные, зажиточные даже. Покупателю желательно было иметь при себе тару, стеклянную или пластиковую бутылку, но при необходимости продавали вместе с тарой, правда, стоило-то на два рубля дороже. Покупатель отдавал продавцу или продавщице, или кому-то из детей. Торговали семьей пустую бутылку и деньги, и через минуту-другую становился обладателем выпьевки. Разбавляли спирт по-божески, в районе сорока градусов, вкуса жженой резины и ацетона не чувствовалось, и похмелья особого граничного состравления. Николай Михайлович от него не испытывал, и постепенно стал спиртом нравиться больше магазинной водки, которую к тому же в деревне по-прежнему купить было негде. Иногда он брал чистый спирт, разбавлял сам, но чаще доверял продавцам, имеют совесть. В этот раз у них была какая-то суета, перед воротами стояла грузовая газель, во дворе слышались возбужденные голоса. — Обыск, что ли? — в разборке мелькнуло в голове, и Елтышев инстинктивно поглубже в карман запихнул пустую пол-литровку. Постоял с опаской, заглянул за калитку. Навстречу с канистрами в руках шагал парень, за ним что-то отправляя на груди под кожанкой, тот невысокий мужчина, что с год назад приходил к ним с предложением продавать спирт. — А-а-а, здоровенько! — улыбнулся, увидев Елтышева, как-то приветливо и сундовольно. — Как оно? — Нормально. — За товаром? — Да надо, вот. Мужчина быстро осмотрел Николая Михайловича, а оценил, сказал поставившему в кузов канистры парню. — Садись, заводи, я сейчас. — Как насчет самим торговать-то? Не надумали? — Никак на вашем конце не могу порядочных людей найти. А дело-то выгодное. Николай Михайлович хотел было отказаться, со спокойным достоинством произнести «нет, спасибо», но внутри дернуло. — А что? Это выход! Где еще ты заработаешь-то? На чем? Брус покупать надо, кирпич, деньги, деньги. И он стал обговаривать условия, технологию. Да, пока не прозвучало, но ему и мужчине было ясно, что оно вот-вот прозвучит. Глава восемнадцатая. — Ну и как ты себе это представляешь? — негодовала Валентина Викторовна. — Я буду пойло разбавлять, таскать алкашам. А что ты-то сама предлагаешь? Как дом ставить? Бензин вот растет, продукты, хлеб, селедка нам жрать, что ли? Николай хоть и говорил громко, резко, но не кипятился. То ли сам раскаивался, что поддался уговорам, то и стал убедить. Валентина Викторовна поперла голову рукой, покачалась. — Куда мы катимся? Куда катимся? Базарной теткой уж стала. Теперь спирт буду. — Хорошо. Давай откажемся, откажемся и ляжем здесь умирать. Мур закурил десятую за вечер сигарету. — Лично я не вижу, каким образом нам устраиваться, все это налаживать. Сел к печке, повесил голову. Валентина Викторовна с жалостью смотрела на него. — Ну что же, вздохнула. Давай попробуем. Действительно, надо как-то жить. — Не как-то, а хорошо надо жить. Через пяток лет стариками станем. — Ладно. Николай бросил окурок в топку, поднялся. — Давай, выпьем. На сон грядущий. Закусить-то есть чего. Но другой день им привезли три десятилитровые канистры со спиртом. Два ящика пустых бутылок, кулек пробок, двести рублей, десятирублевыми бумажками для оборота. И началось. Днем почти не приходили, зато по вечерам и ночами, один за одним, день гаси и платлай. Торговлей в первое время занимался только Николай. Сам разводил, наполнял бутылки, сам уносил. Валентина Викторовна хмуро поглядывала на него. Но пачка заработанных денег в тумбочке становилась все толще и толще. И в конце концов не из головы, а из души откуда-то пришла мысль. Действительно, какой еще выход? И чего стесняться? Не отравы ведь торгуем. Нормальным питьевым спиртом была бы другая работа. И когда Николай перебрал свою вечернюю на сон грядущую норму и не смог подняться, сама пошла к калитке, взяла у какого-то незнакомого мужичонки пустую бутылку и деньги, а потом вынесла спирт. Ложила деньги в тумбочку и вздохнулась с неожиданным удовлетворением. Артем являлся иногда, ничего не просил, ни о чем не заговаривал. Если родители в этот момент обедали, обедал вместе с ними. Если выпивали, тоже выпивал. На вопросы о ребенке отвечал, да, нормально, растет. Про строительство дома речи не заходило. Валентина Викторовна видела, что Николай ждет инициативы от сына, а тут упорно ее не проявляет, будто не было уже этой проблемы. В середине апреля неожиданно резко навалилась жара, сухая, совсем летняя, и потянула в огород. Из земли полезли сорняки и успокоила чувство, что можно опоздать с посадкой. В эту зиму Валентина Викторовна посеяла в ящик помидоры, капусту и сладкий перец, и перерассада перерастала на подоконниках, закрывая свет, целые джунгли получились. Но было ясно, что заморозки еще вернутся. Наверняка и снег пробросит не раз. Рано, — уговаривала Валентина Викторовна и себя, и рассаду, — потерпеть надо. Рано. В эти жаркие дни нашли тетку Татьяну. Вот Санва залезла в заброшенный домик, что стоял неподалеку от избы Елтышевых. То ли пкурить там решили, то ли играли во что-то. И в подполе обнаружили лежащее тело. Побежали к управляющему, тот сообщил участковому. Из города следователи не приехали. Поручили разобраться на месте. Участковый составил протокол. По его мнению, это был несчастный случай, но смотрел на Елтышевых странно, вроде как с подозрением. Да и Валентине Викторовне самой было странно и непонятно, каким образом старуха могла оказаться в погребе заброшенного дома. Да что, — не выдержал ее взгляды муж, — я-то откуда знаю? Может, она сама так и решила, и самой избавиться, и нас избавить. Теткины подруги выполнили обещание. Обмыли и одели ее в чистое. Все это происходило на кухонном столе. Валентина Викторовна была на подхвате, но на тетку старалась не смотреть, дышала ртом. Хотя удивительно, запаха разложения почти не чувствовалось, проморозило сзазимут. Хоронили на другой день после обнаружения. Необитые тканью гроб везли на телеге. Возница, единственный мужик, у кого в Мурану и была лошадь, уж прилично выпивший, без передышки ругался, дергал водьями. Пошла тварь педальна, но на твое-то! Кладбище находилось почему-то не в сосновом бару, обступающем деревню с северо-запада, а напротив, у подножия холма, сырой, заросший чахлом осинник в низине. Вот здесь и меня с Николаем закопают, — подумала Валентина Викторовна, оглядывая такие же чахлые, как осины кресты и тумбочки. Мраморных и бетонных памятников почти не было. И от мысли о собственной смерти, от того, что последнее пристанище столь безрадостно, она завсхлипывала, взглянула на лицо тетка Татьяны, за сутки, ставшая страшным, словно обваренным, и зарыдала. Попрощаться с теткой собралось всего несколько человек. Питок старушек, нанятые в могильщике мужички и для порядка управляющиеся участковым. Заколотили гроб, криво опустили на веревках в яму. Надо ведь пообрядку на плотенцах опускать, — вспомнилась Валентина Викторовна, — а после разрезать и раздать. Сыпанули по горсти земли на крышку, а то мужички взялись за лопаты, быстро забросали яму. Поткнули в край холмика некрасивый самодельный крест. — Табличку сами прибейте, — сказал участковый, — чтобы не затерялась. — Да-да, конечно, необычно для себя поспешно отозвался Николай. После похорон Валентина Викторовна поискала могилки матери и отца, умершей ребенком сестры, не нашла. — Совсем ничего не соображаю, — оправдалась перед собой. — Домой надо. Только собрались помянуть вдвоем с мужем, приглашать никого не стали. Пришел Артем. — О, как всегда, вовремя, к обеду. Артем молча сел возле стола, но слегка боком повел носом. — А что это? Чем-то пахнет. — Тетю нашли, — ответила Валентина Викторовна. И отложила нож, которым резала колбасу. Снова навернулись слезы. — Она, она, оказывается, в подпол упала в том доме. — В нечаянном. — Да? И что? И что? — передразнил Николай. — Похоронили вот. Артем, словно угадав, что здесь лежала покойница, сдернул локоть с стола. — Я не знал. — А что ты вообще-то знаешь? — Родька что-то заболел. Кашляет. — Да? Валентина Викторовна обрадовалась с переводу разговора на другую тему. — Вы и окна, наверное, открывали, да? — Да, вроде. Душно же. — Ай-яй-яй. Ну, вот его продуло. А температура? Температура есть? — Угу. Тридцать восемь почти. — Так надо в больницу? Валентина Викторовна оглянулась на мужа. Тот раз выпивал стопочку. — Коль, я никуда не поеду. — Береть ключи и везеть. — Я фельдшерицу позвал, — сказал Артем торопливо. — Бегал за ней сейчас вот. А по пути к вам? Может, не надо еще никуда? Что-то... Он помял ладонь в лицо. — Что-то совсем? — Э-э-э... Тут же остановил Николай. — Хорош. Все мы слышали уж сто раз. Не будем. Кроме ссоры ни к чему это уже не приведет. Стал наливать себе спирт по-новой. Можно мне тоже? Немного. Валентина Викторовна достала из старенького буфета стопку для сына. — Надо на оставшуюся часть стенки заменить, — подумала, кстати. А то совсем в летней кухне рассохнется. Тетя помянем, — произнесла вслух. Отмучилась. — Выпили, закусили соленой капустой, копченой колбасой. Тут вот от парней узнал с опаской, что отец опять осадит, — заговорил Артем. — Валин, ну, бывший парень, из заключения возвращается. Они всерьез дружили, в общем, но его на пять лет посадили. Кражу, что ли, какую-то, в общем, со дня на день появится. Не зная, как отреагировать, Валентина Викторовна взглянула на мужа. Тот поймал ее взгляд, усмехнулся, дернул плечами. — Что ж, могу только поздравить с выбором супруги. Я ж серьезно, — но еще перебил Артем. — Ну, а что делать? Валить его, что ли? Значит, будем валить и тоже садиться? — Да, сынок? В голос Николая появилась злая ирония. — Прежде чем пипиську свою сувать куда-то, думать надо, к чему это приведет. Нашел себе и жену, и родственников вообще, дружков. Они все тут животные просто, хищные, тупые животные. — Ну, ладно, — вступил с Валентиной Викторовной. — А что не так? — И мы в таких же превратиться можем. Запросто причем, как два пальца. Николай схватил бутылку, плеснул в стопку. — Я предлагал ведь, давайте быстро построим большой дом, надежный, и огородимся, и будем жить. Была возможность. И деньги с гараж получил, и силы были, и время целое лето убили. Нет, надо было жениться, на первой какая сиськами помахала. Теперь вот так, сын, вот так и катится жизнь под откос. И не замечу, как в юрку этого превратишься, на крыльце сдохнешь где-нибудь. — Да. Валентина Викторовна хотела снова заспорить, но не стала. Несмотря на жестокость в словах мужа, была правда. Да, скатывались они все ниже и ниже, и сын вполне мог их обогнать. Залаяла Динга. Николай, раздраженно крик, тебя поднялся, вышел, вернулся с пустой бутылкой, сунул в левое и нижнее отделение буфета, а из права достал полную. Снова вышел. Артем наблюдал за ним удивленным взглядом. — А вы что? — спросил тихо мать. — Спиртом, что ли, стали? И Валентина Викторовна от жалости к себе, к семье своей заплакала, сбивающимся на крик полушептом ответила. — А что? Что нам, сынок, делать? Что? Глава девятнадцатая Когда Артем слышал слово «трус», внутри у него вздрагивало и напрягалось, будто говорили именно про него. Но трусом он себя не считал, никого никогда из боязни быть избитым не предавал, от хулиганов не убегал, бросив любимую девушку, правда, и ситуаций таких не возникало. Он был осторожным, нелестно рожен, небо хвалился силой и смелостью. Сколько его приятелей и знакомых погибло по глупости или село в тюрьму? Что, когда перебирал в памяти судьбу парней их квартала, становилось жутко, чуть не половина, а может и больше. Лет в тринадцать Артем оказался свидетелем совсем глупого убийства. Сидели в скверике компании, все хорошо знали друг друга, в одной школе учились. И один из старшаков, Володька Егоров, был ему лет семнадцать, в разговоре сказал другому, тоже старшакову, Жеке, Звереву, иди в жопу. Не послал даже, а так, в значение, дано тебе. Жеке вскочил в скамяки. Че ты сказал, урод? И началась у них словесная перепалка с матом. А ну-ка, иди отсюда. Потом Жеке выхватил из кармана отвертку и ткнул Володьку в грудь. Артем старался избегать таких ситуаций. Переезд в деревню, конечно, пугал, ведь придется с кем-то общаться, там нужно будет себя поставить, не показать слабаком. А в слабаки и чмыри легко попасть. И знакомство, а затем и отношение с Глебовичем, вид с остальными пацанами Артем считал удачными. На него не наезжали, из него насильно не вытягивали деньги, а если подшучивали, то беззлобно, как на одним из своих. Ну вот, оказалось, все-таки влип. Пацаны и сами, подсунувшему Валю, смотрели на него сочувствием и интересом. Что теперь будет? Как теперь он, Артем, поступит, ведь где-то едет уже откинувшийся Валин дружок, Олег Потапов. Олег Жон, бандит настоящий. Сел за ограбление ночного магазина, но он творил еще много чего и по деревням, и в городе. Артем пытался поговорить с женой, выяснить, что у него было с этим Олег Жоном, всерьез или так. Он отмахивался, возмущаясь, изляс, да брось ты с ерундой приставать, понабреешь, что он верит. Но кажется, именно после известия о том, что Арик Жон освободился. Она стала меняться, снова покрасила волосы, решила худеть, побрила ноги, подмышки. К Артему сделала с ласковей, сама тащила вечерами в баню, занималась сексом страстно, но и как-то отстраненно, словно была не с Артемом, а с кем другим. В тот день он возвращался от родителей. Настроение было на редкость приподнятым. Немножко выпил, получил двести рублей на внука. Грело солнце, еще не спопияюще горячее, а настоящее весеннее. Птицы какие-то щебетали, вкусно пахло молодой травой. Ничего, ничего, все нормально, говорил себе Артем. Классно все. Я внутри подрагивала, сосала, словно он шел в школу, не выучив уроки и, зная, что его обязательно спросят. А вечером, уставший и злой, после дежурства отец задаст ремня. Ничего, нормально все будет. Смотрел поверх серо-жавых шиферин на свежую зелень бора, на голубое высокое небо с редкими маленькими облачками. И такой действительно счастливой представлялась жизнь, если выбросить из нее совсем немногое, но превращавшее счастье в мучение. Надо только решиться, приложить кое-какие усилия и выбросить. Но ведь есть же люди, которые живут без этого отравляющего остальное, немногого. Вон Артем встречал таких, всегда веселых, легких людей. Почему же он сам не может быть таким? С Вальей у них все могло бы быть хорошо, отлично могло бы быть, могло бы, если бы отдельно жили, по крайней мере, без ее матери. Артем ее уже не переносил. От одного вида этой полной, большой, напоминающей прапорщик какого-то. Ее и муж называют сверхсрочником, особи. У Артема появлялось желание спрятаться, забиться в глубокую и надежную щель. Да, уехать бы с Валей. Вот раньше молодежь садилась в поезда и ехала на БАМ, на всякие строки. Но и не только затем ехала, чтобы электростанции возводить, поднимать народное хозяйство, а чтобы жить по-своему. А теперь куда деваться? Где кого ждут? Здорово, Артемыч! Навстречу по переулку шагал Витца. Привет! Пожали друг другу руки, не расходились. Это самое! Лицо Витца стало тревожно загадочным. Олег Жонта приехал вчера вечером. М-м-м! Артем старался выглядеть равнодушным. И что? Дома сидит, бухает, новости узнает. Ясно. Еще постояли. Витца смотрел на Артема, а Артем в сторону. На Бор. За Бором в той стране знал поля, а дальше город. Ну, ладно, сказал Витца. Покачу. А, Артем, закурить найдется? Сигареты нашлись. На всякий случай Артем старался носить с собой пачку. Пару раз отца задабривал, подсовывая вовремя сигарету. Настроение после Витцаного сообщения, конечно, испортилось. Да и как иначе? Та опасность, что была где-то далеко, реально почти не существовала, оказала вдруг рядом. И действие водки стало иным. И она не дарила легкости решимости изменить свою жизнь, а давила, крутила, душила. Солнце стало печь. Выпаривая силы, воздух казался влажным и липким. Да хотелось просто забрести в траву на опушке бора, лечь и надолго уснуть. А проснуться другим, в другом месте, не помня прошлого, как в фантастических фильмах, в каком-нибудь другом измерении. Через силу вошел в ограду и сразу услышал раздраженный голос тещи. Таиш, пошли отсюда, надоели уже, всю капусту мне поклевали. Наверное, выгоняла курица с огорода. Артем направился во времянку, но теща перехватил. Да, наконец-то, иди там, Родька хнычет. Посиди с ним, мне ужин надо готовить, хоть батуну нарву. А Валя где? Побежала к фельдшерейце. Что-то ей все там надо. Больная нашлась. Артем пошел в дом. На веранде, на огромном сундуке, сидела старуха и вяло обмахивалась в вафельном полотенце. Но Артема не обратило внимания. Тесь над сад нахрапел, словно вздыхался на своей кровати. Вставни в комнате, где лежал сын, были прикрыты, а рамы окна растворены, но все равно было душно и жарко. Пахло чем-то протише. Устало однотонно жужжали мухи, и так же устало и однотонно поскуливал в кровати ребенок. Ну, чего ты? Наклонился к нему Артем. Чего ты опять? Родик, увидев человека, оживился, зашевелил ручками, ножками, поскуливал не стал громче. Артема неприятно удивляло, как медленно растут младенцы. Вот сыну семь месяцев, а мало чем от новорожденного отличается. Только, может, кожа стала побелее, волосики чуть отросли, морщины разгладились или превратились в складки. И ведь, главное, кричать научился громко. Брал его на руки Артем всегда не то чтобы с опаской, а по-прежнему с брезгливостью. Артем до сих пор не чувствовал, что это его сын, что это вообще ребенок. Родик напоминал зверька, который не так его тронь вполне может куснуть, заразить чем-нибудь. Правда, сын ему иногда снился. Но во сне он был уже взрослым, лет так пяти-семи. Они рыбачили, боролись, лепили солдатиков из пластилина. — Не ной ты, а! — попросил Артем. — Скоро мама придет, будет с ней заниматься. Качнул висящую на кровати погремушку. Сын вместо того, чтобы увлечься, забил ножками, закричал. И тут в голове Артема соединились, состыковались. Приезд-то Олег Жона, отсутствие дома, валь, ее прихорашивание в последние дни. Точнее, он старался не стыковать их, но плач ребенка заставил раздражиться, а уж это раздражение сломало эту внутреннюю игру в непонимание. — Да возьми-то его! — возникла за спиной теща, громко втянула воздух носом. — Не чувствуешь? Обосрался он! Сними памперс, помой! — Сами снимайте, мойте! — захотелось ответить. Артем сдержался осторожно, выянул сына, стал стаскивать памперс. — Да как ты! — возмутилась теща. — Сейчас все будет в говне, господи! Давай, папаша тоже! Артем помялся рядом, дождался, пока теща сменит памперс, а потом медленно пошел на улицу. — А кормить кто будет? — укрик, недоуменно возмущенный. — Разгревай, питанет! Там вода горячая в чайнике! — Занимаясь этими неприятными, совершенно чуждыми ему делами, Артем все больше распалялся. Внутренне уж произносил длинные возмущенные монологи, обращенные к жене, обличал, обвинял. Вот он, как дурак, греет бутылочку, а она в это время, она каким-то уркой, грязным, спидоносом, туберкулезником. И когда Валя пришла, он шкипел. Все те сотни слов, которые бились в мозгу, мгновенно забылись. И Артем, дрожа от ярости, стал повторять. — Ты где? — Где ты была, а? Где? В первую секунду на лице жены появилась растерянность, даже вроде бы в виноватость. Вот уже они сменились злой гримасой. — А что ты орешь-то? Пять минут не можешь с ребенком. — Где ты была? Я спрашиваю. Раздался рев сына. Валя схватила его, стала сильно всем телом качать, и одновременно кричала в ответ Артем. — Где надо была? Идиот! В больнице была! Опять молочница! Опять, наверное, ребенка заделал мне! И горать! Ха! Кто заделал? Олег Жон! Да пошел ты! Идиот действительно! Это ты идиотка! Артему доставляло удовольствие вот так кричать в полный голос, даже дрожа не исчезла. И рев ротикой не пугал, не останавливал. Шлюха! Где? Была? Спрашиваю. У этого Олег Жона сосала? Артем почувствовал укол в правую сторону головы. Не удар, не тычок, а именно укол. Дернулся, оглянулся и увидел тещу, который замахивался еще раз, выставив, как зубила, казанок среднего пальца. Так обычно тюкала на своего пьяного мужа. Чего? Поймал Артем ее руку, попытался заломить, но неудачно. Теща была сильная, а бить ее по лицу он не решался. Теща дралась молча, лишь напряженно сопела, упорно стараясь ударить казанком зубилу. Зато Валентина вопила беспрерывно. Артем не слышал, что она вопит. Это было что-то оскорбительное. Чтоб убирался, что нахрен не нужнее такой муженек. Идет, сволочь неблагодарный. Видя, что теща побеждает, Артем не сдержался и ударил в неожиданно тугую при ее полноте грудь. «Ах ты, гаденыш!» И теща уж совсем медведем полезла на него. Тут в комнату скачал тесть и без разбиратель стал помогать жене. Уворачиваясь, Артем заметил ножницы на комоде. Вполне мог дотянуться до них. Вот так и убивают друг друга. Подумалось. Это ты мысно напомнился, перестал сопротивляться. А когда ощутил, что и напавший, тоже слегка расслабляясь, вывелся. Огляделся во дворе, будто впервые здесь оказался. Направо калитка, налево времянка. Во времянке между шкафчиком и стеной заначено еще и зимы тридцать рублей. Забежал рывком, чуть не опрокинув, отодвинул шкафчик, схватил деньги. Уже погоняемый криками и тречками тещи и тести выбежал за калитку. Оглянулся, крикнул, сдавлено сквозь спазмы и дрожь. Суки, уроды вонючие! Машинально пошел в ту сторону, где жили родители. Остановился. И что? Что там-то? И впервые в жизни почувствовал себя по-настоящему одиноким, бездомным. Вот так же, наверное, стоят посреди улицы люди, ставшие бомжами. Перед первой ночью. Дергающийся рукой достал пачку примы с фильтром, вытряхнул сигарету. Кое-как закурил, несколько раз глубоко затянулся, во рту стало горько и вонько, словно нам сожгли и паклю. Сбил уголек, сумел длинное курок обратно в пачку, еще пригодится. Подошел ближе к берегу пруда, присел на траву, собрал по карманам деньги, пересчитал. Пятьсот двадцать рублей. Прилично. С такими деньгами можно пытаться начать сначала. Встал и пошагал к автобусной остановке у въезда в деревню. Торопился, подгонял себя, хотя до автобуса оставалось еще больше часа. Изо всех сил убеждал себя, что больше не увидит ни жены с ее уродами, ни своих родителей, притащившего суда в эту яму. Никакого олег жена не увидит, ни вообще. Нахрен, шептал злобно, решительно. Нахрен надо. Гните тут сами. А мне, мне нахрен не надо. Глава двадцатая. В конце мая, после посадки картошки, Николай Михайлович навалился на стройку. Дозалил фундамент, купил пять кубометров бруса и выложил при помощи самодельного крана балки пять венцов. Появились очертания будущего просторного дома. Дальнейшее строительство остановило отсутствие денег. Снова стали ездить с женой за жимолостью, оставляя дом без присмотра, каждый раз возвращаясь, ожидая увидеть дверь сорванной, вещи возберазбросанными, запасы спирта опустошенными. Но, видимо, елчево побаивались. Не лезли. Сын жил в городе, работал, приезжал изредка помыться, поесть суп. В городе он устроился в бригаду, переделывающую первые этажи жилых домов в магазины. Жил в общежитии, мусочилища, бригады снимала там комнату. Поставили три двухъярусные кровати. И что? Вас там шесть человек, с удивлением и беспокойством, спросил Валентина Викторовна, когда Артема сказал. Ну, да. И так посмотрел на мать, на отца, что дальнейшие расспросы прекратились. Казалось, вот-вот начнет сам задавать вопросы и кончится все. Снова скандал. Николай Михайлович вообще опасался вступать в разговоры с ним. Не хотел и ссориться. Да, и просто ссорой дойди до нее. Дело, видимо, не ограничится. Артем за эти два месяца заметно изменился. Не то чтобы окреп, но во взгляде и движениях в тех редких фразах, что произносил, чувствовались вызов угроза. Бравировал он своим нынешним положением почти бича. В их бригаде все, кроме него, были бывшие зэки, бездомные, запойно пьющие, и всем своим видом показывал «Вот, каким я сделался, и все из-за вас!» Что-то появилось в нем такое, что было у Дениса, когда вернулся из армии. Приблотненность появилась. Денег Артем во время приездов не просил, давал понять, что с деньгами у него порядок, но ел много, жадно, пил тоже, не стесняясь. Есть не просили помочь по хозяйству, ложился на койку на кухне и спал до вечернего автобуса. О семейных его делах разговор не заводили. Однажды только мать не выдержала. «Как там? Сроди-то что теперь?» Артем дернулся. «Не знаю. Разведусь и все. Пошли они». Хорошо, что он появлялся в деревне нечасто этим летом, а приезжал, не шел куда-нибудь в клуб, на пруд. В первой половине июня съехалось много молодежи. Подростки, девушки к своим бабушкам и дедушкам прошлым летом вроде не так много и было. Почти каждую ночь возле клуба кипела жизнь. Орали, визжали, трещали мотоциклы. Постоянно к Елшевым прибегали за спиртом, часто просили дать в долг. Николай Михайлович отказывал. Приходилось и на голос брать, от калитки отпихивать особо настырным, угрожать в черный список занести. Какое дурное лето в деревне получился. И ближе к осени разразилось нескими событиями. Сначала этот Олег Жон, которого опасался Артем, во время пьянки и собутельника зарезал. Почти неделю его искали. Ходили по дворам, лес прочесывали, но вяло, без азарта. Да собаку тут надо, посоветовал Николай Михайлович, встретив в очередной раз бредущий по улице следователей. Те криво усмехнулись, тескать, откуда собака? Обнаружился Олег Жон уже в сентябре в городе, опять попытался круглосуточный магазин ограбить. Случайно наряд рядом оказался, скрутили. Вторым событием тоже стало убийство. В клубе прямо во время танцев местный зарубил топором парня из-за холма. Из-за девки произошло. Приехала к старикам внучка лет восемнадцати и начала тут хвостом вертеть. Вот двое не поделили. Девку скорее домой отправили убийцу в город, в тюрьму, а в деревне все стали ждать нашествия за холмовских. Старухи причитали «Ведь пожгут нас, пожгут!» и вспоминали, как когда дрались деревня на деревню, а за убийством в стиле красным петухом подвад с дворов сгорало. Ожидание пожаров оправдалось. Слава Богу, не избы заполыхали, а клуб. Может, и не за холмовские подожгли, может, местные. Может, по случайному стечению обстоятельств произошло. Но сгорел клуб быстро, дотла совсем добром с библиотекой. Во время пожара Николай Михайлович дежурил у своих ворот, отпихивал от избы и забора прилетающие главешки. И тогда же, в конце августа, еще одно случилось. Этого мужичка Елшев почти не знал. Раза так три-четыре встречал на улице. Невысокий, щупловатый, ходил быстро, озабоченно, тут вечно куда-то опаздывал. Звали его, Валерка. Но не презрение вкладывали в это Валерка, а скорее сочувствие. Был он из другого села, Лугавского, большого и, как говорили, богатого. Лугавскому Валерке оставалась семья, жена и сын. Но он жил здесь, гулящей, пьющей, многодетной ленкой. Тетка Татьяна часто об этом говорила. Непонятно, откуда узнавала новости. Лишь в последние недели стала со двора выходить. Жалела Валерка. Хороший мужик, старательный и с кем связался, нашел тоже. Но когда Елшев увидел эту Ленку, понял, почему хороший Валерка связался с ней. Крупная но стройная, волосы черные, густые, лицо хоть припухшие, но видна красота, еще не испепеленная алкоголем яркости. Есть в ней то, что привлекает любого нормального мужчину, чувствует, что это настоящая самка, горячая, созданная природой для того, чтобы доставлять мужчинам удовольствие, и никакая водка, никакое количество детей не могут убить в ней этого. Года три, говорили, Валерка с ней жил. Но как жил, мучился, работал скотником, пока ферму окончательно не закрыли, утром уходил, а к Ленке тут же лезли алкаши с бутылками, вечером возвращался, выпроваживал их, иногда и до драк доходило, били его несколько раз, здорово. Как-то купил он телочку, привез к вам две корма, сено заготовил, а через месяц жена с собутыльниками телочку эту за копейки продали, выпить надо было, Лек так не нашел того, кто купил. Только благодаря Валерке дети Ленкины в школу уходили, не голодали очень, а Ленка сильнее и сильнее спивался. Валерка чуть что гнала и из дому дружков своих натравливала, и вот этой осени не выдержала. Слил из бака своего старенького ежа остатки бензина, окатился во дворе и поджег. И никто не заметил. Дети Ленкины на другой день только обнаружили. За фельдшарицей сбегали, а скорую вызвали, но поздно, а ожоги были серьезные, заражение крови умер через несколько дней. Елтышев слушал рассказы об убийствах и самоубийстве, наблюдал, как полыхает клуб на той стороне улицы почти равнодушно. Конечно, во время пожара опасался за свой домишко, а погибших молодых еще людей не жалел, бессмысленно и глупо текла их жизнь, глупой были их страсти и любови, глупой оказался Гиби. Да и в своей жизни, в жизни своей семьи тоже все сильнее ощущал он, эта вот бессмысленность напрасности. Конечно, было что-то, наклевывались вроде удачи, возникали просветы, но тьма постепенно и настойчиво сгущалась все плотнее. Надежда сменялась злобой и тоской, почти уже беспрерывной. Вот, и в это лето дом построить не получилось. Какая, никакая, но взрослая жена и ребенок, жизнь сына, видимо, окончательно не сложилась, шабаш теперь черт знает в каких условиях. Сам он вместе с Валентиной и известной во всей деревне торговцей спиртягой, и сколько несчастных жен местных алкашей их проклинают. А алкаши, или те, кто вот-вот в них превратится, шли круглые сутки. Тарц почти все взрослые мураном у них тут перебывал у елтарских ворот. Понятно, что кто-то спирт покупал лишь к празднику, не имея возможности приобрести магазинную водку. Какой-нибудь старушке пол-литровка нужна, чтобы за дрова, за вспашку рассчитаться. Но все же шли и шли, пили и пили, и днем и ночью стучали в калитку. Одни протягивали деньги с показным равнодушием и даже принадлежением. Как богатый покупатель презренному торгашу. Другие быстро, воровато, с оглядкой, вдруг жена бежит, третьи вместо денег совали инструменты, одежду, а то и мясо наспеха щипанного гуся, шептали дрожащие, на пузырек, поменяй, Михалыч, помираю в натуре. Вещи ел шефни брал твердых. А перед мясом, особенно свежей баранины или кормом для кур иногда устоять не мог. Менял по-честному, не наживался. Но после таких обменов другие алкаши не давали покоя. Вот, мяско, парное, зерно отборное, дядь Коль, возьми. Дня через два после очередного сражения у Калитки, до драки, правда, не дошло, на потолкаться пришлось, заболела Динго. За полтора года она стала крупной, с мощным загрифком, крепкими передними лапами, лайкой. Не гавкала попусту, но когда чувствовала, что хозяин в опасности, бросалась на врага. Пару раз прихватывала крикливых, те грозились разобраться. Елчев отучал Динго подбирать на улице, и внутри ограды кости, куски хлеба, которые сам незаметно подбрасывал, опасался, что могут отравить. И вроде бы она слушалась. Обнаружив еду, подзывала хозяина, как заправская охотничья собака. Николай Михайлович подбирал добычу, а взамен угощал Динго чем-нибудь более вкусным, колбасой или печеньем. И вдруг она заскучала. Лежал возле крыльца, медленно ворочей головой, оглядывая, будто прощаясь слезящимися глазами окружающий мир. Черные бревна, корявую иронетку, желтый брус недостроенного дома, бродящих за штакетником кур на заднем дворе. Маленький, но родной эмирок. Николай Михайлович отпаивал ее молоком, насильно вливал в пасть, разжимая палкой зубы, но не помогло. Три дня подскавала и исчезла. Потом нашли ее в дальнем углу огорода. Поткнулась в забор, съежилась уже, одельвенела. Каждому приходящему Елтшев хотел вместо спирта дать по морде. Любой мог отравить. Боясь сорваться, часто отправлял калитки жену. Однажды пришел бывший ветеринар, узнал, что деньги больше нет, сочувствующе покивал. Да, чумка что-то в это лето разгулялась, даже дворня окосят. Чумка действительно Елтшев совсем забыл о собачьих болезнях, о том, что нужно делать прививки. Но, ругая себя, запоздал и раскаиваясь, все же на сто процентов он не был уверен, что сметь деньги случилось из-за чумки. Вполне и отравить могли, вполне вероятно. Врагов, скрытых, опасающихся обнаружить себя, но пытающихся гадить, было предостаточно. Они, казалось, только и ждали слабинки, старость или болезнь Николая Михайловича, чтобы навалиться. Даже старший сын, судя по всему, был в их числе. В начале сентября пошел дождь, как и в том году, мелкий и редкий, временами и вовсе становящийся водяной пылью, но долгий, беспрерывный, вымывающий энергию. Потом выдалось несколько ясных дней, за которые люди должны были успеть выкопать картошку, повырвать морковку, свеклу, редьку, чеснок, лук, просушить их, спустить в подпол и сложить в коробке за печкой. А после ясных дней и прохладных ночей ударили заморозки. Все, что еще зеленело, стало черным, потекло, словно гноем, мертвым тройным соком. На огородах задымились негорючие костры, из ботвы, подсолнуховых будыев, помидорных вязок, разного мелкого мусора, пахло вкусно и грустно. Еще и галки, все лето незаметно прожившие в осиннике, стали каждый вечер кружиться над крышами, суетя, сопронзительно до слез тоскливо кричат. Люди останавливались и смотрели на них. Некоторые, тихо, и тоже со страшной тоской матерились. Как только подсохли проселки, Николай Михайлович начал ездить за дровами. С прошлого года осталось, да и за лето скопилось кое-что на протопку, но этого хватило бы до декабря. Должен был возить и возить. Тем более, что уголь, предназначающийся тетке Татьяне как труженице тыла, после ее смерти, конечно, отменили. Правда, уголь был еще приличный, поэтому покупать его не стали. Вдобавка, цена неприятно удивила, семьсот он. Лучше на брус весной потратит. Бор вблизи деревни был вычищен до последнего сучка и забирал съел шевдалеку. Рубил сухостоины, пилил валежник на подходящие бревешки, набивал им машину, загружал багажник над крышей. Шаркая, просевшим днищем по богорку между колеями выбирался в деревню. Разок-другой его проверил лесник, не везет ли свежий лес. С этим в последний месяц стало строго. За один срубленный ствол могли шатфовать. Есть не было денег, тащили в город, долго там канифолили. Лесник был местный, молодой, но суровый и неразговорчивый. Николай Михайлович попытался поговорить с ним насчет бревен. Забор пора перебрать баньку бы, но тот отвечал недослушав, я не уполномочен. Может быть, лесник действительно был таким честным и правильным, но с охранностью это вряд ли помогало. Заодно это лето появились две лесосеки, где сосны вырубались сплошняком, под лес скдавился тягачами. Вырубкой, как узнал Николай Михайлович, занималось какое-то акционерное общество по лицензии. Он попытался на лесосеке купить по дешевке машину крупляка, но дисциплина была суровая, его отослали к начальству, находящемуся аж в крайцентре. Бор этот частью природной, частью искусственно разведенной огибал город с трех сторон. С четвертой юго-западной была холмистая степь, правда, тоже в последние десятилетия изрядно озелененная. Там раздавали дачные участки, владельцы завозили чернозем, высаживали фруктовые деревца, которые давали на удивление богатые урожаи. И теперь елтыша все чаще жаля, что все-таки не добился когда-то этих шестисоток не построил дом, ведь была же возможность-то. Жили бы сейчас в нескольких километрах от города, прописку на дачу теперь дают, приезжали бы с дачи на работу, вечером обратно, а тут полста камушков в одну сторону, на билеты ползарплаты уйдет, да и силы, где такие найти, чтобы каждый день мутаться. В одной из поездок в Бор, бродя с топориком и с ножовками стройных ярко-рыжих сосен в поисках сухостоя или валежника, Николай Михайлович наткнулся на Харина. Тот урожил штабелек на рубльный года два назад, видимо, во время прореживания мелкованные крепкие макаронины на площадку отснятой люльки мотоцикла. Что сосед Жерди понадобились без особой неприязни, но с усмешкой спросил Николай Михайлович. Внутренне он смирился с невозвращенным долгом. Харин ухукнул, выдергивая из штабеля очередной хлыст. Собираясь уже пройти мимо, Николай Михайлович заметил среди отобранного несколько явно свежих, даже хвойку, где уцелела верхушечка. А не боишься, что штрафонот или у тебя? Как всегда все схвачено. Что? Посмотрел неожиданно ненавидящий презрительно и въел тиши тут же схлестнул злоба. И что? Ты ж у нас и по цементу, и по лесу, спец, и бензопилу у тебя целыми контейнерами, так ведь? Слушайте, Харин поднял с земли топор, непонятно, то ли, чтобы срезать сучки, то ли, для возможной защиты. Слушайте, оставьте меня в покое, меня и мою семью, и дети давайте. Хм, как же тебя в покое оставить, когда ты мне денег должен? И за эти два года они ой, как подорожали, потому что возвращать-то больше придется. Елша вкачнул, чтобы идти дальше, припугнул, и ладно, но Харин взвился и как-то по-женски танковато и истерично задораторил. Ничего я вам возвращать не буду, не должна ничего, ясно? Хотите, в сот подавайте, а я ничего возвращать не буду, и все. Как это не будешь? Николай Михайлович уже был полон веселым бешенством, такое бешенство бывало у него раньше, когда работал милиционером, ему хамили. Как это не будешь? А? Он медленно пошел на Харина. Не подходи! Харин вскинул топор. Я достал ли сволочь? Это кто сволочь? Ты вообще нюх потерял? Ты мотоцикл продашь и денежки мне принесешь, послезавтра принесешь и отдашь. Не подходи! И Харин сам сунулся вперед, бросил руку с топором на Николая Михайлович. Уже без слов. Автоматически, как учили когда-то, Елчев успел выронить свой топор и на жопку, перехватил левой рукой руку нападавшего, а правой обхватил во шею. сжал, получил слабый удар по ребрам. Харин ударил левой рукой, сжал сильнее, резко рванул. У Харина хрустнули позвонки, и он сухо рыгнув обмяк. Приятно отяжелел. Елчев распрямил руку. Харин упал на землю, топор все еще держал. Николай Михайлович постоял, ожидая, что противник зашевелится, начнет подниматься и уж тогда, может быть, взять за волосы, внушить, чтобы больше не замахивался. Но тот лежал и лежал. На животе лицо повернуто на бок, глаз не видно. Раскрыто они, закрыто и не надо видеть. Елчев поднял свои инструменты, пошел к машине. Через несколько шагов остановился, оглянулся, смотрел на лежащего, вспоминал, прикасался ли он к чему-нибудь пальцами. Вроде нет, рукаву Харинского только, ладно, плевать. Отъехал подальше, набрал дров, почти в то же время, в какое рассчитывал и вернулся домой. Загнал москвич в ограду, разгрузил, долго не жалея воды умывался, выпили с женой бутылочку спирта, разбавил на этот раз покрепче, градусов до пятидесяти пяти. Выйдя в туалет, обнаружил, что моросит дождь, мелкий, но частый, холодный. В другое время расстроился, дел тысяч полно, а сейчас постоял, половил капли ртом, вздохнул. Хорошо. Глава двадцать первая Эта осень казалась Валентине Викторовне труднее прошлой. Прошлой осенью хоть и бессильной, мешающей, но все же хозяйкой была тетка Татьяна. Она подсказывала, что и когда сделать, как готовиться к зиме. Сама делала много незаметной, но отнимающей время мелочевки. А теперь все легло на нее. И вдобавок мучила постоянная усталость. Усталость не от работы, а какая-то внутренняя, болезненная, словно весь организм устал жить. Мозг устал справляться все новыми и новыми проблемами, решать их, находить выходы. Не было покоя от приходящих за спид. Валентина Викторовна несколько раз собиралась объявить, может, надо эту лавочку прикрывать. В последний момент останавливала себя вопросом, а как еще зарабатывать? Артем с конца весны жил в городе, работал, но в его положении не было никакой определенности. Жил как гастарбайтер какой-то, замешивал бетон, таскалки плечи, никаких перспектив. И она не удивилась, когда в ноябре он вернулся в деревню. Распустели бригаду на зиму, сказал хмуро. Ну, и много заработал мало. В голосе сына послышалось опасение, что деньги у него могут забрать, что проел, что жилье ищет туда-сюда. Ну да, ну да, с усмешкой покивал Николай. А теперь что делать думаешь? Не знаю, весной опять наймус. Терпим, а то, может, еще что-то как-то. Николай снова покивал, пошел к печке, разминая пальцами с каретов. Его долгие сиденья у печки пугали Валентину Викторовну. Николай не столько курил, сколько как будто ожидал чего-то. Мог сидеть так полчаса и час, если в это время в калитку стучали, вскакивал и резко почти бежал на улицу. И однажды вернулся не с пустой бутылкой, чтобы обменять ее на полную, а вместе с участковым. — Ну вот доторговались с облегчением, каким-то подумал Валентина Викторовна, но ноги задрожали, она скорее нашла табуретку. — Здравствуйте! — потянул участковые губы и, извиняющийся улыбкой, огляделся. На кухне был порядок, канист со спиртом, бутылки, слава богу, убраны из глаз. — Я к вам на несколько вопросов. На улице бы, но холодно. Да-да, присаживайтесь. — Вы знаете, конечно, что Геннадий Харин пропал? — Это давно, — ответил Николай. — Ну, то есть слышали. — И что? — Сегодня обнаружили труп его в бару. Мотоцикл там же ничего вроде не взято. Оставил там лесника, следственную бригаду вызвал. А сам пока пройти решил. Участковый глянул на Николая. — Вы то ничего не слыхали? Кто мог? К вам ведь много кто ходит? Николай подумал, пожал плечами. — Да нет, и мне Тхарин, честно сказать, малоприятен. — А что так? — опережая мужа, ответил Валентина Викторовна. — А они нас обманули. Он и жена самым наглым образом обманули. Мы только сюда переехали, и стала его жена Елена приходить, такая вся радушная, и дальше рассказала о бензопиле, о кормах, лесе, цементе. В общем, мошенники самые настоящие. — Да, вздохнул участковый, и об этом их промысли слышал. Мною-ка они так кидали, особенно из приезжих. — Ну, а если вы слышали, куда смотрели? — Участковый недоуменно взглянул на Валентину Викторовну. — А мне никто заявление не писал. — Да, и вы, скорее всего, расписки из них не требовали, что так, малые, так, да. Ну, вот, он поднялся. — Будем, надеется, дело раскроют. Может, и несчастный случай. Он значительно кашнул. Каких-то повреждений следов борьбы я не обнаружил. Мотоцикл в порядке. Ладно, до встречи. Сумрачное, бесснежное предзимье сменило зима. И, как и раньше, снег, легший уже уверен до весны, сначала обрадовал, деревня стала красивей, мир посветлел, а потом стал давить. Большую часть времени сидели дома, много спали, но сон не освежал, не восстанавливал силы. Когда спать было уже невозможно, смотрели плохо показывающий телевизор, бродили по тесной избушке, раздражающий, скрипя половицей. Эту зиму много пили. Как-то автоматически, как давно болеющий принимает лекарства через определенный промежуток времени, подходили к буфету, доставали бутылку, наливали граммов семьдесят, проглатывали. На пятнадцать, двадцать минут становилось легче пережидать мертвое время, а потом глотали еще. Постепенно хмелели, дремали, что-то ели из холодильника, снова проглатывали стопочку. Готовить разные вкусности у Валентины Викторовны не было сил. Да и не хотелось. Зачем? По три раза в день мыть посуду в чашке, меняя воду, было невыносимо. Иногда она тихо плакала, вспоминая раковину, смеситель, из которого бьет теплая вода. Артем был незаметен, то есть проводил дни так же, как и родители, тоже подолгу лежал в кровати, пытался смотреть в ребящий экран телевизора, так же подходил к буфету, наливал себе в стопочку, когда стучали в калитку, взбодрялся, выказывал готовность помочь отцу. Несколько раз продавал спирт, исполнял дела по хозяйству, в магазин ходил, за водой разгребал снег в ограде, приносил дрова. В основном молчали. Всем троим было ясно, что начни о ней что-нибудь обсуждать. Вспоминать старое это закончится вспышкой, криком, нечего было уже обсуждать-то, а вспоминать слишком больно. Скромно встретили Новый год, боясь веселья и пожелания друг другу всего самого лучшего, даже шампанское не купили, выпили спирта, пожевали колбасы и жареные курицы, и уже к часу ночи легли. И остальная деревня была тиха, лишь хлопнул несколько петард, где-то одиноко и пьяно прорычали «Ура!» Клуб не восстанавливали, обгоревшие доски и бревешки растаскивали на дрова крупные осколки и шифера железа в хозяйстве. В конце февраля Валентина Викторовна собралась на свидание к младшему сыну. На последнее свидание оставалось Денису сидеть шесть с половиной месяцев. Только с возвращением Дениса она связывала возможность как-то наладить жизнь. Давно уж связывала. Устала ждать его, по-нескому раз на дню смотрела на отрывной календарь, досадуя, что время так долго тянется, и нельзя оторвать сероватый с крупными цифрами листочек, скомкать его, бросить в печку. Этот отрывной календарь она купила, повесила над столом на кухне специально, надеясь, что дни побегут быстрее, если за их ходом следить, торопить взглядом. Одни тянулись, ползли, время этого дела замирало, словом бы, издеваясь, и приходилось толкать его дальше, придумывая себе какие-то бесполезные в сущность занятия. Съездил удачно. Денис совсем не напоминал зэка, разве что одежда да короткие волосы. У начальства к нему особых замечаний не было. Сказали, по крайней мере, что исправляется. Она плакала и упрашивала сына скорее приезжать, иначе погибнет. Он кивал, гладила по спине. И когда Валентина Викторовна замолчала, вытирая щеки, спросил тихо, сочувствующий, попиваешь, мама? А? Выпиваешь часто? Она отпрянула. Чего ты взял? Да видно. Лицо, голос, таких видно. Валентина Викторовна хотела возмутиться, начать заверять, что хоть и выпивают, но редко по праздникам с устатку Денис опередил. Не пейте сильно. Потерпейте, нормально все будет. Поднимемся. Ехал обратно с каменной решимостью растолкать своих мужиков. Заставить заняться домом. Раньше в Дикой Теге как-то строились искать работу. Пускай на север работаются, на вахт куда-нибудь, пускай ищут выход. А, так мы действительно посопьемся, в болоте там подохнем. И окружающий щедро подпитывал ее решимостью. Солнце светило, ярко, открыто, снег ослепит набелел, но уже оседал. Хвоя сосина еле была веселой, живой, люди в вагоне поезд, будто бы на заказ, подобрались приветливые, общительные, и из динамика над окном плацкартного отсека звучали песни, популярные в годы ее юности, а во время выпусков новостей сдавался энергичный, молодой, тоже в каждой ноте решительный голос президента. Россия это страна, которая выбрала для себя демократию волей собственного народа. Она сама встала на этот путь, и соблюдая всеобщепринятые демократические нормы, сама будет решать, каким образом, с учетом своей исторической, геополитической, иной специфики, можно обеспечить реализацию принципов свободы и демократии. Но только вышла из автобуса в деревне, настроение стало портиться. Сонные люди, темные кривые избы, обшелушившиеся зеленая краска на стене магазина, грязные уродливые дворняги, никого не охраняющие, неизвестно, зачем живущие. Дома было темно, душно, холодно. На столе завал грязной посуды. — Коль! — Тема позвала с порога Валентина Викторовна. Из комнаты послышался жалобный хриплый стон. Там шевелились, что-то упало стеклянное, но, слава богу, не разбилось. — Да что такое? Николай! Таким мужа она не видела. Конечно, случалось, крепко он выпивал, и ноги заплетались, голова клонилась, но чтоб до такой степени, до такого за один пьяный вечер не дойти. Николай сидел на диване, покачиваясь, стиснув рука к голову, постановая, что-то муча, волосы спутаны, на лице густая седоватая щетина, весь дрожит, коробится. Понимая, что сейчас стыдить, упрекать бесполезно, Валентина Викторовна вышла на кухню, медленно, будто боясь сесть мимо, опустилась на табуретку. Сидела, огляделась, поняла, что сидит на том же месте, где обычно проводила дни тетка, вскочила, пересела. Не пьяно, а как-то обессиленно, покачивается, шел Николай. Наклонился к буфету, достал бутылку, зубами выдернул пластмассовую пробку, булькнул в кружку. Не выпуская бутылки, из правой руки схватил левой кружку и выпил. Громко выдохнул, постоял, поставил бутылку на стол, глотнул из ковшка воды, упал на кровать, но тоже выровнял тело, отвалился к стене. — Где Артем? — стараясь говорить, спокойно спросила Валентина Викторовна. Задала вопрос не для того, чтобы действительно узнать о сыне, но чтобы не молчать. Молчать было страшно. — Он, муж прокашивался, — он, опять с этой, четвертый день не является. Только ты уехала, устроил тут. Николай поднялся, взял бутылку. — Налей мне тоже, — сказала Валентина Викторовна. Вспомнила слова Дениса и мысленно оправдалась. А что делать-то? Вот что сейчас делать? Он с ней, оказывается, не развелся до сих пор. Отдышался после спирта, сказал Николай. — Говорил. — Оказалось. — Может быть, у них все-таки наладится? — Да кого наладится-то? — Че там мне? Глаза Николая округлились, побелели, и Валентина Викторовна готова была ответить криком, но пока сдерживалась, слушала. — Ты что, Валь, не понимаешь совсем? Он же специально так. — Как весна, так что-то придумает. То свадьбу ему подавай, то вот сходится-расходится, вообще уезжает. Что, мне этот дом нужен? — А, ему же, мне и здесь умереть нормально. Но, видимо, вспомнив, что говорит это, в двадцатый, наверное, раз Николай замолчал, обхватил ладони бутылку. — Не надо, может, Коль? — мягко просила Валентина Викторовна. — И Денис просил. — Не очень, чтоб ведь скоро он приедет уже, поможет. — Поможет! — Не думаю, муж плеснул в стопки, но совсем понемногу. — Такие! — Как ему здесь после всего? — Не будет он, поживет месчишка, откормится и... — Ты думаешь, человек пять лет отсидевший будет в деревне торчать? — Но он говорит, мало что он сейчас говорит. Сейчас там он что угодно может говорить. — Пойми, ничего я понимать не хочу, перебила Валентина Викторовна. — Я хочу одно только знать. Когда вы, мужики, устроите здесь человеческую жизнь? Третий год пошел, два лета. И она очень ослабела за эти несколько минут, но одновременно и взбудораживалась после выпитого и услышанного. И теперь говорила, говорила, сыпала обидными словами на мужа, на сыновей, каждый из которых ее подвел, и которые, казалось, ей сидели где-то здесь трусливо прятались. Весна получилась дружной и ранней. Уже в середине марта снег сошел. Люди боялись морозов, те, кто имел Викторию, плодовые саженцы накрывали их соломой, сосновым лапником, но больших морозов не было. Дни и ночи стали парные, живительные. Удивительно, рано полезла трава. Правда, распахивать огороды все не решались. И хоть земля высыхала, люди, будто уговаривая себя, бормотали, вернет щезимат, вернется. Елшего не могли выйти из тяжелой апатии. Рассада на подоконниках душила друг друга, но разреживать ее у Валентины Викторовны не было сил. Даже простейшую еду готовить заставляла себя. Николай, как и зимой сидел у печки, курил, все о чем-то думал и думал, чего-то ждал. Время от времени наливал стопку спирта и глотал. Вначале марта привезли заказанную еще осенью железную печку для бани. И как втащили, так она и стояла у крыльца. Устанавливать ее Николай не торопился. Да и Валентине Викторовне было как-то все равно. Мылись редко, раз-два в месяц, и то кое-как без всякого удовольствия. Весной за спиртом приходить стали реже. То ли денег не было, то ли, сказалось, маловероятно, меньше стали пить. Наверное, все же отсутствие денег уменьшило торговлю. Весной в деревне всегда становилось туго с деньгами. И это подтверждали участившие с визита старушек, покупающих у Елтшевых бутылки по две-три спирта, платить за вспашку, за ремонт построек после зимы, за цыпушек. В апреле к месту, где был клуб, приехала какая-то бригада из-за холма, видимо, и приняла за разбор пожарища. Сгружали в грузовики трубы, недрастащенные головешки, котлы клубовской котельной, раскрошившийся кирпич и возили. Народ поговаривал, что скоро начнут строить новый клуб, большой, из бетона, с окнами от потолка до пола. Но тут же по дворам пошли местные верующие, несколько бабулек, просяв подписать бумагу с просьбой поставить на холмике, где был клуб православный храм. Была и тут церкова уже, объясняли, в шестьдесят втором сломали, у нас иконы из ее хранятся. Приходили к Елтшеву. Николай высушил их молча и подписал. А Валентина Викторовна спросила, а клуб где строить тогда? Да раньше не найдут, недоумянно подняла брови одна из старушек. Вон место сколь. Валентина Викторовна вспомнила ее. Когда-то эта старушка, тогда женщина средних лет, Мария Давченко, работала в сельсовете и ходила в красной косынке на собрании горячо выступала. И куда вы с подписями? В город повезем. Пойдем по кабинетам. Что ж, Валентина Викторовна записала свой адрес, черкнула роспись, ей было все равно. Но тут церковь, что стояла на месте клуба напомнила смутно. На нее закрыта еще в двадцатых и постепенно разрушающуюся, разрушаемую деревенскими, кто ли из железа сдерет, кто струганую доску, кому камень понадобится. Не особенно обращали внимания. К сносу относились равнодушно, будто ломали старый коровник. В городе, из когда-то стоявших там пяти церквей, осталась одна на окраине, маленькая, беленькая, ничем не примечательная. И в крайцентре церкви она не запомнила, там их тоже посносили в двадцатые шестидесятые годы. На утесе над Енисеем стояла часовня, но воспринималась она не как религиозное здание, а как исторический памятник. Храни и вас, Господь, зашептали бабульки, принимая лист. Храни и Господь. Первого мая явился Артем. Нарядный, слегка выпивший, какой-то решительно веселый, оглядел оценивающий печку крыльца. Для бани установить надо. Николай тоже с утра принявший граммов двести был совсем не в духе. Давай я помогу. Сын постоял над печкой, потом вошел в дом, тоже оценил взглядом перемены или отсутствие их, сел к столу. Ну и как вы там? С трудом выдавила вопрос Валентина Викторовна. С Артемом она не виделась почти два месяца. Со дня отъезда к Денису. Несколько раз порывалось пойти к Тяповым, но обида на них и на сына была сильнее. Да так, так и живем. Родик как? Ну, тоже растет. Артем отвечал равнодушно, словно был занят чем-то другим. Или сам готовился начать задавать вопросы, тяжелые, серьезные, неприятные. Чего пришел-то? После довольно долгой тягозной паузы произнес Николай. сады взглянул на Валентину Викторовну. Я забыл совсем. И Родик там болел как раз. А мы здесь, может, умерли уже? Располял себя Николай. И тебе получается наплевать. Он подошел к буфету, достал початую бутылку спирта и попросил. Валь, дай нам закусить что-нибудь. Сент Пустой явился. Угощайте, мол. Все происходящее, все, что сейчас говорилось, взгляды, жесты, были Валентине Викторовне давно знакомы, отвратительно хорошо знакомы. Последние два года подобные сцены повторялись каждые два-три месяца, а то и чаще. Необходимо нам в город перебраться. С аппетитом, как показалось Валентине Викторовне, выпив и закусив, сказал Артем. Кому это? Нам. Мрачно насторожился Николай, но в голосе послышалась какая-то надежда. Ну, нам с Валей и с сыном. Что ж, перебирайтесь. Сын вздохнул. Николай мрачнее все больше наполнил стопки. Давайте. Вяло чокнулись и выпили. Валентина Викторовна хотела закусить, но вид еды вызвал тошноту. Перетерпев сжение, заговорил. Хорошо, сынок, надо перебираться. И вам надо, но и нам тоже надо. Мы тоже, как ты знаешь, не по своей воле здесь. Так давайте вместе решать, как нам быть. Квартиру снимать? Это временная мера. Год, пусть два, а дальше? Да и ты должен представлять, что такое постоянно с квартиры на квартиру. Вон у нас вещей сколько. Нам тоже, как и тебе здесь, невыносимо. И мы тоже хотим в город. И что делать? Требовательно спросил Артем. Мы столько про это, а все продолжается. Не знаю, как нам всем переехать. Я говорю, только за себя. Я здесь жить не могу, не могу, вам невыносимо, а мне тем более. Я родился в городе, там всю жизнь прожил, и какой стать теперь должен здесь? Опять двадцать пять. Со стону вздохнул Николай, торопливо плеснул спирт по стопкам, не предлагая остальным выпил. В общем, так. Последний раз, говорю, он нашел взглядом глаза сына, я тебе тысячу раз говорил. Хочешь жить в городе? Езжай и живи. Да как там жить-то, блин, бомжары, устройсь на работу. Снимай жилье, найди комнату в общежитии, встань на очередь на квартиру, копи деньги. Спасибо, хмыкнул Артем, бессонный правосовет. Слушай. Валентина Викторовна почувствовала, как напрягся, напружинился Николай, но голос воздражал. Слушай-ка, чего ты от нас хочешь, а? Тебе скоро тридцать лет, я в твои годы. Да слышал я все это. И что тоже в милицию должен идти. Но что-то же надо предпринимать, вскрикнула Валентина Викторовна. Ты отвечаешь не столько за себя теперь. У тебя своя семья, сын, решай, как тебе жить. А как? Все у меня отняли, сюда притащили, а теперь... Артем тоже уже кричал. Николай замер, пристально смотрел на него. Прошлое лето, пахал, как дурак. А нифига, сто рублей в кармане. Больше, блин, не хочу, хочу свою комнату, в ванну, все, что у меня было. Лентяй ты просто... Тихон обезжалостно, внятно сказал Николай. Лентяй! И паразит. Ты палец не ударил, чтоб нам тут нормально. Да не хочу я тут ничего. Я хочу туда, где жил, где... Иди, иди, заслужи себе квартиру, как я заслужил. Да уж, боги, их шмонать. Николай подскочил, рванулся за шкирку и поволок на улицу. Артем что-то хрипел, Валентина Викторовна оцепенела, смотрела в стол. Но в голове хаотично метались мысли, и не мысли даже, а какие-то обрывки мысли. Она пыталась найти выход, выхватить из этих обрывков настоящую мысль озарения, благодаря которой все изменится, станет светлым. Нет, ничего. Во дворе раздались крики, звук удара, мягкий, но жутковато отчеркивает. Пускай разберется, сказала себе Валентина Викторовна. Хам действительно, но заставила себя подняться и выйти на кольцо. Мужа не заметила, а возле железной печки лежал Артем и, как показалось Валентине Викторовне, задумчиво смотрел в небо. Она и не поняла сначала, что произошло, подумала с возмущением, и чего он теперь валяется. Глава двадцать вторая Когда-то Николай Михайлович гордился своими сыновьями. Радовался, наблюдая, как они растут, качал на коленях, изображая скачущую лошадь, смеялся над их потешными детскими словами, учил быть мужчинами. Когда старшему исполнилось лет девянати, началось охлаждение. Сыновья стали отдаляться, у них появилась своя жизнь, свои дела, а уважение и любовь к отцу таяло, сменялось с опасением получить, если слишком распоясываться. Пока жили в городе, в благоустроенной квартире, пока Елч входил на службу, мог отключаться, уставившись в телевизор, эта отдаленность от сыновения особенно сильно ощущалась. Да, старший Артем бесцветный, вечно усталый, ленивый, но ненавязчивый, незаметный. По целым сутка мог валяться на своей кровати, листая какие-то книги, или слушая музыку. И Николай Михайлович даже случалось забывал о нем, точнее, старался не замечать того, что он не работает, ничего не делает. Младший Денис, намного более симпатичный Николай Михайлович, живой, смелый, задиристый, в итоге поплатился за свой характер, изувечил одного и сел. Конечно, подкосил, тем более, что, как знал Елчев, вдоволь насмотревшись на те, кто побывал в заключении, к нормальной жизни Денис вряд ли вернется. Такие через полгода, через год-два снова срываются и снова садятся. Поэтому он не разделял надежды жены, что, вот, Денис приедет и поможет им, и сживут они все вместе крепко семьей. И так получилось, что на пороге старости, оказавшись в лачуге, водичавшей, гибнущей деревне, Николай Михайлович с женой не могли рассчитывать на помощь взрослых уже становить. Один сидит за глупую драку, другой попусту, предал, предал в самое тяжелое время. Душой давно они были с Артемом чужими, поэтому Николай Михайлович смог пережить его смерть. Сам себе удивлялся, как не зашел с ума, не свалился от разрыва сердца, а ощущает внутри себя почти спокойное даже какое-то облегчение. Сотни раз потом повторял мысль на свое движение, когда выбрасывал сына из сенок, казалось, снова и снова слышал тот звук удара головы Артема о железо печки, и как наяву разрезал уши крик жены, падающий рядом с сыном. И все же при всей жути произошедшего настоящий ужас Елшев не испытывал. Конечно, первым желанием было во всем признаться участковому вытянуть руки, чтобы защелкнул на запястьях наручники. Остановил Валентин. А обо мне ты подумал. Мне в пятлю теперь. Были допросы, следственные эксперименты. В результате сделали вывод, что Артем погиб в результате несчастного случая. Нетрезвый оступился, при падении ударился затылочной областью об угол печки. Были натужные хлопоты по организации похорон. Гроб искали грузовик, нанимали мужиков, чтобы могилу выпули. Была это ночь, когда гроб стоял в комнате. Горялись свечи, неживо поблескивали искусственные цветы, табуретки у гроба пустей. Никто не пришел прощаться. А утром похороны и черные опустошения последующих дней недель. Ни вдову Артема, ни сватов за все это время елтышева не видели. Кое-как побросали в пашню картошку, засеяли несколько гряд морковкой, редиской, луком, укропом. Натыкали бледно-зеленую вялую рассаду помидоров, капусты, почти не поливали. Колонкам на самый конец носиков тот приварил болты. Поначалу люди изумились, тщетно пытаясь натянуть на носики поливные шланги, потом пошли к управляющим. Это не от меня зависит. Виноват и бессильно стал оправдываться тот. Я сам в принципе против. Энергоресурс так решил, это ведь их колонки. Люди возмущались, управляющий повысил голос. Если болты сбивать будете, сказали вообще воду отключат. А как нам огороды поливать? Скотина поить, ведрами натаскаешься? Это в Энергоресурс обращайтесь. Вот телефон их, вот адрес. Управляющий взял стола, казал заранее приготовленный листочек. На следующий день разбираться в город поехали несколько человек. Вернулись вечером с документом на двух страницах, зачитывая его возле магазина. Правила оказания услуг гражданам учреждены постановлением правительства Р. Ф. от 23 мая 2003 года. Номер 307. Пункт 91 Б гласит, потребителю запрещено производить водозаборные колонки мытье транспортных средств, животных, а также стирать. Самовольно, без разрешения энергоснабжающей организации, присоединять к водозаборной колонке трубы, шланги, иные устройства сооружения. Так что в данном случае права граждан не нарушены. Елчишевых историй с колонками, конечно, мало волновало. Не до этого было. Вообще не до чего. Спасались спиртом, не допивались за бесчувствие, но и не давали себе протрезветь. Боялись. С начала ягодного и грибного сезона повалили покупатели. Снова день и ночь долбешь в калитку. Привозя новые канистры, благообразный мужчина Сергей Анатольевич радовался. Хорошо идет, хорошо, а вы отказывались, вспомниться, но, пересчитывая выручку, слегка мрачнел. Не совсем сходит что-то с объем. Долг, что ли, даете? Или сами? Сами, мощился Елчишев. Похороны были, сына хоронили. Ну, да, ну, да, ладно. Но перед тем, как уехать, Сергей Анатольевич предостерегал. В долг только не давайте, то ведь потом не отвяжутся. Построже с ними. Числа десятого июля Елчишевы как раз были во дворе, пришла Валентина. А чего тебе надо? Спросил Николай Михайлович быстро, не давать ничего сказать жене. Я за свидетельством. На голова-то, глядя ему в глаза, ответила Валентина. Чтоб за утерю кормильца, свидетельство о смерти нужно. И все. Ее взгляд стал слегка удивленным. И как тебе не стыдно еще лезь сюда? Рыдающе вскрипнула жена. Два года им мозги песочили, довели и теперь лезут. Где ты была, когда его хоронили, когда помощь нужна была, поддержка, разрушила нашу семью, теперь заявляешь послушать. Все, пошла вон отсюда, перебил невестку Николай Михайлович, и дорогу забудь. Еще раз увижу, с копыт слетишь, и стал закрывать калинку. Но для вашего Елчишев рывком распахнул калитку, чуть не вбросив держащуюся за ручку Валентину во двор. Я тебе уже сказал, пошла вон, и один разбью, до трех считаю тебя нету. А через два дня появилась ее мать, и сразу ринулась в атаку о том, что заявление напишут, как дочери угрожали, что внук общий и Елчишев обязаны содействовать получению пенсии за Артема. может сообщить, куда следует, как на самом деле Артем погиб. Николай Михалыч слушал, слушал, потом отбежал в хрельцу, схватил стоявшие там вилы. Ой, завезала сватья, побежала и прочее. Убивают, ой, и Елчишев подогнал ее. И с Валентиной Викторовной не удержал. Не надо, Коль, не надо, ради Бога, обо мне подумай. А еще через несколько дней жена потеряла сознание. Что-то пыталась приготовить и упала на кухне. Николай Михалыч, похлопывая по щекам, потом облил холодной водой, она медленно, тяжело очнулась. Что, за фишерицей? спросил Елчишев, помогая добраться до кровати. Да что, она в больницу надо, сдавленный шепт. Давно уж у меня внутри что-то рак, что ли? Какой рак? Ты чего несешь? Но Николай Михалыч замолчал, испугался, впервые, наверное, по-настоящему представив, что может остаться без жены. Это было страшнее всего. Все, хорошо будет, Валь, сейчас. Уложил, нашел ключи от машины, метнулся во двор. Долго мучил стартер, но москвич не заводился. Аккумулятор вроде в порядке, свечи тоже, но мотор глохнет и глохнет. Лишь минут через десять Елчишев сообразил, бензина-то нету. Те дни после смерти сына много ездил, и в последний раз еле дотянул до ворот, в ограду пришлось машину вручную вкатывать, с тех пор так стоял. Взял трехлитровую канистрочку, отправился по деревне искать бензин. По дороге заглянул к фельдшерице, попросил прийти, объяснил, что случилось. Оху! Без охоты ответила та и закрыла калипу. Купил бензин втридорога у парня с Уралом. То ли Гоша звали, то ли Глеб. Несколько раз Елчишев видел его вместе с Артем. Странно поглядывая на Николая Михайловича, парень наполнил канистрочку, протянул. Далеко едете? Не знаю. Жена заболела. Спасибо. Давайте. Фельдшерица конечно еще не приходила. Николай Михайлович одел жену, у нее самой сил уж совсем не было, выходное платье, посадил машину. Это Коля. Полис возьми, мой. Кое-как одними губами проговорила она. А где лежит? Ну, там, где деньги. Елчишев сбежал в дом, нашел в тумбочке зелененькую карточку Полиса, прихватил деньги. Друг что? Сунуть может. Замкнул дверь, выгнал машину на улицу, закрыл ворота. Руки тряслись. Все казалось, что он забыл что-то. Что-то делает не так. Жена сидела, отвалившись на спинку сиденья, глаза прикрыты, лица серые. Куда? В город или за холмом? Давай, да, за холмом, хоть не могу. Очень долго. Как казалось, Николаю Михайловичу ждали в регистратуре, оформляли документы, возились с переодеванием, не выяснив, что с ней именно решили класть. Я завтра приеду, пожимая ее руку, сказал Елтышев, держись. Заправился, купил продуктов, ассортимент здесь был побогаче, чем в Муранове, уже к вечеру вернулся домой. Старался занять мозг насущными делами, думать о разных мелочах, чтобы не задаваться вопросами, что с женой, неужели действительно рак, как он будет один, если с ней случится страшный. Достал ключ и остановился, остолбенел. Дверь вызвала приоткрыта, в клипке замок выдернут, висел на последнем шурупе. То, чего Елтышев опасался, все эти почти три года произошло. И произошло в тот самый момент, когда опасаться перестал. Точнее, забыл, стало не до того. И вот, залезли, обворовали. Что именно украли, он еще не определил, да и какая в сущности разница. Одно то, что в доме побывали чужие, рылись в вещах, трогали их, поганили, было неудосимо. Присел на табуретку, дергающими с руками достал сигарету, с трудом сумел зажечь огонек зажигалки. Ладно, угрожающе проговорил. Ладно, разберемся. Глянул в сторону буфета. Конечно, прошлись и там, канистр со спиртом не было. И что? Идти вас убивать спросил, никого конкретно не представляя, любой мог. И этот мог, который бензин продал. Елшев вскочил, быстро вышел из-за ворота, огляделся. Улица была пуста, ни одного человека. В окнах домишек напротив красновато поблескивал оцвет доходящего солнца. Разберемся, пряча за угрожающий выдох бессилие, повторил Елшев. Глава двадцать третья Катилась жизнь под откос стремительно и неостановимо. Лишь огрубение души, какой-то пусть слабенький, но панцирь на ней не давал совсем отчаяться свалиться и умереть. Да, может, и хорошо бы так вот помереть, как древние греки или былинные русские богодари. Но не получалось. Приходилось смочиться дальше и дальше. И неизвестно зачем. У Валентины Викторовны обнаружили сахарный диабет в запущенной форме. Врач отчитал, как только и стало получше, следить нужно за собой. Уважаемые, проверят систематически. Организм дает сигналы, что с ним непорядок и надо реагировать. Вы давно чувствовали дискомфорт, так или не так? С какой он луны свалился, мысленно удивилась Валентина Викторовна. Дискомфорт. И захотелось все подробно обстоятельно рассказать этому молодому, симпатичному и строгому мужчине в чистом белом халате обо всем, что произошло с их семьей за последние годы. Что вообще произошло? Как наваливался дискомфорт, надо же слово нашел. Тихо, без всхлипывания и рыдания она заплакала. Отвернулась от врача и соседок по палате, слезы щекотали кожу, проползали по лицу, скатывались в наволочку. Слышала, как врач досадливо подсокал языком, видимо, подбирая слова, так и не подобрал, ушел. Почти неделю ее кололи лекарствами, ставили капельницу. Медсестер в больничке не хватало, поэтому за капельницей приходилось следить самой и осиливая дремоту, которая постоянно теперь морила ее. Валентина Викторовна наглядела на бутылку над головой. Соседи пожилые, давно и тяжело больные, кто диабетом, кто астмой, собранные здесь с разных деревень. Большую часть времени лежали на кровати, вяло, словно по принуждению разговаривали. Разговоры были все тяжелым. Кто где умер, где у кого что опять украли, где мать от детей отказалась, где градом огород перемолотила, где корова пала, у кого какие годы отобрали. Неужели же нет ничего хорошего, пыталась смыслно возмутиться Валентина Викторовна, перебирала в память произошедшие за последние годы и ничего хорошего не находила. Лишь далеко-далеко позади просвечивали, но не события, а ощущения отчего-то, что вспомнить никак не удавалось. Муж приезжал каждый день, привозил разные фрукты, шоколад, но врач, увидев однажды этот набор, устроил разнос. Да вы что? У нее же сахарный диабет! И стал сбрасывать из тумбочки обратно в пакет почти все гостиницы. Нельзя! Нельзя! Сахарный диабет! Вскоре после переезда в деревню Валентина Викторовна почувствовала, что-то с ней не то. Может, и раньше даже. Но поехать в поликлинику и узнать, что это, боялась. Пятьдесят лет надеялась, это просто усталость скопилась, нервное истощение от проблем и несчастья. Но вот и обнаружилось, сахарный диабет — это теперь до конца жизнь, уколы, диета, страх обострения, а главное — сознание, что болеешь и не вылечишься. Нет вопросов мужа, как ты? Ей хотелось разрыдаться, уже не сдерживаясь от души вырыдать все. Терпела. Ждала от Николая ободрения. Он молчал. Сидел рядом с койкой, смотрел ей мимо глаз, вздыхал. И затем, вздохнув особенно глубоко, спрашивал, что поеду. Дом без присмотра. Езжай. Ты держись. Очень тебя жду. Да. Но в то, что он действительно ждет, Валентина Викторовна не верила. Что-то было в голосе мужа, в том, как он отходит глаза, пугающие, приводящие в отчаяние. При выписке Валентине Викторовне выдали три бутылки инсулина, коробку одноразовых шприцев. Врач прочел лекцию, как нужно питаться, как делать себе инъекции, каким образом получать лекарства, правильные хранить. Сердце у вас еще в порядке. Но если будете пренебрегать соблюдением режима, посадите, плюс трофические язвы пойдут. Кое-что Валентина Викторовна записала, что-то пустила. Сейчас, после недели в больнице, в палате с пятью полуживыми женщинами, ей хотелось одного. Скорее в свою избушку, на свой диван, потому что после капельницы она чувствовалась почти здоровой, окрепшей, если бы не сознание, что она все-таки неизлечимо больна. Около двух приехал нож. Валентина Викторовна быстро собрала вещи, села в машину, поехали. Николай молчал, напряженно глядя на дорогу. Вокруг все вопило от радости. По обочинам краснели, синели, желтели десятки видов цветов, трава стояла чуть не в человеческий рост. Дальше светились ярко-рыжие стволы сосен, а под ними, казалось, было полным- грибов, больших, мясистых, нечевих. Остановись, пожалуйста. Дрогнувшим голосом проговорил Валентина Викторовна. Николай резко даже зад москвича повело, сдормозил и спугуно спросил. Что, плохо? Нет, ничего. Пояс хочу немного, подышать. Она уж стала открывать дверцу, муж удержал. Давай лучше домой. Надо, скорей. Повадились к нам, уж два раза лазили. Что? обворовали. Николай тронул машину. Первый раз спирт тащили. Из вещей кое-что, потом еще, позавчера. Да ты что? И кто? Если б знать. Подозреваю. Но как? Мочить же всех подряд. Любой может. Сделка кому внушение. Ты толк? И известие о кражах лишило скопленных сил, будто выкачали изнутри эти силы. И когда Валентина Викторовна увидела во дворе белый, как ребра, брус, только начатого, два года назад начатого, сруба, все еще стоящую рядом с крыльцом, уже покрывшую с ржавым налетом печку, штабели постепенно трухлеющих до сонка. Силы окончательно покинули. Кое-как добрела до кровати, до кухни, села, потом легла на бок. Ну, вот и все, подумалось последнее прибежище. Нет, не все, не все, рывком поднялась уже вслух, повторила, не все. Достала из сумки лекарства два бутылька, как влел врач убрала в холодильник, а один распечатала, взяла шприц, наполнила инсулином, задала кофту на пояснице. Когда колола, наткнулась взглядом стоящего на пороге мужа. Он смотрел недоуменно и вроде как брезгливо. Вот так, и объявил ему безжалостно, вот так и будет теперь по три раза в день. Кончился июль, начался август. Погода, слава богу, была для огородных посадок благодатной. Два-три дня пекло, а потом налетала гроза, обрушивался ливень, короткий, но успевавший напитать землю теплой влагой. Но для людей такое чередование отражалось на самочувствии. Все было тяжело, все валилось из рук. Люди сидели в избах, закрыв окна наставнями и лишь по вечерам слышались звуки жизни. Где-то что-то пилили, ругались или ругали скотину, куриц, включали магнитофон, иногда даже сами горлами или песни. Николай стал еще более молчалив и мрачен, ютился у печки и пускал дым в чрево топки. Так, как и зимой раз в полчаса подходил к буфету, выпивал с топку спирт. Валентина Викторовна иногда не выдерживала, но занялся бы чем-нибудь, нельзя же так совсем. Тогда он поднимался и выходил на двор, молча, внешне равнодушно, и мог несколько часов не возвращаться. В конце концов Валентина Викторовна отправлялась за ним. Муж сидел или во дворе, или в огороде, как-то затравленно взглядывал на жену, и у нее комком слез взбухало в груди жалость. Пойдем домой, говорила она, пойдем, поздно уже. Без присмотра заботы все очень быстро стало разрушаться, ломаться. Прясло на задах огорода повалились, и Валентине Викторовне пришлось несколько раз спросить, а потом и требовать, чтобы Николай их поправил. Забредут ведь коровы, повытопчут все, что же мы в зиму есть будем? Наконец он взял несколько слег, пошел, поковырялся с полчаса, вернулся, лег на диван. Наладил? спросил Валентина Викторовна. Угу. И до утра лежал, отвернувшись, даже на ужин не встал. После одного из ливней потек потолок в летней кухне, оказалось, шиферина лопнула, и снова Валентина Викторовна долго просила мужа как-то исправить. По кузову москвича пошли язвочки ржавчины, а однажды он перестал заводиться. Николай подзарядил аккумулятор, долго копался под капотом, а потом заявил «Все, ничего не могу сделать, надо продавать эту помойку к чертовой матери, больше не плавил к ней». И сколько потом Валентина Викторовна не просила, не требовала, не умоляла, на москвич он даже не смотрел. А ездить все-таки было нужно. Да и просто сознание, что теперь они без машины, пугало. Словно еще одна нить, связывающая с нормальной человеческой жизнью, обрубалась. Когда стал подходить к концу инсулин, Валентина Викторовна отправилась к фельдшерице за рецептами, а огорошила. «Я рецепт не выписываю, вы что? Я оказываю срочную помощь, даю направление». «И где мне рецепт получить? Каждый второй понедельник месяц приезжает врач из Тигритского, она выписывает, с десяти до двух сидит здесь». Валентина Викторовна посчитала дни и поняла, что лекарства до второго понедельника ей не хватит. «И что мне делать? Мне инсулин нужен срочен, но езжайте к ней». Фельдшерица женщина лет тридцати пяти сохраняла равнодушное спокойствие, присущее здоровым, не понимающим, каково это болеть людям. «В Тигритской? Ну да». «Спасибо за совет. Хедро у вас тут все закручено. Хоть умираешь, а садись в автобус и езжай». В Тигритском рецепт выписали, хоть и без радости. «Своих нет времени обслуживать, но довольно быстро». Врач даже поинтересовалась. «Инвалидность оформили?» «Нет пока. Собираюсь». «Надо?» «Та да». Получать инсулин нужно было в городе, в специализированной аптеке, где обслуживали жители района. Валентина Викторовна приехала на автобусе, выстояла очередь человек из тридцати, такая цунная рецепт в окошечко. Казалось, и не аптекарша отбросила листок обратно. Валентина Викторовна удивилась. «Что такое?» «Сегодня эти не обслуживаем». «А?» «Сегодня лекарства выдаются...» Аптекарша заговорила с плохо скрываемым раздражением. «Федеральным льготникам». «А... это что?» «Инвалиды. Рецепты зеленого цвета. А у вас серый. Вы что, не знаете ничего?» «А...» «Погодите». Сзади Валентина Викторовна уже слегка подталкивали. «И когда же мой? Приходите завтра. Не знаю. Это никому неизвестно». Валентина Викторовна раскрыла рот, но слова не шли. Захлестывало возмущение. «Вы долго ищмяться будете». Особенно чувствительно толкнули ее в спину. «Тут тоже люди есть». «Ну погодите», Валентину Викторовну прорвало. «Я из деревни приехала. Пятьдесят километров. И что я каждый день неизвестно зачем должна». «И я тут тоже должна каждый день выслушивать». Даже возмущенно отзывалась Абтекш. «От меня что ли зависит? Будут для вас лекарства? Выдум? Нет, нет». Валентина Викторовна хотела идти жаловаться, но куда? В отдел здравоохранения? И где гарантии, что чего-то добьешься? Она видела зимой по телевизору, что по всей стране с лекарствами неразбериха, митинги даже проходят из-за этого, но тогда не придавала этому значения, считала себя здоровой. Дома оставалась инсулина еще дня на два, на три. Что ж, приедет завтра, может быть, повезет. Да, повезло. Получила три бутылька шприца, радостно положила их в сумку и тут же сама себя поддела. Скоро и куску хлеба радоваться будешь. Глава двадцать четвертая Было время. Елтшев час задумался о смерти. Как так? Ходит вот человек, видит, слышит, ощущает, думает. Все, кажется, может, и вдруг перестает быть. Бац! И темнота, абсолютная пустота. нету человека ничего больше. И человек, как такового, нету. Лишь кусок мяса с костями, которые надо поскорее закопать в землю. И чем чаще Николай Михайлович слышал разговоры о чем-то потустороннем, о призраках, колосах, полтергейстах, светлых туннелях, по которым летят клинически умершие, тем острее ощущал полное ничто после смерти. А все эти разговоры? Простой страх людей перед ничто. Работа в милиции закалила, точнее, очерствила. Мертвые не вызывали особой жалости и страха, а чаще всего, наоборот, раздражение. Мертвые требовали возни, внимания за них нужно было отвечать, заботиться о них, писать длинные протоколы. В последние годы Елшев стал не любить живых. Многие из живущих рядом были лишними, некоторые становились его врагами или тем, кто мешал жить ему и его близким. Особенно явно это стало в деревне. Борьба за существование, месть за унижение, проглотить, обман ведь тоже унижение. Но самых недавних пор Николай Михайлович невольно не жила и, пугаясь этого, завидовал тем, кто умер. Умер быстро, не успев понять, что умирает. Может, они и пугались, но пугались только в тот момент, когда смерть уже была неотвратима, и уже ничего нельзя было изменить. Юрки завидовал, хотя тот, если верить его вдове и допустить, что у нее с головой все в порядке, помучался на том свете. Харину этим пацанам, которых по пьяни зарубили, зарезали, даже сыну своему, чью пустую ему самому немилую жизнь вдруг оборвал несчастный случай, несчастный случай. завидовал он, потому что почувствовал близкую старость. Настоящую дюн, оттуда уж не избавиться, не обмануть ни ее, ни себя, и с каждым месяцем будет хуже, а их впереди много, может, десятки лет, как у дядки Татьяны, до полного изнеможения и маразма. Просыпался без всякого желания вставать, пытался представить, что может ожидать его сегодня хорошего, не находил ничего, но все же поднимался, натягивал одежду, и дальше тек напрасный, лишний, тяжелый день. Любое движение вызывало не то, что боль, а хуже, физическую тошноту. Ничего не хотелось, это не моглось делать. не моглось жить. Вот это и есть старость, сидя возле печки и с отвращением втягивая в себя дым очередной сигареты, понимал Николай Михайлович. Это есть мерзость старости, ни болезни, ни немощь тела, а вот это тошнота. Она подбиралась давно, но набросилась, повалила в то утро, когда жена потеряла сознание, а потом вечером ел обнаружил, что их дом опоганили воры. После этого он жил через силу и каждый день становилось преодолевать все тяжелее, и теперь он все больше жены, кажется, ждал приезда Дениса. Увидеть его, повинеть, что так у них все получилось, развалилась семья, вымирает. А судьба продолжала наносить удары. Как-то утром Николай Михайлович вышел во двор, как обычно, не оглядываясь по сторонам, поплелся к сортиру, но все же заметил, почувствовал, что-то не то, не так, обернулся на машину, капот приоткрыт, на лобовом стекле чего-то не хватает. Подошел, поднял капот. Да, аккумулятора, старый аккумулятор дохлый уже, нет, и дворники сняты, и багажники пусто, ни запаски, ни домкрата, ни сумки с ключами, задвиж калитке отодвинут. Скать ее, сказал Елшев тихо, без злобы даже, он ожидал этого, раз нашли дорожку сюда, теперь не остановится. На голодный желудок выпил граммов сто пятьдесят спирта, стал перебирать вещи в шкафу в чемоданах. Что ты ищешь? Наблюдав за ним с плохо скрываемой досадой, смотрел телевизор, а он мельтешил, спросила жена. Так надо. Нашел. В одном из чемоданов лежала его парадная форма. Сохранил после увольнения и вот пригодилось. Взял унес на кухню. Долго оглядывал, разглаживал пальцами морщин на ткань. Просить жену отутюжить было неудобно, да и не хотел сдавать повод лишним расспросам. Оделся, оглядел себя в зеркале. Черт, еще фуражку бы, но фуражку выбросил при переезде, все равно изомнется. Ладно, и без фуражки внушительно. Поскреб бритвы и лицо, протер выходные туфли влажной виходкой, не совсем правда по цвету к форме подходит. Скоро вернулся, сказала с кухни жене. А ты куда? По делам тут надо. Шагнул к буфету, быстро наполнил стопку, бросил в рот горячий кому спирт, промотнул. Ну, ладно. Обошел всю деревню и каждому, кого встречал, преграждал путь. Шутить со мной вздумали. Сына похоронил, так теперь решили, что можно. А я вас всех, скоты поганые, всех. Вот Денис вернется, он тут наведет порядок. По стенке ползать будете, ясно? Нет. И весь человек молчал, уже ревел и приподнимал кулаки. Ясно! Кто-то бурчал, да-да, кто-то просто уворачивался, отъелшего и отбегал. Но вступать в перебранку никто не решался. Видели в каком-то состоянии. И уже на обратном пути, когда Николай Михайлович слегка успокоился, ему хотелось снять форму, выпить еще и лечь спать, его окликнули. Эй, дядя, че ты развоевался? Что? Из забора выглядывал тот парень, что в день первой кражи продал елшего бензин. То ли Гоша, то ли Глеб. Его, кстати, Николай Михайлович подозревал больше других. Это знал, что он уезжает. Сам сказал ему. Что? Картс передразнил парень. Мать перепугал, валерьянку пьет. Она-то при чем? Все при чем? Варье на варье. Слушай, дядя, ты выйди сюда, перебил Николай Михайлович. Че с забором-то? Выйди, поговорим. Слушай, мы ничего твоего не брали и нечем там лезть. Я разберусь, кто брал, а кто. Скоро вот сын вернется, и разберется. Он же умер, удивленно сказал парень. Артем, да, другой есть. Такому швлобяру дал и сделал клоуном. Да ты выходи. Елшеву стал бесить этот диалог, в котором он чуть не оправдывался. Выходи, я с тобой один разберусь. Я говорю, я вашего не брал, а лезть будешь, тогда разберемся. Еще угрыжать мне дернулся Елшев к забору, но вовремя помнился. Что по-другому надо? Потом ладно, живи пока. Шагал в своей избе. Солнце выбралось наверх, небо палило, по вискам, груди тек пот, то ли от жары, то ли от ненависти к тем, кто разрушал его хозяйство, пригибало к земле. Не нашел он этих разрушителей, не обшаривать же каждый двор в поисках аккумулятора, канистры из-под спирта, запаски. Да и не в этом дело. Не в старом аккумуляторе в лысом колесе сложнее все. Сложнее. С трудом дотягивали до приезда сына. Срок у него кончался 17 сентября, и теперь вместо жены первым Николай Михайлович отрывал листок календаря. Валентина была недовольна, но не протестовала. Она все больше зацикливалась на своей болезни. Привозила из города какие-то витамины, пищевые добавки, брошюрки, читала вслух лист брусники, почки биозы, трава зверобоя, трава галеги. Что это такое галега и где взять? Лавровый лист, лист черники, плоды можжевельника. Слава Богу, за спиртом приходили исправно. Даже тот рейд по деревне алкашей не отпугнул. Деньги кое-как собирались. Кражу канистр, одна из которых была полной, удалось возместить без особых напряжений. Елтышев, конечно, рассказал о случившемся Сергею Анатольевичу. Тот сухо сочувствовал. Бывает, бывает, народ совсем. Встречаясь во время походов в магазин и еще к каким-то делам с кем-нибудь имеющим вороватый вид, Николай Михайлович обещал, вот сын вернется, найдем, кому это чужое добро покоя не дает. Мы вам покажем. Люди, видимо, опасались, что обещание исполнится. К Елтышевам наведался участковый. Сначала спросил, что у них случилось, что украли, а потом, выслушав ответы, для видимости подосадовав, что вовремя по свежим следам не написали заявление, предостерег. вы посторожнее будьте, жалуются на вас, что угрожаете. А ко мне без всяких угроз в дом лазили, полмашины растащили. Да я понимаю, понимаю, но все же нельзя на всех подряд, тем более люди здесь мстительные, мало ли что. А что? Елтышев нехорошо прищурился. А? Да мало ли стал скисать участковый, превращаясь в простого лейтенантика, который стоял хоть и перед бывшим, но все же капитан. Вайты, жгут даже и... Я понимаю вас и раньше понимал, но все-таки... Глава двадцать пятая Весь сяпгуст грохотали машины. Петономешалка скрипел автокран, перекрикивались мужики на строительстве клуба. Все-таки строили клуб, а не церковь. Вроде бы спешили, но дождей поставили только стены, а затем исчезли вместе с техникой. В недостроенном клубе пацаны стали играть в войну, а взрослую потихоньку растаскивать оставшиеся от лесов доски. Давай, давай, кричал иногда Николай Михайлович вслед удалявшемуся с досками. Варьё! Вяло через силу Елчишева собирали вырожай. Выкопали картошку, повыдергали редьку, свёклу, морковку. С погодой повезло, было ясно и сухо, хорошенько просушили во дворе, спустили в подпол. Валентина засолила несколько банок огурцов и помидоров, связала в косы чеснок, солила капусту. Николай Михайлович много времени проводил в огороде, но в основном сидел на ведре, курил. Воздух в эти дни был особенно прозрачный и замерший, как положено природы, ранней осени. Земля спокойно, умиротворённо готовилась к холодам в зиме. С берез медленно слетали жёлтые листья, с лёгким шелестом ложились на сухую траву на ранее упавших собратьях. Сорники сцепали свои семена, которые проклюнутся одни в апреле, а другие в течение всего лета, чтобы продолжать существование всех этих ненужных, вредных, неистребимых растений. Лёгкий ветерок шевелил сухие папирусные листья подсолнухов, и тогда раздавалось унылое, хоть пугливое поскрёбывание. Вечером галки начнут облёт, будут тоскливо покрикивать, рвать душу. Николай Михайлович поднялся, стал ковырять лопатой в морковной гриде. Валентин уж прошла спани на днях, выдернула, какую удалось за ботву, но много осталось в земле. Николай Михайлович втыкал лезвие лопаты и не то чтобы слышал, а скорее чувствовал хруст разрезаемых моркови. Чёрт, словно чьи-то пальцы режешь. И вспомнилось, как хрустнули позвонки ухарина. Николай Михайлович бросил лопату, снова сел на перевёрнутое верхном ведро. Вечерами заметно свежело, воздух напитывался сыростью, гниловатой влагой. Сырость и влага приходили волнами с пруда, и также волнами навевало терпкий запах свиного навоза. Вот где-то в свинарнике, то включали, то включали вентилятор. Иногда запах был таким резким, что щекотало ноздри, хотелось чихнуть. В первых числах сентября, будто подтверждая календарное наступление осени, пошел многодневный тоскливый дождь. Телевизор стал показывать совсем невыносимым. Даже на первом канале была сплошная рябь, лица людей не разобрать. И звук плавал, сначала пропадал или уходил другие частоты. Давай антенну купим. В конце концов не выдержала жена. В магазине за четыре тысячи стоят. Да толку-то! Николай Михайлович отмахнулся. Телевизор его мало интересовал. Если он смотрел в экран, то почти не обращал внимания, что там делается. В голове вертились мысли зыбкие, неоформленные, навязчивые. Валентина все же проявила настойчивость. Стала требовать, но требовала не столько саму антенну, сколько не падать духом. нечего нечего опускаться, раскис, как этот. А мне тогда что делать? Я он вообще инвалид пожизненный теперь. Ты представляешь, что такое сахарный диабет? Каждую минуту о нем помнишь. Но ведь надо же жить, жить, давай, пошли за этой антенны, а то совсем, как в склепе тут. И Елчев отправился в магазин. Антенна была огромной, формой отмирал локатор, но легкой. Основную ценность представляли приставка, пульт дистанционного управления и кабель. Вместе с антенной дали номер телефона мастера по установке. Пока дозванивались до мастера, услуги его стоили 400 рублей, пока ждали приезда, пока прибивали антенну локатор, сверлили стену избы для проводки кабеля и настраивали программы как-то не очень заметно и тягостно прошло несколько дней. Потом опять же под напором жены Николай Михайлович занялся ремонтом сначала бани, вот Денис приедет, а как ему мыться там, лишь завалюха, а не бани, а потом в машину. Пришлось съесть за новым аккумулятором, два дня копаться под капотом, но без толку, Елтышев бросил, а не механик. А с дровами-то как? Плачущим голосом спросила жена. До холодов месяц. Купим машин обрези, копеече стоит. Какой от них жар? Угляд почти нету, все, хватит. Не замерзнем, Денис приедет, решим. Дождались семнадцатого числа. Накануне Валентина Викторовна съездила в город, накупила продуктов, даже малосольных хариусов на рынке взяла, бутылочку коньяка, заодно продолжила, процесс оттянулся больше месяца, оформлять пенсию по инвалидности. В слабом без праздничного стола, но все же ожидание провели семнадцатый, не восемнадцатый, потом, то и дело прислушиваясь, поглядывая в окна из забор еще два дня. Двадцать первого Валентина Викторовна порывалась пойти на почту, звонить, но муж уговорил подождать еще. Пока то да сё, в город, наверное, с друзьями, пусть погуляет. Но сам был как на иголках, несколько раз даже к калитке подбегал, казалось, стучат, но там было пусто, и никогда так не раздражали покупателей спирта, всех их сначала принимал завернувшегося сына. Двадцать второго сентября, после утреннего автобуса, жена все же пошла на почту, вернулась расстроенной, что испугался Елшев. Не вышел? Да вышел. Уехал, сказали. И куда? Ну, куда? Домой, им, сказал. Я сказал, что нету, а этот шутить стал взрослый, говорит, у вас, сынок, мы ему теперь не няньки. Черт! Надо было встречать. Мало ли, пять лет на зоне с психикой за это время не пугай ты хоть ради Бога. И так все, 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 Николай Михайлович обнял жену. Будем ждать. Все нормально будет. Денис прибыл двадцать пятого дню. Подкатил на белой иномарке. Вышел, распрямился, оглядел, спотягиваясь по сторонам. Так, сказал громко водителю, держи птихатку. И пошел навстречу в убегающем с калитки родителям. Были объятия, слезы, быстрые, не требующие ответа вопрос. Николай Михайлович не видел сына четыре с лишним года. Ездил на свидание один раз и больше не смог наблюдать Дениса в черной зэковской робе, всю эту архитектуру и порядок в колонии, чувствовать себя капитана милиции и тоже чуть не зэком было невыносимо. На следующее свидание отправлял жену одну, Артем же никогда ехать к брату желаний не выказывал. Да, за эти годы сын изменился. Из парня превратился в крепкого, знающих в себе цену мужчин. Спокойней стал, но и уверенней в себе. Ничего, мать, говорил, поглаживая плачущую Валентину, ничего, поднимемся, главные живы, видимо, вспомнив об Артеме кашинул. Брат-то здесь похоронили. Да, кивнул Николай Михайлович, где же еще? Ну, в городе, может, ничего, выберемся отсюда. А здесь путь сдачи будет. Копим квартиру, двухкомнатную я узнавал, восемьсот тысяч стоит рублей. Ну, да, Николай Михайлович прикинул в уме, вообще-то не так уж много, всего восемьсот ярко-голубых тысячных «Где их взять?» и сказал вслух. «Да где их взять? Тут с копейки на копейку найдем, заработаем». Сидели за столом. Валентина, вытирая слезы, подвигалась им это одно, то другое. «Кушай! Я к семнадцатому накупила всего. Ждали, ждали, дождались. Хорюска бери!» тоже двинул тарелку с рыбой Николай Михайлович. «С душком уж, правда, но вкусный. Многие его с душком и любят». «Аюс, это да!» Денис съел, но не жадно, смакует. «А здесь река есть? Рыба какая?» «Да какая здесь рыба?» «В пруду, карась, карп, да я и не рыбачу». «А это у Артемки сын остался, остался. И как он?» «Жена, вдова, как?» Валентина горько вздохнула. «Мы с ними, сынок, не общаемся». Я не рассказывала, не писала, но из-за нее, из-за этой все. А крутила Артема, женила. «А сама, говорят, блядь, конченная», вставил Николай Михайлович, скорее, чтобы закончить эту тему. Но жена продолжала, плачущая, скроговорка. И родители ее поселили Артема у себя, как работник был. К нам редко приходил. Строительство дома, вон, как началось, так и сам видел. Присылали его сюда с деньгами, и чтоб сразу обратно. Но им тоже отплатилось. Слышала, муж совсем с ума сошел, как растение. Да и ничего удивительного, жена чуть-то по голове улупила, вот и долупила, теперь с ложечки кормит. Но внука наставила Денис надо как-то, чтоб нашим парень рос. Что, на поклон к ним идти? Усуровил Николай Михайлович. Нет, вообще ни с кем дело иметь не хочется. Подлые, жадные, да варье просто. Да разлил по стоп коньяк. Тут вот мать заболела, прямо свалилась, сознание потеряла и повез в больницу. Возвращаюсь. Дом обшмонан, через несколько дней опять, потом вообще, пока спали, москвич обработали. — Ладно, бать, вздохнул уверенно Денис. — Разрулим проблемы, все наладим, но за то, чтоб теперь после всех геморроев, да и что там, конечно, и трагедии. Начал нам фартить, да уж пора бы выпили. Николай Михайлович достал с холодильника бутылку спирта. — Давайте паузу сделаем. Сын поднялся, прошел по кухне. Пловицы скрипели, но скрипели как час уважительно, уютно, словно под ногами настоящего хозяина. Заглянув в соседнюю комнату, он увидел висевшую с ней гитару. — О, наша старенькая! — снял, вернулся к столу, попробовал струны. — Уцелела! Даже настроена боль-менее. Гитара поцелела. Всхлипнула Валентина Викторовна. Денис заиграл грустную и тропливую мелодию запел. — Иду домой, облепят словно пчелы. Скажи, мамаша, а когда придет Сергей? А у одной поблескивают слезы. Да возвращайся, сыночек, побыстрей. Ладно, бать, наливай. Пришел сентябрь и пишет сын мамаши. Не жди, родная, тогда не жди меня домой. Лагерный суд судил меня по-новой за то, что мы порезали коной. Отложил гитару на кровать. Ничок и свыпил, снова поднялся. Прошел от стола к печке, потянулся. Николай Михайлович с женой молча следили за ним, любовались. Пойду, пройдусь немного. Валентин тоже встревожился. Темно уж, да ладно, мам, че ты? И снова напел. Выйд на улицу глян на село. Накинул куртку, салютнул рукой, пригнув голову в низком дверном проеме, шагнул в сенки. Потом этот его жест рукой долго, будто зайчик электросварки, стоял в глазах Ялтышева, застилал остальное. А тогда они молча сидели с женой за столом. Мягко светила под потолком лампочка, изредка ударялась раковину, упавшая с носик умывальника каплю. Говорить ничего не хотелось. Да и не нужно было. Сын, крепкий, закаленный испытаниями, научной жизнью, готовой, кажется, и способной свернуть горы, наконец отствернулся. Он здесь, теперь все наладится. Постепенно, конечно, трудно, но начнут выбираться из этой ямы, возвращаться в человеческую жизнь. Николай Михайлович выпил еще немного, с аппетитом съел кусок нежного хариуса, перебрался к печке, закурил сигарету, далеко выпустил за рта дым первой затяжки. Что со стола убирать, спросила жена. Да ну, погоди пока, еще, наверное, посиди. Куда нам спешить? Тебе укол-то не пора уж делать. Валентина длянула на часы. Ой, да, метнулась в комнату. Спасибо, дорогой, напомню. Дорогой. Так она называла Николая Михайловича давным-давно, восьмидесятых. Тогда выходные они вчетвером. Он, она и сыновья гуляли по городу, катали Артем и с Денисом на каруселях в парке культуры и отдыха, а потом обедали в открытом кафе на набережной. Шашлыки ели. Шашлыки бы надо как-нибудь устроить. Дотушил водокуренную до половины сигарету по рожек топки. Хотел положить окурок в пепельницу, потом бросил на колосники. Сокращать надо курение. Турник сделать, подкачаться. Напряг потрогал бицепс на левой руке. Да, жутковато. Эй, хозяева, раздалось вдове. Есть кто? Кого там? Покупателей спирта сейчас совершенно не хотелось. Эй, вообще, пора закругляться с этим. Деньги не ахти какие. Репутация. Йодшев вышел, не сразу различил в темноте силуэт в калитке. Что нужно? Сказал недовольно. Это не ваш парень лежит там? Какой парень? Где? Хотел добавить, что за чушь мелите, а сам ушел на улицу. Неподалеку от строящегося клуба, метался свет карманного фонарика. Не замечая, что бежит, Николай Михайлович повернул туда. Тело горело огнем и в мозгу мелькнуло удивление. Почему жарко-то так? Кто-то отшутнулся от тела, что-то что-то сказал. Николай Михайлович остановился над лежащим на траве человеком. Смотрел и ничего не видел. свет фонарика замер на лице Денис. Неподвижное недоумение. Свет пополз ниже. Груди тонкий, как карандаш. Стальной штырек. Николай Михайлович не сразу его разглядел. рвался, рычал, его держали, крутили руки, били. Он тоже бил, не разбирая кого, куда. Потом тащили. Очнулся, вынырнул из кровянистого мрака в тесной комнате. Полно милиционеров, а напротив в гражданском знакомый следователь. Уж когда-то допрашивал. Я знаю, кто сделал, хрипло сквозь боль, произнося каждое слово, в висках клокотало, сказал Елчев. Знаю, кто. Пошли. Хотел приподняться, но двое милиционеров надавили на плечи, вжали в стул. Да я знаю их. А доказательства есть? Спокойно задал новый вопрос следователь. Да какие доказательства? Есть, есть доказательства. Ну, мы, конечно, пальцы заточки снимем, будем искать, но только курить будете? Елчев отрицательно мокнул головой, а следователь закурил. Но, понимаете, мы можем и старухту вспомнить из погреба. Тетку вашу, да? И Харина, и сына вашего. Все странно и смерти, и все на несчастные случаи списаны. Если начать копать, тут столько всякого повсплывает. Вам это надо? Да, я, елчев шифровком скачил, я тебя, гад, и тут же несколько рук отбросили его к стене и вниз на стул. Есть мото. Сейчас ключами сбегаю. Глава двадцать шестая Валентина Викторовна Елтшева живет по адресу село Мураново, улица Центральная, дом двадцать восемь. Живет одна, ни с кем не разговаривает, но целыми днями сидит у калитки на обрезке бруса. Обрезок заменяет ей лавочку. Утром выволакивает на улицу, вечером заволакивает обратно на двор. Как она переживает долгие пустые дни, о чем думает, ради чего вообще живет, кажется, никого не интересует. Да и без нее много в деревне таких же одиноких старух. Некоторые по возрасту вроде бы и не совсем старухи еще, но образ жизни у них старушечи. Сидят у калиток, смотрят перед собой, то ли вспоминают прошлое, то ли просто ждут конца. Раз в месяц приходит почтальонка и выдает пенсию. Сумма постепенно повышается, правда, Валентину Викторовну это не радует, да и цены растут, хоть она за продуктами редко, покупает крупу, хлеб, консервы, продавщица отмечает, что любит молочный шоколад. Огород ей почти совсем зарос сорняком, лишь по-ближнему к хозяйственным постройкам краю, ещущий полос картошки, ее три грядки. Муж Валентины Викторовны пережил младшего сына на полгода. Все перед смертью жаловался, что в голове гудит. Знаешь, говорил, как ток в столбе, в детстве слушали. Умер он в начале марта, вышел как-то на кольцо, стоял и рухнул на землю, туда же, куда упал год назад старший сын. Умер сразу. В город не возили, вскрытия не сделали, с помощью управляющего похоронили на другой день с поминок. Автомобиль Валентина Викторовна продала местному жителю, у которого тоже был москвич и той же марки. Их выпускать перестали, объяснил он причину покупки. Будет на запчасти, оттащил на буксире к себе. В тот же вечер пришли к Валентине Викторовне ребята лет двадцати потребовали пять тысяч. Она подала машину за десять. Валентина Викторовна возмутилась. Ну, смотри, тетка, сказали ребята, останешься и без денежек, и без СБ. Пришлось отдать. Потом еще несколько раз в день пенсии подходили, брали, но уж по мелочи на бутылку. Спирт Валентина Викторовна не продает. Ей, кажется, ничего уж не надо. Если бы она могла, то умерла бы скорее, но не может и продолжать жить. В деревне стало получше с работой. Приехали несколько танжиков и взяли в аренду заброшенные поля. Распахали, засадили картошкой. Для этого наняли местных. Потом наняли для окучивания охраны, в августе для копки и платили неплохо. Правда, некоторых работников через несколько дней рассчитывали, ленивых не надо, те обижались, грозились устроить черожопом, но вроде больших неприятностей не было. Для большинства же работа на полях стала поистине спасением. Впервые за многие годы получили приличные деньги на руки. картошку таджики уезли к себе, в Таджикистан. Там, говорят, она плохо растет, дорого стоит. На следующий год снова арендовали поля. Но в целом деревня все та же. Сонная, бедная, словно бы готова превратиться в горки трухи и исчезнуть, но каким-то чудом продолжающее существовать. Клуб так и не достроили. Несколько раз пригоняли технику, привозили материалы. Два-три дня кипела работа, а потом снова тишина и движущиеся тени, по вечерам ищущие, чтобы унести полезную. Позапрошлая зима выдалась особенность снежной. Изба завалила в прямом смысле по самую крышу. Движение по дороге то и дело прерывалось, приходилось расчищать снег грейдром. Весну обещали дружной, ибо ясно воднение, по крайней мере, так объясняли, решено было спустить пруд. Кое-кто запротестовал, но вяло, заранее знаешь, что не послушает. В середине марта, как только начало таять, разобрали плотину, и тут же на пруд устремились мужики, подростки, даже несколько женщин с ведрами, с очками, ломами. Одни строжили рыбу ниже плотины, другие долбили лед над родниками, там он всегда был тонковатый, да прост руками. Эта не особенно удачная ловля продолжалась около месяца, а потом, когда открылась мелкая вода устье речки Муранки, карасей и карпов стали таскать мешками, ели, замораживали в холодильниках и ледниках, а в зону продавали. Предлагали рыбу Валентине Викторовне, и в первый раз она отказалась, а потом ей намекнули лучше купить, не обижать. Она купила раз, потом еще. К лету пруд наполнился до обычных своих берегов, но уже на следующий год стал зарастать водорослями, камышом, рыб почти не осталось. Мужики ставили и сети, подала в них по паре карасиков, а нудочка вообще не клевала. Чего? Разведется, говорили рыбаки, пустыми уходя домой и сладковато грустно вздыхали, вспоминая, видимо, прошлогодние мешки избьющийся добычей. Да, жизнь Валентины Викторовны со стороны выглядела совсем пустой. Иногда к ней, сидящей возле калитки, подходили соседки, знакомые, подруги юности, пытались заговорить, скорее от скуки, чем из жалости. Горевали ее сыновьях, а заодно схвата мужа, которого не любили. Несколько раз останавливалась и вдова Харина, рыдающая шипела, сидишь, сиди, сиди, знаю, кто моего прибил там в лесу, знаю, и вот получили отплату, радуйся теперь, отлились мои слезы. Валентина Викторовна не обращала внимания ни на сочувствие, ни на обвинение, ни на дело, не видящее перед собой. Но в голове постоянно, особенно отчетливо по вечерам, когда пыталась заснуть, как пленка прокручивалась в прошлое. От самого раннего детства, когда играла в стеклышки, вот здесь же, где сидит теперь, и до той осени, когда увидела лежащего железным штырьком в груди Дениса. После этого все стало неважно. Все уж потерялось смысл и значение, и смерть мужа встретила почти с завистью. Он вот отмучился, а ей тянуть эту ненавистную лямку, неизвестно еще сколько. Не знала, что недавно так же завидовал мертвому Николаю. Она ждала смерти, призывала ее, но в то же время исправно делала себе уколы, сердилась, когда вовремя не приносили инсулин, добилась, чтобы лекарства доставляли на дом, как к одинокому инвалиду. Ругала себя за это, зло посмеивалась, хочешь жить, и все же продлевала эту ненужную теперь жизнь, и искала, искала в голове какие-то зацепки, просветы, которые вернули бы смысл быть ей на земле. К невестке и внуку не ходила, Тяповых по-прежнему считала главными виновниками того, что Артем стал им чужим, что развалилась их семья. Родион же, хоть и внук, последний из рода Елтышевых, есть, наверное, где-то еще, но где, да и зачем они, но не могла Валентина Викторовна сердцем принять, что он их, что он родной ей человечек. И вновь мысленно повторяла то, что говорила и себе, и другим уже десятки раз. На Валентине этой пробы ставить негде. Ложилась подо всех парней в деревне и вот захмутала свеженького, перепуганного потерей квартиры переездом в темную избенку, а разве такая, заполучив мужа, остановится? Любой бывший хохолек в заулке встретит, подолг ей задерет, а она нагнется. Да и сам Артем говорил, что давала повод в себе сомневаться, бегала куда-то, спать с ним отказывался, поэтому рвал с ней, сюда возвращался, а потом опять. Эх, Артем, Артем! И сам запутался, их измотал, измучил. И пошло все кувырком, и нету большой семьи елтышевых, трех мужиков, и каких мужиков в один год. Как-то от соседки, от какой именно не запомнила, да и не заметила, Валентина Викторовна услышала, что умерла ее сватя. Похороны завтра и обсидела у гроба. Не узнать, журчал голос, высохла вся прям тростинка, в момент сгорел. Что ж, рак! Валентина Викторовна выслушала это известие внешне равнодушно и шпкивала отсутствующей глядью вдаль. Но с той минуты стало расти в ней желание пойти и увидеть внука, словно бы какой-то замок в запретной двери открылся. Боролась с этим желанием, разжигала в себе злобу на невестку, вспоминала обиды от Тяповых, как снисходительно враждебно допускали тогда понянчиться с младенчиком Родиком, как наверняка за деньгами посылали к ним Артема. Не работаешь сам так, пускай родители твои помогают. Много чего вспоминала, а больше выдумывала. Но вскоре желание пойти стало непреодолимым. Два дня одевалась в выходной костюм, даже губы подкрашивала и все же удерживалась. Пошла на третий утром по пути купила в магазине коробку конфет ассорти. Дорога показалась очень длинной и тяжелой. Поначалу Валентина Викторовна думала, что-то с непривычки давно не ходила никуда дальше магазина. А потом заметила, что шаги ее мелкие, совсем старушечки, немощные шажочки. Испугалась было и тут же с вызовом спросила саму себя, и что, что ты хочешь-то после всего? Прошла по дамбе, по мостику над плотиной, поднялась на взгорок и вот впереди несколько двухквартирных домиков за стеклянными верандами, второй слева их. Устояла, налаживая дыхание, вытерла под солбочистым платком, медлила, оправдываясь тем, что плохо себя чувствует, но на самом деле боялась постучать, понимала, что произойдет дальше, все же надеялась. Наконец собралась с духом, сделала последние несколько шагов, только приподняла руку, как неожиданно близко, сразу за калиткой басовита загавкала собака. Валентина Викторовна от неожиданности отшатнулась. — Фу, трезор! — послышался женский голос в глубине двора. — Фу, сказала! Но Валентина Викторовна постучала, и собака загавкала еще яростнее. Лязгнул за сов, и появилась невестка, подруневшая, лицо суховатое, глаза измученные, колючие. Увидела свою кровь на мгновение, кажется, и испугалась, но тут же приняла надменно суровый вид. — Здравствуй, Валя, сказала Валентина Викторовна. Невестка молчала. За ее спиной продолжала гавкать, рваться, сыпи собак. — Валя, у тебя мама умерла, не зная, что говорить, спросила Валентина Викторовна, и не получила ответа, даже кивка. — Я, я вот что, я сроди повидаться пришла, попроведать, конфеты вот. Невестка опять никак не отреагировала, смотрела каменным взглядом. — Можно? — Знаю, что ничего не получится, проговорила Валентина Викторовна. — Внучика. — Нет у вас никакого внучика, убийственно, четко ударила словами невестка. — Как нет? Что с ним? — Ничего. Просто нет у вас внука, и все. Вуаля! Валентина Викторовна почувствовала, что по щекам потекли слезы впервые за многие месяцы. — Валя, давай не будем, что уж нам делить-то теперь, что делить-то? — Прости меня. Слезы мешали говорить, забыв о платке, Валентина Викторовна вытирала их ладонью. — Прости, что тогда со свидетельством так прости, и давай, вместе теперь нам надо держаться. — Чего там? — Мужской голос недовольный и молодой. — Достали лайм уже! Чего там, Валька? — Да, глянулась во двор. — Ничего, Саша, сейчас! и стала закрывать калитку. — Валя! — простонала Валентина Викторовна, лязгнул за сов. — Ну, все, все, трезор, хватит, хватит, успокойся. Несколько дней отходила от этой сцены. Спала плохо совсем, ворочалась на скрипящем диване, старалась не думать, но мысли лезли и лезли, и все тяжелые, давящие, физически чувствовала Валентина Викторовна, как разрывают сердце эти мысли. Начиналась очередная осень, третья одинокая осень. Валентина Викторовна удивлялась тому, как она смогла столько прожить после смерти родных людей, пыталась вспомнить, что происходило за это долгое время одиночества. Ничего не вспоминалось, лишь сиденье на обрезке бруса у калитки, открывание и закрывание вечно теперь полупустого холодильника, уколы. Скоро уж, скоро, вдруг услышала, словно бы наяву, рядом успокаивающий и уверенный голос. Распахнула глаза, села на диване, огляделась, было темно и совершенно до писка в ушах тихо. Хотела спросить, кто здесь, но и страшно нарушать тишину. Медленно, страясь не скрипеть диванными пружинами, не шелестеть бельем, Валентина Викторовна снова легла и вспомнила, что, не сделаясь, наверное, самого важного, памятник до сих пор не поставила. Муж и сыновья лежали рядом, можно поставить один на всех и огородить все три могилки. умру. Действительно, домбочки упадут, как и не было. Решила ехать в город. Возле центрального рынка была мастерская. Утром достала альбом с фотографиями, начала была листать. Мать, школа, даже центральная улица с теми же избушками, свадьба. Артем в садике, Денис на качелях. Сами собой опылились слезы. Валентина Викторовна скорее нашла три подходящих снимка, убрала альбом в тумбочку. Все деньги брать с собой не стала, из тайника в чулане надежно защищенного и от людей и от крыльц железной пластины достала пять тысяч. Замкнула дверь на замок, дернула, проверяя, и горько усмехнулся. Кому нага сломает и войдет, и заберет, что надо. Мраморный памятник оказался не по карману. Можно было купить небольшой мраморный столбик, но на три могилы это выглядело бы убого. Гранитный тоже стоил дорого. Посоветовавшись с мастерами, Валентина Викторовна решила купить металлический. Полста лет спокойно простоит, заверили ее. Главное, красить раз в два-три года, чтобы ржавь не съела. А фотографии на него как надпись? Надпись можно сделать на мраморной плашке. Красиво. А как ее прикрепить? Прикрутим. Надежно будет. И фотографии. Хорошо. Я вам верю. И Валентину Викторовну снова стали душить слезы. Договорились об ограде. Точного размера не знала, сообща с мастерами выщитали, какой, например, она должна быть, дала бумажку с именами мужа и сыновей свой адрес. Все, в следующий понедельник привезем. Три тысячи аванс, пожалуйста. Обменяла деньги на расписку, пошла в находящийся рядом салон фотографии. М-м-м-м. Грустно покивал мужчина у кассы, выслушав Валентину Викторовну. В аварии. Что? В аварии погибли. Нет, другое. Рамку делать на портреты. А как лучше? Мужчина вздохнул. С рамками фотокерамика лучше, конечно, понимаете, сдирают их, там и алюминий двадцать грамм, а ничего у людей святого. Тогда без рамки. И еще Валентина Викторовна кашляла болезненно. Я из деревни не могу час туда-сюда. Вы не могли бы готовые портреты в мастерскую передать? Вот здесь. Да, да, я знаю. Только не позднее понедельника. Они в понедельник память повезут, ограду. Хорошо. И очень прошу вас. Не обманите, пожалуйста. Расплатилась, взяла чек. Вернулась в мастерскую памятников, предупредила, что им занесут три портрета. Не перепутайте, только ради Бога. И там я списочек оставляла и елтышевый. Николай Михайлович, Артемий Николаевич, Денис Николаевич, не перепутайте, очень прошу. На нее уж стали немного сердиться. И Валентина Викторовна направилась как-то к вокзалу, но, глянув на часы, увидела, что до автобуса еще три часа. Постояла в раздумье, как провести эти три часа. Хотела было посмотреть на места, где жила, а работала, может быть, в последний раз здесь зайти в библиотеку. Но не решилась. Уже от мысли, что увидит дорогое и навсегда потерянное сердце заколотилось и в горле вспуг горький комок. А что будет, когда действительно увидит, заговорит со знакомыми, у которых все хорошо? Купила на рынке немного колбасы, мяса, сыра и не удержалась. Маленькую золотистую дыньку. Медленно добрела до автовокзала, села на скамейку. Стараясь не замечать окружающих, забыть, что она там, где прожила столько лет, где родились ее сыновья, дождалась автобуса. Устроилась сразу за водительской кабиной, там меньше трясло и снова отстранилась. Не видела, кто заходит, посадится рядом, лишь когда кондукторша потребовала расплатиться, оторвала взгляд от спасительного пятнышка на стекле, протянула сорок рублей. Бесплатный проездной, положенный ей как пенсионерке, Валентина Викторовна не оформляла, не было больше сил ходить по кабинетам, собирать и предъявлять документы, торчать в очередях. День был хороший, ясный, теплый, какой-то ласковый, природа вокруг, даже трухлявые строения чудесно светились, будто на акварельной картине. И особенная тоска царапала душу, особенно острая, лучше, уж дождь, ветер, слякоть. По дороге от остановки к дому Валентина Викторовна услышала радостные детские визги, не сразу догадалась, что это в детском саду, наверное, была прогулка после тихого часа. Несмотря на тяжелую сумку, свернула в проулок, пошла к садику, он был тут, рядом, каких-то метров двести. Шла и чувствовала, как из глаз медленно вытекают слезы, сползают по бороздкам морщин к подбородку, срываются. Визги и крики, смех уже рядом, невысокая по грудь ограда и штакетника. За ней железная ракета, грибок, турнички, горка, бегающие дети. Две молодые воспитательницы сидят на табуретках, разговаривают. Валентина Викторовна смотрела на ребятишек, никого особенно не выделяя, просто любое с ими, любоясь и тоскуя. И тут как ударило. Глаза нашли мальчика лет пяти, неправдоподобно сильно похожего на Дениса. Он такой же, как маленький Денис, руководил другими мальчиками, также помахивал ручкой, также недовольно хмурил брови. Она не сразу поняла, что это ее внук. Родя позвала негромко, даже и не надеясь, что он услышит, но не могла не позвать. Родичка! Мальчик обернулся, увидел Валентину Викторовну, что-то мелькнуло в его взгляде, и это что-то дало ей право поманить мальчика к себе. Родичка, погоди, родной, он подошел. Другие мальчики, явно обрадованы, что говорила «Елтышев, запомни, на всю жизнь», перебила Валентина Викторовна. «Елтышев, последний ты у меня», схватила мальчика за плечо, затрясла, «запомни, я в суд подам, ишь ты!» Подбежали воспитательницы, одна выдернула мальчика, другая накинулась на Валентину Викторовну, что-то верещало, отталкивая от ограды. Валентина Викторовна выронила сумку, вцепилась ей в волосы. «Елтышев он, поняли, Елтышев, моюн, Нина!» крикнула вырвавшись воспитательница. «Нин, за участковым беги, дети быстро все в группу!» Валентина Викторовна медленно сползла по ограде на землю, громко задыхаясь, рыдала. Через какое-то время, немного придя в себя, попыталась встать, но не смогла. Ног не чувствовала, руки срывались со штакетеля. Площадка садика, проулок были пусты, помочь было некому. Конец книги Ноябрь 2009 года Звук режиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов Д КОНЕЛ ТОР